ТАМИ ПУЛ Критичные дни на Сулуджуся ТАМИ ПУЛ Покажемся вечером в парке. Ну, погуляем. Зачем? Не знаю. Просто нельзя так взять и отрубить семнадцать лет жизни. Всегда вместе, а теперь… Вместе. Я, ты и твоя работа. В парке, в ванной, в постели. На Новый год днем и ночью. Везде она. Твоя любимая. Ладно, мы уже сто раз об этом говорили. Прощай. Я обещаю, никакой работы. И телефон я отключу. А, совсем забыла. Держи. Счастливо. Да, привет. Уже свободен. Уже тяжелый пациент? Сейчас буду. АПЛОДИСМЕНТЫ Тебе здесь понравятся? Ну, видишь, какие все тут веселые! сегодня в постели нашла корм собачий и косточку я подумала может быть я погорячила с разводом наши и ты понимаешь вообще что для него клятва этому айболиту гораздо важнее чем клятва данная тебе а что в этом плохого да я люблю свою работу она тоже от своей кайфует вот когда он последний раз был в магазине каждый день с баулами домой чешешь натали ты вот этими самыми руками починила электро чайник но это случайно получилось я всегда ее поддерживал даже когда она дома занималась репетиторством я слова я не сказал кристине всего годик бы конечно на дома работала пошли пошли уже время время толкать речь а вам всем стоять потеть и делать что это интересно я извиняюсь пришел ребятки будьте умничками и мы тогда еще здесь сможем перекантоваться какое-то время саныч ты за старшего я предоставляю слово нового директору нашей гимназии натальи владимировне ковалевич сегодня очень волнительный для меня день наша гимназия участвует в конкурсе на лучшее среднеобразовательное учреждение в городе под эгидой министерства образования кризис и круг убери подожди хотя бы до конца линейки я не могу я соскучился ладно иди на второй этаж там нет никого хорошо областных и региональных олимпиадах мы обошли самые лучшие гимназии и лицеи нашего города держи две минутки это правда очень большая я теперь буду называть никита две минуты спасибо вам огромное за то что вы доверяете нашей гимназии самое самое дорогое что есть вашей жизни это ваших детей а если еще кто-нибудь другой зайдет никто не зайдет но все же на линейке кристина почему ты не отзываешься ну мама же не дома есть свободные кабинки кристина понимаю что ты очень злишься на меня нет я тебе еще вчера сказала что у меня все в порядке ты говоришь чтобы я ушла я понимаю но наш развод с папой ну никак не влияет на наши с тобой отношения и ты будешь дальше с ним общаться также и я тебя по-прежнему люблю мама я тебя тоже очень люблю мне очень жаль что вы с папой развелись но лучше так чем постоянно слушать как вы ругаетесь вернее как ты ругаешься а папа слушает я очень буду скучать по папе я буду скучать по животным вот а теперь оставь меня пожалуйста одну хорошо хорошо дорогая а кое-что еще мне сказали что видели тебя с куксой кристин ты понимаешь что это мажорный разбалованный хулиган с сомнительным будущим да мам я слышала мы сто раз об этом уже с тобой говорили просто я подумала что ты сейчас в стрессе и можешь повестись на это хорошо прости мажорный хулиган значит сто раз говорили ну а что я должна была ей сказать что не знаю что что любишь меня что мы встречаемся ты мне стыдишься нет ну нет конечно докажи как скажи что мы вместе если тебе слабо если слабо Пап, ты дома? Как я буду скучать по этим словам. Привет. Привет. Ты чем-то расстроена? О, Господи, ты мастер задавать глупые вопросы. Можно я хоть с тобой не буду говорить на эту тему? С мамой, наверное, уже поговорила. И она сказала, что что бы там ни было, мы будем тебя любить. Ну, хорошо тогда. Как 1 сентября? Ой, ты знаешь, в этом году Рианна не приехала. Поэтому, в принципе, все как обычно. Линейка, бла-бла и по домам. Пап, мне надо тебе кое-что сказать. Да, Василий Петрович, я помню собрание касательно министерского конкурса. Завтра уже забегу в Горано на чаепитие. До свидания. Извините, вы что-то говорили. Я говорила, что тут весь наш, то есть ваш коллектив. Скажем так, та сторона, о которой вам мало известно. Ваш предшественник знал цену этому портфелю. Татьяна Федоровна, вы у нас кто? Кто? Завуч по воспитательной работе. И сбор слухов не входит в ваши прямые обязанности. Я привыкла доверять людям, с кем работаю. Надеюсь, вы будете в их числе. Доверие – это главное качество для руководителя. Вот, полюбуйтесь, вы пришли. Какая клевета? Жанне Филипповне всего 60. А кто это мог сделать? Я его очень люблю. И не могу отдать маме на растерзание. А Никита думает, что я его стесняюсь. Познакомь его со мной. Нет, нет. Он требует именно с мамой. Не, ну, в смысле, сначала познакомься со мной. А потом будет легче ознакомить с мамой. Ну, когда я буду рядом. Слушай, а приходите вечером ко мне в клинику. Пап, ты у меня самый лучший. У тебя уже есть парень. Боже мой, ты уже совсем взрослая. Собаки, хомяки, пауки. Может, вы еще страна где-то прячете? Добро пожаловать в нашу бесплатную гостиницу для животных. Я не заметила, как Палыч в подсобку зашел. Извините. Палыч, я как раз хотел, ну, попросить с животными тут пожить немного. Ха, так в чем проблема? Возьми вон у Марины прайс, ознакомься с ценами и живите. Я думал, что для сотрудников скидки будут какие-то. Скидки у супермаркетов. Сегодня вечером ничего не планируем и идем знакомиться с моим папой. У меня что, какой-то дефект речи, что ли? В смысле, вроде нет. Я просил, чтобы ты рассказала о нас своей маме, а не своему доброму папочке. Ему бы я и сам мог рассказать. Ну, мы расскажем маме. Потом. Вместе с папой. Явненько. Ну что, ребятки, размножаться нам точно нельзя. Если мы не хотим остаться на улице, то придется вести себя хорошо. Слушаю. Здравствуйте. Я из клиники. Наталья Владимировна Ковалевич, ваша жена? Ну да. Не могу и дозвониться. Она оставила ваш номер, зал как запасной. В общем, она бееменна. Что? Бееменная. Поздравляю, папаша. Мам, мне надо с тобой поговорить. В общем, насколько ты знаешь, у некоторых девочек в гимназии есть парни. И вот у меня... Наталья Владимировна, я все выяснила. Кукса не было на линейке. Простите, вы не одна. В общем, надпись на дверях кабинета по химии – его рук дело. Ну, это уже последняя капля. Теперь он просто предупреждением не отделается. Вызовите ко мне, пожалуйста, его родителей. Не зря вас назначили на эту должность. Вы прямо для нас как дар божий. С удовольствием. Извини, солнышко. Ты говорила о парнях, о девушках? Нет. Я заметила, что в первом классе девочек больше, чем мальчиков. Я вижу, что ты занята. Я позже зайду. Татусик, мы беременны. Ты что, уже празднуешь развод? Я трезвый. А ты беременна. Игорь, это такая глупая попытка вернуться в семью. Ужасная просто. Успокойся, мы с тобой в хороших отношениях. Я буду разрешать тебе видеть дочь. Все хорошо? Я серьезно. Только что звонили из клиники. Твой доктор не смог тебе дозвониться, поэтому он набрал меня. Этого не может быть. Может. Это все из-за мобильного интернета. У меня тоже быстро садится телефон. Вот у тебя сел. Наташа, а может это знак? Ну, знак, что мы можем с тобой начать сначала. Хочешь, я буду присутствовать на родах? Игорь, что ты несешь? Все, мне нужно идти. Наташа. Наташа. Разговор закончен. Наталья Владимировна, вы просили маму Куксы вызвать, да? Она пришла? Почти. Я Адлера Михайловна. Она сейчас на важных переговорах, поэтому... Наталья Владимировна, здравствуйте. У меня есть пара свободных минут, я вас слушаю. Дело в том, что поведение вашего сына не соответствует правилам нашей гимназии. Из-за этого пустяка вы меня беспокоили? И, Сереж, подними выше. Ну, во-первых, это не пустяк. А во-вторых, это не единственная его выходка. Наша гимназия одна из лучших в городе. Именно поэтому я и отдала своего сына к вам. И рассчитываю на особое к нему ответственность. У нас все ученики равны. Но аспонсирую гимназию, почему-то я. Отсередной перевод как-то решит эту проблему. Нет, не решит. Я не собираюсь закрывать глаза на вопиющее безобразие. То есть вы отказываетесь от спонсорской помощи? Да, если это способ манипуляции. И я сегодня же готовлю документы Никиты на отчисление. Может быть это как-то... Мам! Мам! Мама! Это я написала про химичку. Кукса не виноват. Ну, думаю, вопрос по Никите закрыт. Нет. Всего доброго. Сережа, мы уходим. Всего доброго, Лера Михайловна. Всего доброго. Кристина, зачем? Ведь тебе всегда нравилась Жанна Филипповна. Ну, а мы поспорили про Менделеева. Я сказала, что его ценят только за водку, а не за таблицу. Она обиделась и выгнала меня из класса. Как заводчик, по воспитательной работе я не могу закрыть на это глаза. Но поскольку Кристиночка... Никаких «но». Кристина будет наказана. Так что пошла, взяла тряпку и быстро вытереть эти все твои художества. Сделай один маленький чек и все. Эээ, да? Алло! Я снова не могу дозвониться вашей жене. У меня тут срочная операция. Что? Не понимаю. Говорю, аборт срочный. Скажите жене, что ее переносим на полчаса. Аборт? Никакого аборта! Ты куда? Девушка, мне нужен гинеколог. Неожиданно. Ну, в смысле, у него на пьеме моя жена. Ну, этот, как его, скрочная операция. А, третья дверь. А, благодарю. В смысле, спасибо. А ну, стоять! Стоять! Только попробуй! Только попробуй! Я тебе халат порву! Родная, не делай этого. Мы должны оставить ребенка. Я буду самым лучшим мужем и самым лучшим отцом для нашего ребенка. Простите. Я не понял, что происходит? А вы почему не картавите? Ну, что же вы так переживаете? Это ж просто подавок судьбы. Здоровье есть. Муж тоже. Да вы просто счастливая женщина. О, да. Ладно, я пойду. Спасибо. До свидания. Я опоздал, да? А если ты к психотерапевту, то он до девяти. Скажи, что ты не сделала аборт. Это же наш малыш. Мы с тобой были женаты 17 лет, и ты мог обо мне так подумать. Нет, я просто была на приеме у врача. Значит, мы будем рожать. А давай, если родится мальчик, Димкой назовем. Ты поймешь, в конце концов, что нас с тобой нет. Мы не существуем. Мы с тобой развелись, и точка. Я буду рожать сама. Крис? Передай привет подписчикам. Между прочим, тебя могли отчислить из-за того, что ты написал про химическую. Ну, то есть, Филин убедила маму, что это ты сделал во время линейки. Крис, ну, во-первых, это не мой уровень. А во-вторых, ты прекрасно знаешь, чем я был занят во время линейки. Я знаю. А мама знает? Ничего, что я ее уже так мамой называю? Я зашла в кабинет для того, чтобы рассказать, наверное, с тобой правду, но там Филин залетел и все такое. Крис, ты меня стыдишься? Нет. Тогда, может, нафиг эти отношения, а? Нет. Нет. Ток-ток. Наталья, хочу напомнить, что ты теперь уже сама на сяльника и решаешь, когда тебе идти домой. Я знаю, просто не хочу. Вернее, я хотела немножко освоиться в новом кабинете. А, новоселье. Понимаю. Ну, а как тогда многоуважаемый директор смотрит на то, чтобы усугубить средовым сотрудникам бутылочку сухого белого? Я думаю, что мне вину нельзя. Я, Свет, беременна. Нет, нельзя. Тогда... Ты чего? А от кого? От цветового духа, наверное. Ну, что непонятно, конечно, от Игоря. Что, вернулся забрать кота? Что-то случилось? Что самое интересное, мы с ним хотели завести второго ребенка, а завели ирландского алкодава. Ну, и что ты собираешься делать? Рожать? Я в шоке. Но сегодня, когда ехала в школу, я вот поймала себя на мысли, что высматриваю детский магазин. Да, я буду рожать. Ты чего? Ты такая сильная. Солнышко мое. Нет, давай, уже пора кому-то домой. Поехали, я тебя подвезу. Пошли. Ты тебя еще и подвезешь? Я тебя еще и подвезу. Кстати, твоя мама тоже не торопилась меня знакомить со своей мамой. Но, зная бабушку Лиду, я маму очень понимаю. Папа, а вдруг он меня бросил? Костюш, да не бросил он. Ну, а если бросил, то значит, он тебя не достоин. Лиду. Лизу. Лизу. Стой. Стой. Мы не увидимся больше. Ты не спеши домой. Стой. Мы не увидимся больше. Ты посиди со мной. Слышишь, молчит февраль, как будто ждет чего-то. Слышишь, там в последний раз кто-то обнял кого-то. Глюкоску прокапали. Через полчасика сможете забирать домой. Ну и хорошо. Вы не переживайте. Это обычный обморок. При беременности такое бывает. Что? Вы не знали? Что случилось? Здравствуйте. Крис, все в порядке? Мама, 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 знакомься, это Никита, он мой парень. Крисюш, я хотела бы с тобой поговорить. Да, я встречаюсь с Никитой. Спасибо, что хоть в больнице не устроила мне допрос. Хорошо. Хорошо, давай поговорим о Куксе. Сколько вы с ней встречаетесь? Полгода. Полгода? Я же вчера у тебя в туалете спрашивала. Доча, давай мы впредь договоримся, что ты мне говоришь правду, какой бы она ни была. Мама, знакомься, это Никита, он мой парень. И... Здрасте. В школе виделись. Ты бахилы одел? Иди одень бахилы, бейфренд. Что тебе врач сказал? Как ты себя чувствуешь? Вскакануло давление. Ну, это, видимо, из-за нервного срыва. Наверное, из-за развода. Ты сильно злишься? Нет, не сильно. Не сильно. Потому что я понимаю, что это несерьезно, что таких парней у тебя будет много. Ну, вообще-то, как бы... Кристюш, прости, я знаю, что мы на эти темы с тобой не очень много говорили. Вы с Куксой... Вы с Куксой еще не это, ну, не того? Ну, нет, конечно. Слава богу. Ты знаешь, я с твоим папой, это было мне 23 года. Мама, ты уверена, что я хочу знать подробности? Кстати, некоторые девушки даже до свадьбы, ни-ни... Например, в Индии. Правда, там женится в 14 лет. Нет, это неудачно. Например... Мама, я поняла. Ты себя хорошо чувствуешь? Да, все хорошо. Просто мы с тобой так душевно поговорили. И мне надо пройтись, подумать, понять. Только не опаздывай. Ага. Привет, папуль. Привет. А чего ты не на уроках? Ну, как это? Во-первых, я пришла тебя проведать. А во-вторых, от прогуливания обжи еще никто не умирал. А как ты себя чувствуешь? Нормально. Пап, вынашивать ребенка это чудо, да? Ну, я не знаю, не пробовал. Но, как мне кажется, это большое счастье. А ты маме еще не сказала? Нет. Ну, слушай, ну, тянуть нельзя. А хочешь, я скажу? Мне уже все равно ничего не будет. Нет. Нет, нет, я сама. Я сначала Никите скажу. Да, Никита тоже не знает. Вот и я сначала Никите скажу, потом маме скажу. Только надо придумать, как. Свет, тебе на уроки не пора? Что? Угу. Кто тебя там так наяривает? Один Жан-Жак. Мы с ним неделю назад познакомились в интернете. Неделю назад? Я просто хотела убедиться, что все серьезно. Слушай, Наташ, он такой... Такой. Во-первых, он француз. М-м. Тридцать два года. В восторге от поэзии Рэмбо и белого полусухого. Моя копия. Ну, покажи мне своего Аллена Делона. Сейчас. А можешь волосы поднять? Открывай. Мы уже полгода друг друга терпим. Так что... Ну, в общем, поздравляю. Спасибо. Я тебя поздравляю. Блин, я подарок дома забыла. Ты честно. Да ладно, чего ты. Ты не переживай, главное. Хорошо? Ты и так вчера из-за меня в больницу попала. Ты, кстати, прости, что я давил на тебя с этим знакомством с мамой. Ник, ты помнишь, как месяц назад ты пропустил нашу дату и надул мне шарики из всех презервативов, которые у тебя были? Конечно, помню. Я именно тогда для себя и решил, что больше никогда не провтыкаю ни одну нашу дату. И, короче, я уже обо всем договорился. И сегодня мы с тобой прыгнем с банджи с моста, как ты и хотела. Чего тебе нехорошо? Крис, может, может, воды? Просто, 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 может, в другой раз? Чего? Ты же мне сама два месяца этим прыжком в баки заливаешь. Сегодня же проверочное по-французскому тут пропускать нельзя, точно. Тем более, тем более из-за того, что мама теперь все про нас знает. Любой мой косяк будет восприниматься как твое дурное влияние. Жить буду я. Ну да, выходит, холостяк. Ну, есть пару. Один пес такой маленький, другой, ну, чуточку побольше. Кот еще есть. Ну, такой средний. Алло? Алло? Ни один нормальный хозяин на порог дома тебя не пустит вместе с своим зоопарком. Если он, конечно, не Куклачев. Хотя нет, все правильно. Ни один нормальный не пустит. Да, интересует именно двухкомнатная. Дети есть? Без детей. Хорошо. А животные? И животных никаких нет. Отлично. В таком случае у меня для вас есть прекрасная двухкомнатная квартира. Хорошо. Ребята, извините, но Наташа должна увидеть, что я взрослый, взрослый мужик. Который оправдывается перед животными. Вот, Наталья Владимировна, полюбуйтесь на красавцев. Решили в сентябре масленицу устроить. Чучело, правда, не жгли. Перешли сразу к кулачным боям. Ну, и что вы не поделили? Наталья Владимировна, мы с Муранюком уже все между собой решили. Это хорошо, что вы проблему решили сами. Но зарубите себе на носу, что ни в гимназии, ни в жизни в целом так конфликты не решают. Это ясно? Свободны. И это все? А что вы предлагаете? Их поставить в угол? На гречку? Нафига ты игру покрасишь? Сейчас в Томовку пойдем. А я не хочу кушать. Давайте без меня. Ну все, потеряли подругу. Ты что, думаешь, что мы совсем дурочки? Думаешь, что мы не замечаем? Поведение, аппетит пропал. Ну, может быть, сама нам скажешь. Что? Это. Хорошо. Девочки, я беременна. Божечки, сабожечки. Вообще-то мы думали, что ты скажешь, что ты по уши втюхалась в куксу. Но, знаешь, ничего, эта новость тоже сойдет. Бедная моя, а как же ты теперь будешь жить-то? Ира, не нагнетай, а? Как кукса отреагировал? Никто не знает, кроме вас и папы. Мама не знает? Ага. Крис, так что ты теперь делать-то будешь? Ира! Не знаю, не знаю, не знаю. Думаю, если... Думаю, если я очень аккуратно скажу маме, возможно, я доживу до вечера. СТУК Да-да. Наталья Владимировна, к нам едет ревизор. Вы не переживайте, это просто ознакомительный визит перед началом конкурса. И все. Это на словах он знакомиться едет. Несколько школ погорели во время этих ознакомительных визитов. Как это погорели? Исключили из претендентов на грант. Простите, а вы кто? Нина Птахина. Мама Данила. Ну что, будем разбираться? Мама Данила. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Успокойся ты, немножко приврать, это совсем не сложно Так, значит, я представлю себе, что хозяин квартиры сидел за убийство Здравствуйте, ребята Здравствуйте Ну да, повздорили, бывает То есть вы одобряете, когда в ход пускают кулаки? Я, как директор гимназии, приношу вам свои извинения На каком уроке это произошло? На уроке физкультуры Мама Наталья Владимировна, а можно вас на минутку? Я вижу, вы очень заняты, я потом зайду Нет, ничего, я сейчас, извините, я сейчас подойду Ты как будто чувствовала, что меня нужно спасать Пусть она там тоже пар выпустит На, смотри А чего это ты вдруг? Я просто на самом деле увидела вот и удивилась Удивилась, как круто я рисовала Да, здорово Да, и вот тут вот как-то пустовато получилось, да? Ну, лошадку нарисуй Или бабушку, ей будет приятно Мам, смотри, ты помнишь, что я тебя всю жизнь просила о том, чтобы ты родила мне братика или сестричку? Так, ясно Ясно Тебе отец все рассказал, да? Отец? Причем здесь папа? Кристина, пожалуйста, не придумывай Ну откуда ты бы узнала, что я беременна? А? Откуда? Смотрите, значит, сверху отличные соседи Их дома практически не бывает Внизу живет бывший ВДВшник Он не шумный, если вы не шумны Не, мы не шумны Чистая квартирка, красивая Хорошо, что солнечная сторона Да, да, очень, Тоха Тох, я... Я не могу обманывать Я потом ночью не буду спать А как вас... Да, Кристиш? Юлия Александровна Капец, ты знал и не сказал мне? Я так понимаю, ты поговорила с мамой? Почему ты не сказал мне? Ну, потому что она сказала, что сама тебе расскажет Ну, вы с ней в этом похожи Ну, как она отреагировала на твою новость? Ты когда-нибудь сообщал беременной женщине, что ты беременна, когда она сообщает тебе, что она беременна? Я не смогла Ладно Давай я заеду в гимназию И сам ей все расскажу Мама, а во сколько заканчивает? А нам за это точно ничего не будет Так, не переживай Это все под мою ответственность Страницу же я создал Правильно, я А ты так, переводчик Так, пиши давай Василий Николаевна, извини Мою старую страницу взломали Я теперь на этой Так, у нас французский каким локом? Третьим Третьим, хорошо Там пиши так Кстати, завтра лечу в командировку У меня пересадка в вашем аэропорту Очень хочу Чтобы наш первый поцелуй Пиши, пиши Произошел В зале ожидания Вот, собственно, поэтому проверочное переносится на четверг Ну что, поехали? Проблема решена Никита, она там Прости, Крис Ну что? Никита, она мне там это Вопросы в переписке задает В общем, что мне дальше делать? Так, братан Установка такая Делай, что хочешь Главное, чтобы она план не поменяла, окей? Хорошо Все Понял тебя, братан Ну я рад, что мы теперь с тобой, братаны Да, и я рад тоже Братан, давай, иди домой и береги себя Все, пока Пока Напомни мне потом его отблагодарить, ладно? Ну так что? Ник, я не могу прыгнуть Что, на этот раз тесты по ОБЖ? Я не могу прыгнуть, потому что я прочитала на форуме, что Бенжи очень часто рвется И я же не только за себя переживаю Хорошо, хорошо Все, ничего страшного, забыли про мост Правда? Да, у меня есть план Б Мы с Гришей Долго копили А как на пенсию вышли Полностью себя посвятили ремонту Вот этот тюль нам с Гришей на свадьбу подарили Просите, но я обманул риэлтора Я сказал, что у нас нет домашних животных А у вас собачка или кошечка? Собачка, да И кошечка, и не только Мы, наверное, пойдем Гриша животных очень любил? Ну хорошо Пусть будут Ну прекрасно Правда? Да Прекрасно Вы знаете, иногда люди хуже животных Вот у меня постоялец был дебошир Девок водил Соседи очень жаловались Еле выпроводил Ну насчет этого вы вообще не переживайте Игоря начинается вообще не пьет, не курит Вон телевизор даже смотрит без звука Я очень хотела бы с вашей супругой познакомиться Вы знаете, я после этого холостяка дебошира Только семейные пары беру Физрук недоделанный Ты думаешь, я управа на тебя не найду? Ты чем-то занимаешься, а? Для тебя же драки, это нормально Жень же ты в своем уме Что я в своем уме? Ну прекрати уже Вон снимают уже все Уберите и уберите эту сумасшедшую Прекратите немедленно Как ты ее назвал? Как ты назвал мою жену? Осторожно, у него нож Кого нож? А ты еще кто такой? Старший инспектор Министерства образования Конкретно сейчас инспектирую данную гимназию Аааа, вот вы-то мне и нужны Тут такое творится Так, уважаемая, я вижу, что здесь творится Кстати, как вас зовут? Я... Птахина Нина Сергеевна Нина Сергеевна, я вам обещаю, что просто так этого не оставлю И во всем разберусь А теперь, пожалуйста, идите домой Если что, мы работаем вместе Я котикам лапки держу, а вы... То есть ты им уколы делаешь Ну, если уж врать, так красиво Ну, пусть будет так Чуть не забыла? О, а вот и наша идеальная пара Проходите Так, как вы говорите, познакомились? В метро Ну, на станции метро-университет Я по эскалатору как раз ехала Вниз, да Да, а Игорь наверх Да И вот... Мы ехали друг другу навстречу Глянули друг на друга и... И вот до сих пор смотрим Да Простите, тут следующие на просмотр пришли Послушайте Мне очень нравится ваша квартира И Марине тоже нравится Я обещаю, что мы будем С самыми лучшими квартирантами Вот и хорошо Давайте перевозить вещи Правильно? Вот и чудненько Заполняйте пока А я пока тех пойду провожу Мариночка Мне с Антоном нужно съездить на работу В операцию срочную Котику Вот, ты подкинешь меня? Ну, конечно, подкину, ну, че ты Ты там Заполнишь? За меня У тебя почерк красивый Ладно, я все заполню Спасибо Спасибо, до свидания Вы извините нас за весь этот сыр-бор У нас такого никогда не было Присаживайтесь Я была уверена, что конфликт с родителями улажен Но, видно, недооценила Наташа, ты меня не узнаешь? Юра? Мама дорогая Как время летит Боже мой, тебя не узнать Может, я тебя обниму? Скажи, у нас Вообще шансов нет уже Теперь на победу в конкурсе, да? Ну, скажем так Дракой меня еще ни одна школа не встречала Но шансы у вас есть Мы с тобой что? Зря пять лет в педагогическом учились? А-а-а Да-да-да-да-да Знал бы я, что Ковалевич, это ты Да, было Было дело Было? Люди встречаются Люди женятся Люди разводятся Слушай, давай так Я к тебе не доехал Задержался в другой школе А критерии оценивания для конкурса Я тебе на следующей неделе пришлю Спасибо, Юр Привет, бабулька Привет Какая тебе бабулька? Антон, ты что несешь? Ну, а что? Ты беременна Кристина беременна Прям какой-то фестиваль беременности Что? Ты это Я не то имел ввиду То есть Ладно, короче Пусть Игорь все рассказывает Привет, Наташа А я тебя ищу Игорь, это правда? Кристина беременна? Или это опять очередная шутка Антона? Да Это не шутка Кристина беременна И ты знал? И мне ничего не сказал? Ну, она попросила не говорить Она попросила, а ты с радостью Выполнил ее желание Она что, блин, мороженое у тебя попросила? Ну, ей было страшно признаться тебе Ну, я не виноват, что она со мной откровенна Я о беременности дочерь узнаю Ни от нее, ни от тебя А от Антона Что же ты за человек-то такой, Господи? Прости, Наташа Что же делать? Ну, что-нибудь придумаем А я, я квартиру снял Сам Ты невероятный Молодец Господи Наташа Прости, Тутка И чтоб ноги твоей больше тут не было А что случилось? Все же нормально было Паспорта У вас штамп о разводе И фамилии у нас разные Блин Блин, блин, блин А что это за сюрприз такой, о котором ты молчишь всю дорогу? Сейчас узнаешь Это будет что-то вкусненькое? Лучше Ой И это будет что-то мягенькое и пушистое? Буквально через минуту ты все узнаешь Так, давай, подними ногу Зачем? Давай, давай, давай Ой Так Подними вторую ногу Так, давай Ник, это что? Хорошо Никита Солнце, это сюрприз, который я готовил Не переживай Давай Так Крис, ты чего? Я же сказала, что не прыгну Крис, все нормально Не переживай Сейчас Сейчас я А потом ты сразу за мной Крис, слышишь? Нет Идем Иди сюда, давай Никит Успокойся Крис, с этого моста уже три года все прыгают и пока все живы Ник, нет Давай так Я прыгну, ты увидишь, что это не страшно и за мной Готовы? Я прыгаю Раз Два Три Ник, я беременна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне сейчас не до твоих норовоучений Правда Прости меня За что? За то, что не прислушиваюсь к тебе За то, что Бываю строгой Жесткой Несправедливой Прости меня Я очень хочу уберечь тебя от ошибок От всего плохого, что может с тобой случиться Наверное, тебе надо было быть еще строже Мам, мне очень страшно Я знаю, солнышко Что-нибудь придумаем Субтитры создавал DimaTorzok Извини, доченька Ты говорила о парнях О девушках Нет, я заметила Что в первом классе девочек больше, чем мальчиков И я вижу, что ты занята Я позже зайду Что тебе врач сказал? Как ты себя чувствуешь? Вскакануло давление Ну, это, видимо, из-за нервного срыва Наверное, из-за Развода Мам Мам, ты чего так поздно не спишь? Да тут, слушай, столько наморозило И говядина потекла А ты чего не спишь? Я-то спала, а потом услышала, как кто-то говядину спасает Просто, ты понимаешь, у меня как-то руки не доходили до этого холодильника Просто обычно, когда ты что-то размораживаешь по ночам, я наутро узнаю очень много увлекательных новостей Дочь, я, ну я правда не могла уснуть Ну я уже всех овец пересчитала Ну чего я думаю буду лежать И ты иди, иди спать Иди спать Но ты тоже не засиживайся, надо отдыхать Ну конечно я не буду засиживаться Я сейчас быстренько все вот в холодильник туда соберу И все, иди спать Ну все, давай Иди спать Смотри, ты помнишь, что я тебя всю жизнь просила о том, чтобы ты родила мне братика или сестричку? Привет, бабулька! Какая тебе бабулька? Антон, ты что несешь? Ну а что, ты беременна, Кристина беременна, прям какой-то фестиваль беременности Я о беременности дочерь узнаю ни от нее, ни от тебя, от Антона Ну я не виноват, что она за мной откровенна Ого! Ты же вроде собиралась рожать Как ты так тихо зашла? У меня об этом часто и передумала Этот список не для меня Ну мы так до утра можем с тобой разговаривать загадками Кристина беременна Очень смешно Да ты что? Обалдеть Ну и судя по этой бумаге ты не хочешь, чтобы она рожала? Нет, то есть, да, то есть я не знаю Я не знаю, ей столько предстоит или предстояло Университет, учеба за границей, новые друзья, весь мир Ну, Наташ, ну успокойся Да, я понимаю, твоя маленькая девочка повзрослела немножко быстрее, чем ты ожидала Ну что теперь, не убиваться же, ну Я понимаю, что в такой ситуации нет правильного решения Его просто нет Но я должна его принять Мне, конечно, трудно тебе что-то советовать, но Может быть ты с Кристиной поговоришь? Ну, вдруг она, например, хочет рожать? Нет, нет, никто с ней разговаривать не будет И спрашивать тем более Если ты не заметила, то Кристина в последнее время Слегка легкомысленно относится к своей жизни Поэтому все решения буду принимать я Еще я переспросил, реально ли я беременна? Нет, блин, я просто решила нарисовать две полосочки Что ты собираешься делать? Ну, если мой любимый человек не хочет этого ребенка, то придется… Крис, привет! Можно с тобой поговорить? Ну, попробуй! Ну? Ну, мы это, пойдем чайку попьем, да? Давай, давай, давай! На тебе! Привет с самым обладательным директрисам! Привет, Юр! Я собственно чего звоню? Слушай, мы же по критериям оценивания гимназии так и не поговорили Так что предлагаю тебе наведаться ко мне с ответным визитом Конечно, только давай вечером, хорошо? Хорошо, договорились Пока! Катя? Здравствуйте, Наталья Владимировна Тебя прям не узнать, а где твои красные ногти и зеленые волосы? Ну, почти дипломированный журналист Краковского университета не может выглядеть как леди Гага Кстати, как там поживает наш кабинет английского языка? Идем, я тебе покажу. И не только кабинет английского языка. Ты замечательно выглядишь Спасибо, вы тоже Спасибо Крис, ну, прости, я… Я просто еще никто никогда не говорил о беременности И ты меня прости Я… Я просто очень испугалась Испугалась, что ты меня бросишь Ты чего? Ну, я ведь люблю тебя Как бы ты… Ну, у нас будет малый… Сколько ты здесь двоек получила? Ну, а в целом скажи, ты довольна тем, что ты уехала учиться? Вы шутите? Если бы родители тогда не настояли, я не знаю, что бы я сейчас делала… Может, фруктами на рынке торговала… Катюш, ну, с университетом все понятно… А скажи, а на личном фронте как у тебя? Все хорошо… Живу с парнем… Марок зовут… Мы на параллельных курсах учились… Через год планируем ипотеку взять… Ну, а потом видно будет… Наталья Владимировна… ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Алло… Да, Нат. Привет. Я… Я просто хотел еще раз извиниться… Я сразу должен был сказать о беременности Кристины. Ну, как-то не подумал и… растерялся. Да ладно, я тоже виновата. У меня просто в голову не укладывается то, что она беременна. Понимаешь, нельзя ей позволить ломать свою жизнь. Нельзя. А вы что, уже что-то решили? Да, то есть нет, но я считаю, что нужно прерывать беременность. Игорь, Игорь, не молчи. Наташа, никакого прерывания. Слышишь? Ты не кричи на меня. Ты что, думаешь, мне легко вот все вот это дается? Она должна поступить в Польшу, закончить университет, построить себе карьеру, а потом уже рожать. Понимаешь, потом? Наташа, пусть Кристина рожает. С тобой вообще невозможно разговаривать. Наташа! Кристи! Привет. Пап, а ты что приехал? Да вот решил дочу мороженому угостить. Из кемо, как ты любишь. На, бери. Как в уроке. Вроде пока не нагружает. А самочувствие? Пап, говори, что хотела. Ходишь там около. Кристи, ты уже взрослая девушка, женщина. Да, иногда в жизни случаются непредвиденные случаи. И кажется, что нужно поступить вот так, а не вот так. Самки голубей, например, они иногда съедают своих детенышей. И, возможно, им кажется, что они это делают правильно. Пап, ты зачем мне такое рассказываешь? А ты должна рожать. Спасибо, папа. Я знаю, я буду рожать. Умница. Потому что ни я, ни Никита, ни мама не вправе принимать решения. Только ты. Успокойся. Я знаю. Я все правило сделаю. Ну, как уроки? Да ничего. Ты ж сама знаешь. Пока не нагружают. А как самочувствие? Ма, давай. Сразу к делу. Да, смотри. Мы сейчас заедем с тобой в больницу, сдадим анализы. И врач нас проконсультирует о протекании беременности. Круто. А можно говорить об этом менее траурно? Ну, я просто думала, что у тебя другие планы. Телепосмотреть или Машке корм купить. Мама, ты, ты чего? Мы с тобой две беременяшки. Едем на консультацию. Это и есть самые крутые планы. И мне очень хочется завести страничку в инстаграме. Я знаю, что нельзя. Слушай, давай мы после больницы зайдем и слопаем по бургеру, и еще возьмем большую картошку, намешаем кетчуп с майонезом. Ну, так, как ты любишь. Ого! Мама, а давай мы вечно будем беременны. Ну, что ж, анализы в порядке. Так что ни мама, ни дочка могут ни о чем не беспокоиться. Класс. Надо нику написать. Ну, про себя. Кристюш, иди в машину. Я тебя догоню. Я хочу узнать у доктора, почему у меня так рано начали играть гормоны. Хорошо. Я вас слушаю. Я хотела бы с вами обсудить еще один такой момент. Только, пожалуйста, поймите меня правильно. Кристине всего 16. Она еще школьница. И ее нынешнее положение не самое лучшее для ее будущего. Это точно. Наверное, точно. Вы говорите про ее аборт? Я этого не говорила. По-моему, вы именно это и хотите мне сказать. Да, я… Мы… Мы еще с ней… Не решили… окончательно… Значит так… Аборт можно сделать в первые 12 недель. Но все зависит, опять-таки, от индивидуальных особенностей организма. До конца месяца меня не будет. Но если вы все-таки решите делать вашей дочери аборт, я вас направлю к хорошему специалисту. Вот, записывайте телефон. Как круто! Вы все тут без меня порешали. Давай картошку поедим. Бурый прям… Господи, ты как я вообще могла на это повезти! Кристина! Кристина, давай поговорим. О чем? Ты уже и так все за меня решила. А потом ты удивляешься, что я тебе не доверяю. Ты заишься на меня. И у тебя есть на это право. О, ты мне разрешаешь? Спасибо! Спасибо! Пожалуйста, не ерничай. Выслушай меня. Тебе всего лишь 16. У тебя вся жизнь впереди. И ты успеешь еще родить. Но пока, пока тебе еще рано. Понимаешь, ты должна закончить школу, потом поступить в универ. Студенческие годы – это самое-самое лучшее. Мам, мам, мам! А ты будешь рожать? Конечно, да. Я взрослая женщина. Мне 42. Я сделала карьеру какую. Ты даже не знаешь, как это сложно – воспитывать ребенка. Так дай мне узнать. Ну, почему именно сейчас, а? Я еще в Штаты хочу съездить, поступить в конце концов, посерфить на Бали там, ворать на стадионе в барсе. А не ходить по магазинам и выбирать ползунки под цвет коляски. Если сам боишься сказать, подведи ее к этому. Ну как я это сделал? Смотри, помнишь Настюху, моя бывшая? Такая секси-пекси, с родинкой на груди, вот. Она через месяц встречаний начала выть, мол, хочет мелкого, но ее понять можно, ей три-четыре было. Так вот, я ей подсунул робокуклу. Между прочим, играется до сих пор. Да ну, Макс, у меня эта идея что-то стремает. Ты что, не врубаешься? Кристина нарисовала себе в голове картинки с радугами и единорогами. А робокукла, вот, это полная симуляция настоящего мелкого. Кричит, плачет, постоянно хавать надо давать, подгузники менять. В продвинутых странах школьникам таких кукол дают, чтобы они не разбрасывались, как некоторые, трехочковыми. Не знаю, Макс, я, наверное, еще с матушкой по этому поводу посоветуюсь. Не хочется, конечно, но мне кажется, что она больше шарит в этих вопросах. Войцик, не заставляйте меня подключать юристов. Валерия Михайловна, поймите, у нас всех со штабиком изгорел. Мы уже всю Польшу обзвонили, никто не может помочь. Меня не должно это волновать. Минутку. Ты видишь, я разговариваю, что? Майя, я хочу с тобой кое о чем поговорить. И в этом вопросе только ты мне можешь помочь. Ай, Никита, сколько? Да, мамуль, ну я не об этом. Ой, мамуля, так много надо. На, здесь на все хватит. Ну, не дай бог я узнаю, что ты куда-нибудь вляпался. Тогда ни мотоцикла, ни денег не увидишь. Все, иди, я разговариваю. В Шипрошем, Войцех, на чем я остановилась? Ах, да, я обещала вас засудить. Валерия Михайловна, я только что связался с нашими партнерами в Чехии. Они готовы помочь. А ему не будет больно? Ну что ты, я же мастер прививок. У меня пальцы пианиста, а талант Гиппократа. Ксюш, а можно задать тебе один нескромный вопрос? Ну да, наверное. Отлично, тогда задам его сегодня вечером в ресторане на нашем свидании. Ох, я просто думаю, что ты сейчас задашь. Не-не-не, ну что ты. Меня скромные вопросы на работе не обсуждают. Тем более с такой красоткой, как ты. Ох, хорошо. Ладно. Так, а ты прививку сделаешь или как? Ну да, конечно. Ты где? Ну я поняла, что рядом, рядом, это где? Рядом, это здесь. Это мой тебе подарок в честь беременности. Цвет я бы выбрала другой. Ну вообще круто. Ой, это что? А это ребенок. Ну в смысле кукла. Ну мы же станем скоро родаками, значит надо уже сейчас тренироваться. А это чудо, оно имитирует всю жизнедеятельность малыша. Плачет, там есть просит. Давай, чиз. Ну и в туалет, естественно. Голову. И все это придется самим делать. Круто. Слушай, мне даже кажется, что он на тебя похож, скулы твои. Да. Ну так что? Будем практиковаться. Только вот с домашкой что будем делать? Либо за малышом следить, либо домашкой. Ну тогда я откажусь от домашки. Да. Мишенька, не облизывай игрушки. Бесполезно. Это возраст такой. Сколько вашему? Почти три. О, держитесь. Скоро начнет характер проявлять. Не уговоры, ничего не поможет. Я даже начинала искать экзорциста. И кстати нашла. Крис, тут походу у Глеба это возврат по еде. Ты мой маленький. Ты переел пюрешки, да? Гадость. О, Боже. Да это ничто по сравнению с тем, как он смотрит на тебя, когда сидит на горшочке с книжечкой. В эти моменты забываешь о всех нервах, растяжках на животе. И ты что, ты же ребенок. Он просто срыгнул. Кто тут у нас хочет гулять? Кто тут у нас хочет гулять? А сколько вашему малышу? А мы его только сегодня утром купили. А это он шутит так. Глебушке год. Почти. Крис, а помнишь, ты у меня одну шнягу клянчил, а я все никак не мог достать? Набор сменных сосок? Да нет, ну раньше, гораздо раньше. Ой, Никита. С появлением Глеба у меня из головы все повылетало. Ну ладно. Та-дам! Билеты на Монатика сегодня. А как же ты их достал? Это же был Анриэл. Ну, я хочу, чтобы Глеб Никитович знал, что для его бати нет ничего, Анриэл. Спасибо, спасибо, спасибо. Я, блин, я Лизе свои каблы отдала. Ну ничего, я в кедах пойду. Крис, слышишь, только я что-то про Глеба не подумал. А как мы с ним решим? Наверное, придется вернуть билет. Жалко, конечно. Ну ладно. Нет! Не надо ничего возвращать. Я сейчас что-нибудь придумаю. Походу, на второго свидания не будет. Блин, я и звонил, писал. Даже пытался почтового Голубя отправить. А она ни в какую. Видите ли, я наорал на ребенка в ресторане. Ну она же женщина. Тох, у него в крови материнский инстинкт. А ты сразу дал понять, что детей не любишь. Он мне рубашку водой облил. Ну и что? Как ты, живой? Слушай, Игоряныч, а что если ты ей... Я ей звонить не буду. Даже не впутывай меня. Я тебя очень прошу. Просто она мне тупо нужна, чтобы приехала сюда. Дальше я включу свою харизму. Ну скажи, мол, так, мол, и так, что вашей собачатине там надо пару уколов сделать. Ну пожалуйста, ну один, ну манипусенький звоночек. Ну пожалуйста. Глеб, это не кукла. Это почти живой ребенок. Он просит есть, пить, отрыгивает. Мы с Никитой репетируем будни молодых родителей. И как? Почувствовали? Почувствовали. И мы сегодня хотим пойти на концерт Монатика. И нам нужно, чтобы кто-то с ним посидел. Так возьмите его с собой. Я не могу. Мам, ты же все равно дома будешь сегодня. С чего это? Вы же с Никитой репетируете взрослую жизнь. Так репетируйте, давайте, играйте. Только запомни одну вещь. Вот куклу можно выключить. А вот он не выключается. Папа, ну поп. Ну, зэка, это как-то странно. Ну почему? Блин, вы бы еще столик для передания притащили. Да что вы паритесь из-за этой фигни? Ну, хотя, ну и что, что кукла? Она же как живой ребенок, ну вы что? Ну, и знаете, если никому нет дела до этого малыша, тогда дядя Антон за ним присмотрит. Идем, идем. Не переживайте, я позабочусь о нем. Пока. Вы зазвонили что-то по поводу прививки? Да. А потом Лиза предлагала в кинчик сходить. Ну, правильно, чего. Ребенка сплавили, можно и в загул. Ну, чего ты? Ну, малыш же, когда родится, мы будем оставлять его бабушкам, дедушкам? Или стрёмным коллегам, дедушке. А ты к чему ведешь? Да ни к чему. Просто мы в первый же день отдали ребенка, чтобы попасть на концерт. Ну, как-то это... В общем, мало мы похожи на ответственных родителей. Может, я мать плохая? Может, мне рожать не стоит, а? Крис, я не знаю, но если ты задаешься такими вопросами, то, может быть, ты еще не готова к такой большой ответственности? Я не готова. Это, может быть, ты не готов? Это же ты приволок, тебе билеты. Так, нет, стоп. Билеты это я купил просто для того, чтобы порадовать тебя. А ты бы могла их не брать. Классник. Это наш ребенок. Мэш-наш. А ты сейчас пытаешься просто слиться. На, иди нас выломанать-ка сам. Крис, да... Теперь принц будет самым здоровым щенком. Спасибо. Ты когда освобождаешься? Я, в принципе, уже свободен. Просто вот друзьям пообещал с Глебом посидеть. Да, это кукла, но для меня она как ребенок. Знаешь, забота о детях для меня самая главная в жизни. Да, пап. Зайка, вы приедете за куклой? Она уже пару раз рыгнула на Антона. Можешь ее выключить. Потом заберу. Все в порядке? Ага. Ну, я же слышу, что у меня... Что случилось? Пап, я не хочу становиться мамой. Не говори так. Никита был прав. Мне рано еще рожать ребенка. Я буду плохой матерью. Никита сам не понимает, что говорит. Ты где? Я сейчас приеду. Мам, а мы завтра после больницы заедем поесть бургеров и картошку. Ну, конечно, заедем и бургеров, и картошку, и колу. Все-все, что захочешь, доченька. Игорек, по-моему, рыбка клюнула. Ты мог бы посмотреть? Игорек. Блин. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Блин, ну я сам заставил ее думать, что она будет плохой матерью. А это не так, братан. Она будет шикарной матерью. Да выключите вы, наконец, свою шерманку. Извините. А то сейчас пилицию вызовут. Ну что ж вы, незнакомка прекрасная. Видите, парни грустят. Сейчас погрустим и выключим. Я погрущу, наверное, за углом. Хорошо? Сейчас вернусь. Никита. У тебя хоть мозги есть? Как вы меня нашли? Ты не вопросом на вопрос отвечай, а? Отвечай на вопрос, короче. Я понял. Ты о чем думал? Она любит тебя. И она прислушивается к тебе. Я... Так, так, так. Вы в курсе, что в столь позднее время шуметь нельзя? А тем более распевать. Пройдемте. Пройдемте. Все, мужики, я только подошел. Ребята, вы чего? Знаешь, как я отреагировал, когда узнал, что Аташа беременна Кристиной? Нет. Я сказал, что, наверное, у нас закончился дом Акифер. И пулей вылетел из квартиры. Я тоже сдрефил. А потом, когда я стоял у молочки, то думал, и улыбал. А ей, капец, как страшно, наверное, одной. Я сбежал. Не обнял, не успокоил. А сколько вам тогда было? Двадцать семь. Это и правда странная реакция. Нет. Тело не в возрасте. Так не бывает, что ты проснулся утром и с мыслью. Ну, все. Я готов. Стать отцом. Это всегда неожиданно. Не вовремя. У тебя нет жилья, работы. Но зато вам это самый лучший момент в жизни. Нет, ну, какой из меня отец? Я вон иногда ширинку забываю застегнуть. Я тут... Ребенок. Ну, ты же ведь не один будешь. Рядом Кристина с тобой. Только вместе вы справитесь. А ребенок, он... Ребенок будет любить тебя даже с расстегнутой жильенькой. Э, начальник, а с кем тут потолковать можно, а? А то на улочку охота. Ну, или позвони, позвони, дайте. Все спят, и вы спите. Утром будем решать. Так, еще парочка вопросов, и можем начинать. Хорошо. Сколько у тебя вообще было половых партнеров? Один. Один. В каком возрасте произошел первый половой апт? Ну, если хочешь, я попрошу маму выйти. Нет, все в порядке, да? Да. Это было два месяца назад. Вы тогда начали с папой ругаться, я уехала к Никите. Все хорошо, все хорошо, доченька. Блин, да возьми же эту трубку, ну. Маташа тоже выключена. Я не знаю, ну, надо, надо бежать в клинику. Так, мы сейчас такси вызовем. Да нет у нас времени такси ждать. Я побежал. Никита! Никита! Догоняй! Ты, мама, иди в коридор. Подожди меня. Нет, я... Я останусь, потому что... А вдруг ты водички захочешь попить? Мам, иди. Все в порядке. Я каждый день сталкиваюсь с такими, как ты. И тоже волнуюсь, а? Хоригами меня успокаивает. Обычно я дарю их своим пациенткам. Но если ты передумаешь, то извини, я оставлю его себе. Я уже все решила. Крис, я прошу тебя, не делай этого. Ты будешь самой офигенной мамой. Каждый день одно и то же. Я купил эту робокуклу и эти билеты на концерт только потому, что я сам не готов стать батей. Крис, дедушка, пожалуйста, не делай этого. Пожалуйста, я очень хочу, чтобы ты рожала. Ты, я слабая. Я наговорила тебе столько глупостей, а ты сильная. Я знаю, что будет очень тяжело, но я тебе помогу. Если ты захочешь, ты поедешь учиться. Я сама буду растить наших двух малышей. Я прошу тебя. Я хочу, чтобы они ушли. Извините, Крис. Я сохранила ребенка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дарик, Дарик. Бон, ты вообще понимаешь, кого ты съел? Да снимите же его кто-нибудь, а? Я не хочу умирать. Да вы не волнуйтесь, он не опасен. Да снимите же его кто-нибудь. Ты что делаешь? Отверните, чтобы в глаза не попало. Не надо. Вы мой спаситель. Вообще-то это его паук. Так это Тарик, он не ядовитый. Слушайте, ну давайте мы как-то уладим этот конфликт. Да, у нас есть прекрасные скидки на кастрацию. А вашему котику уже да или нет? Все, я долго термел. Палыч, ну это же сквозняком дверь открыла, и поэтому Тарик из подсобки... Ну конечно, конечно, это сквозняк виноват. Значит так, чтобы до вечера этого зверинца здесь не было. Но я ведь воплачу за содержание его здесь. А мне все равно. Я больше не хочу терять клиентов. Либо ты избавляешься от зверинца, либо уйдешь вместе с ним. И надень халат. Здесь все-таки клиника, а не спа-салон. Привет. Здорово, пацаны. Так. И почему все парни думают, что нас так легко купить? Так, фу. Это макароны для Кристины. Не съешь мне тут все. Ой, да без проблем. Я вообще-то завтракала. Знаю, я твое завтракала. Татьяна Федоровна, поздравляю. Поздравляем, 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 поздравляем. Я тоже присоединяюсь. Доброе утро, Татьяна Федоровна. Я вижу, оно действительно доброе. Да, Светочка, спасибо, дорогая. Желаю вам достичь такого успеха когда-нибудь. Спасибо. О, не гоже заслуженному учителю опаздывать на уроки. Это вам еще можно. Всем привет. Это, если что, не от меня. Да я поняла. Крис, я, конечно, все понимаю, ты обижен, но с едой так нельзя. И только не плачь. Кукса, ты же не дворецкий, чтобы меня встречать у входа. Садись на место. Сейчас сяду. Не сейчас, а сейчас же на место. Ты не видишь, с кем ты разговариваешь? Да вижу я, с кем я разговариваю. Кукса, на место, я сказал. Да иди нафиг. Идите. Да, семь животных. Но они все чистоплотные. Откуда я знаю, кто меня возьмет? Вы же риэлтор. Вы скажите. Игорь Николаевич, я бы вам предложила у себя перекантоваться, но ко мне родственники из Андреевки приехали. Такой дурдом в квартире уже месяц. Ну, мне приятно уже то, что ты готова мне помочь. Спасибо. Игорь Николаевич, танцуйте. Я с ними уже списывалась. Они готовы принять вас со всеми вашими зверушками. И не придется врать, что я ваша жена, они холостяков берут. Да в тебе скрывается талант риэлтора. А сколько это стоит? Десять тысяч. Ну, правда, еще поторговаться можно, кажется. Да-да, если не налоговая, то входите. О, а я как раз на сайте читаю отзыв о твоем пауке. И что, все плохо? Хуже. Я даже не знал, что такие маты существуют. А я в армии служил. Ладно, что хотел? Да я вроде жилье нашел для переезда. Где? В соседской ветеринарке. Да нет, это дом. Там за первый и последний месяц надо заплатить. Только я за передержки вам платил. У меня ничего не осталось. Сколько надо? Двадцать тысяч. Как ты мне дорог! И это в прямом смысле. Спасибо, я обязательно отдал. Конечно, отдашь. Куда ж ты денешься? Спасибо еще раз. Подожди, подожди. А расписочку оставить? Иди нафиг. Иди нафиг сослушанному учителю. Идите. Кукса! Татьяна Федоровна, пожалуйста, успокойтесь. Я понимаю ваше возмущение. Возмущена я была бы, если бы он со мной не поздоровался. Но на нафиг я даже не знаю, как реагировать. Давайте мы опустим эмоции. Кукса, это последнее китайское предупреждение. Еще одна такая выходка, и я буду готовить документы на отчисление. Ты меня понял? Да, понял. Тогда, пожалуйста, попроси прощения у Татьяны Федоровны. Извините. И это все. Извините и не идите нафиг. Вы видели? Тут не китайское предупреждение надо, а японское харакири. Вообще-то японское харакири делают люди, которые хотят убить самих себя. Вы поняли, что я имею в виду? Наталья Владимировна, Куксу надо отчислять. Я понимаю, у него влиятельная мать. Но он нам на голову сел и ножки свесил. Дело не в маме. Поймите, если я сейчас отчислю выпускника, возникнут вопросы. А мы участвуем в конкурсе. И мы под микроскопом у министерства. Послушайте. Ну он же не друга в подворотни послал. А заслуженного учителя на глазах у всех учеников. Я понимаю ваше негодование. Давайте присядем. Давайте мы попробуем быть чуточком мудрее. Хотите, мы можем наказать Куксу на глазах у всех учеников? Пусть убирает весь мусор из территории гимназии. Ладно. Нашему дворнику как раз помощь нужна. Крис. Крис, пожалуйста, давай поговорим. Отпусти меня, или я буду кричать. Ковалевич. Пожалуйста, перестань. Я уже сто раз пожалел о своем поступке. Прости. Прости. Я был придурком. А сейчас ты прям адекватный солдат. Но ты же не даешь мне высказать. Ник Ковалевич. Ник. Ты не просто на чужую грудь посмотрел. Ты чуть не заставил меня сделать поступок, которым бы я жалела всю свою оставшуюся жизнь. Ну, прости, я все осознал. Теперь я понимаю, что ты моя семья. И я люблю тебя. И уже люблю нашего будущего малыша. Это очень красивые слова. Кстати, к слову о словах. У меня сегодня олимпиада по английскому языку. Так что надо повторить future in the past. Так что sorry и goodbye. Крис. Кукса. Я же Кристиночка еще. Он такой помнит. А теперь и она беременная. У меня никогда не возникало сомнений, кто будет вести наши беременности. Главное, чтобы у вас было время. Конечно, Наташенька. Я с радостью. Сделаем тебе базовый пакет, как для постоянных клиентов. И выносим самых крепких карапузов. Спасибо огромное. А вот этот базовый пакет, это сколько? Получается всего 20 тысяч за твоих. А, это введение беременности и... И все. Роды уже будем обсуждать на последнем триместре. Ну, там будет несколько. Другая сумма. Хорошо, я поговорю с Кристиной, и мы будем принимать решения. Наташ, это, конечно, не государственный роддом, это частная клиника. Но для своих я могу сделать скидочку. Это было бы просто прекрасно. Шикарно. Со скидки получается 19 тысяч 300. Ну, это... Это совсем другое дело. Хорошо. Ну, вот, как видите, двор у вас большой. С зверюшком вашим будет где побегать. Ну, меня, в принципе, устраивает. Если вы не против, я бы заехал сегодня. Вот это подход. Вот это понимаю. А то все ходят, что-то мямлят. Походим, посмотрим, подумаем. Как на базаре, честное слово. Вы, видно, человек конкретный. Люблю таких. Я тогда в дом за документами. Да. И карту захватите. А то здесь можно заблудиться. Тогда вы осваивайтесь. Хорошо. Да, Наташ, что-то случилось? Да нет. Вот я встречалась с Ларисой Ивановной. Спасибо, что набрала сразу меня. Здесь, правда, очень здорово. Все такие вежливые, улыбаются, как в американских фильмах. Но немного дороговато получается. Что, не хватает? Да нет, все хватает. Просто здесь у них стопроцентная предоплата. Да, немного не хватает. А сколько, приблизительно? Примерно 20 тысяч. А точнее, 19 300. Но я тебе потом все отдам. Ну, если бы они принимали роды на рынке, конечно, можно было бы и поторговаться. Ладно, тогда пока. Наташа, послушай, это я так просто уточнял. Нет, все хорошо. Все хорошо, я сама справлюсь. Все, пока, пока. Слава Богу, вы не потерялись. Ну что, документы готовы? Будем оформлять, бить по рукам. Да. Я подумаю еще. Если что, я... Я к вам за это. Я к вам за это. Я смотрю, ты решил, что интеллектуальный труд не для тебя? Я же просил вас на час позже приехать. Ну, чего так рано это? Никит, не морочь мне голову. Я и так две встречи перенесла. Давай говори, что ты уже начудил. Ничего я не начудил. Просто тебе там хотят новость рассказать. Хорошую. С трудом верится. Ладно, пошли, только быстрее. Очень хитро. Сдайте работу на полчаса раньше. Я дико извиняюсь, а можно Кристину на минутку? Молодой человек, вы не видите, у нас тут Олимпиада. Я понимаю. Ну, мне буквально на пару секунд. Ладно, пожалуйста. Закройте дверь с той стороны. Вопрос жизни и смерти, ну, поймите. Сдавайте работу и можете решать свои вопросы жизни и смерти. Я никуда не пойду, у меня Олимпиада. Да выйди на пару секунд, ну, правда, надо. Нет. Вам что, неясно сказали? Все. Ну, и? Ну, надо немного подождать. Немного это сколько? Часик, максимум полтора. Да-да. Ку-ку. Игорь, все нормально. Я сама разберусь, правда. Я же понимаю, что такую сумму денег, ну, невозможно найти где-то готовенькими на полочке. Ты не выслушала меня по телефону? Вот. Спасибо. Ой, я, правда, я потом отдам. Нет, ничего не нужно отдавать. Ты меня не понял. Мне просто нужно немножко времени больше. Наташа, перестань, я принес деньги, я искренне хотел помочь и буду помогать тебе и Кристине. В конце концов, мы не чужие люди. Спасибо. Как Олимпиада? А, уже полчаса идет, держим кулачки? Да. Я пошел. Пока. Иди, спасибо. Ты хоть знаешь, сколько стоит минута моего времени? Знаю, ты часами можешь есть своих грабанов со своими заказчиками, а уделить немного времени своему сыну не можешь. Никита, с меня хватит. Мама. Ты совсем уже? Спокойно. Спокойно. Крис! Март! Знакомься, это моя девушка Кристина. Я ее очень люблю. Это ж надо было такое учудить. Кукса, я тебя предупреждала? Предупреждали. Я готовлю документы на отчисление. Нет, нет, мамочка, ну ты что? Ты что, он же не специальный, а это ведь случайно получилось. И завуча послать тоже случайно получилось? Да. Да? Да. А ты в курсе, что всех наших участников сняли с Олимпиады? Всех. Кристина и тебя в том числе. Из-за него. Но зато он меня с мамой познакомил. Знакомься, это моя девушка Кристина. И я ее очень люблю. Здравствуйте. Добрый день. Это все? Да, все. Я хотел тебя познакомить с человеком, которого очень люблю. И с которым у нас все серьезно. Заранее, извините. Но впредь, пожалуйста, не нужно меня знакомить с каждой своей девушкой. А их больше не будет. Я люблю Кристину, и это у нас с ней на всю жизнь. Ну-ну. Кстати, я Сергей. Очень приятно. Сережа, мы опаздываем. Теперь ты видишь, что я серьезно настроен. Я ради тебя даже кнопку пожарной безопасности нажал. Это, конечно, все очень романтично. Но за срыв Олимпиады ответить придется. Кристина, ау! Ау! Это была районная Олимпиада. Без нее ты не попадаешь на городскую, областную, международную. И поэтому ты можешь помахать ручкой обучению в Польше. Ну, может быть, она сама сможет поступить без всяких там Олимпиад. Может, может. Но в ее интересном положении это был отличный шанс не ехать на вступительный в Краков с ребенком на руках. Поэтому, Кукса, можешь звонить маме. Пусть она подыскивает другую школу. Или ты можешь ей позвонить. Ведь вы же уже знакомы. Наталья Владимировна, ну дайте мне еще один шанс, а? Я могу мусор опять поубирать. Нет. Знаешь, в данном случае я даже рад, что мама трубку не берет. Не очень сейчас хочется получать люлей. А мне не очень хочется, чтобы тебя отчислили. Да ладно тебе. Буду учиться в другой школе. Подумаешь? Встречаться будем по скайпу, да? Сейчас. Татьяна Федоровна! Да, Кристина. Заранее очень и очень прошу вас прощения. Оформим ее без ледокаина. Маленькая скидочка в честь последнего моего дня работы. А вы уходите? Да, приходится. Вы только хомкетинг говорите. Жалко. Это Игорь Николаевич шутит. Маркетинговый ход. Ну, чтобы вы сегодня еще раз пришли. Хитро. Тогда я куплю еще одну свинку и приду. Потому что вы ветеринар от бога. Правда, правда. До свидания. Всего доброго. До свидания. И до встречи. Где-нибудь в переходе. Антон, а можешь принести мороженого и салфеток? Я скачаю у хатика. Посидим, поплачем с Игорем Николаевичем. Марин, кстати, вот впервые я соглашусь с этой дамочкой. Хора свою жизнь хоронить. Ну, правда. Ситуация же не безвыходная. Да. Никто не просит тебя выгонять твоих любимцев на улицу. Просто раздай их там, я не знаю, детям, бабушкам, там, бездомным. Тоха, а напомни. Друзья только советы дают или еще помогают? Что у нас там дальше? Кастация или УЗИ? Игорь Николаевич, вы только не злитесь, но... Может быть, мы и правда попробуем раздать ваших животных? У нашей клиники отличный форум. Там проверенная хозяева. У вас, по сути, нет выбора. Только кастрация. Что только кастрация? Через 15 минут придут кастрировать персы, и на сегодня все. Ага. Хорошо. Идите, пожалуйста, нафиг! На душу какая вешливая, а? Заслуженного учителя дважды за сегодня послали. Мне кажется, наша гимназия превращается в ПТУ. Татьяна Федоровна, вы меня извините. Я не хотела вас посылать, и я больше так не буду. А больше и не надо. Татьяна Федоровна, я приношу вам свои глубочайшие извинения. И обещаю, что виновники будут наказаны. Очень надеюсь, что вы предпримите меры. И еще раз вас поздравляю с получением звания заслуженного учителя. Спасибо. И мы тоже вас поздравляем, и вообще всего хорошего вам. Ты что, вообще обалдела? Ма, я не хотела никого посылать. Но если ты отчисляешь Куксу, то отчисляй меня тоже. Никита будет отчислен за то, что он сорвал Олимпиаду. А, то есть тебе мало, да? А, хорошо. Завтра открытый урок у первого А. Пойду и его сорву. Ну что? Кто-нибудь приходил? Нет. Нет. А ты чего, домой не едешь? Ну, вы когда-нибудь слышали лекцию о пользе сырых грибов и сельдерея? Пять часов подряд. Нет. Ну, тогда не спрашивайте у меня, почему я не спешу домой. Я, правда, очень люблю своих родственников. Но только издалека. Здрасте. А я за сарделькой. В смысле, корки. Добрый вечер. Игорь, чем вы будете купать габану? Каким-то шампунем для кошек. А что вы будете делать, если у Саныча обнаружите рихофитии? Обычный решай. Я буду использовать противогрибковый препарат на йоде. А вы где работаете? Я фрилансер. Помимо основной работы кинологом, я волонтер в приюте для бездомных животных. Да вы просто какой-то собачий супермен. Сама судьба вас к нам привела. Блин. Мама написала. Забирает Саныча к себе в село. Сначала не хотела, а теперь захотела. Жалко. Извините, Алексей. Ну что ж, до свидания. Да. До свидания. До свидания. Что? Мама написала? Серьезно? Игорь Николаевич, вы их не предаете. У вас просто нет выхода. Они это понимают. Извини, что иногда я тебя называл плохим псом. Ты самый лучший дружище. Ладно, идите. Идите. Идем. Стойте. Идите. Привет. Прости, что так поздно звонил. Ну, мне пока не 75, поэтому еще не сплю. Что-то случилось? Да. Я хотела посоветоваться насчет отчисления выпускника. А. Вижу. Весело у тебя начался год. Да уж. Я переживаю за репутацию нашей гимназии. Ну, предлагаю встретиться завтра на кофе и обсудить этот вопрос. Думаю, что это будет уже поздно. Поэтому я и тебе и звоню сейчас. Да? Ну, тогда советую пока никого не отчислять. Просто переведи на домашнее обучение и все. Я так и сделаю. Спасибо. Да, еще. Хватит торчать на работе. Иди домой. Хорошо, иду. Это, конечно. КОНЕЦ Блин, ма, ты чего меня не разбудила? Надеюсь, мне за это нафиг не надо идти? Не начинай! Подожди меня, я быстро соберусь! Добрый день! Проходите, Ирина Игоревна. Кристина! Блин, надеть нечего! Кристина! Кристина! Очень приятно, Ирина Игоревна. Здрасте. Ирина Игоревна, вот у нас кухня. Там комната Кристины, так что располагайтесь. Блин, это очень здорово. Я ей давно говорила, что это экономит время. Но единственное, что когда будете убирать под кроватью, там очень аккуратно гвоздь торчит. С манерами у нас не очень. Ирина Игоревна работала в нашей гимназии раньше, а теперь она твой учитель алгебры и геометрии. Через два часа у тебя биология, Валерия Степановна, ты знаешь. Блин, мама, это очень не смешно. Ну, во всяком случае, никого не отчислили? Да ты... Кстати, урок истории у нас завтра. Полевать! Музыка. 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 Твою ж мать! Значит, нужно еще раз пересмотреть видео с камер наблюдения. Кому вообще нужен робот в виде ребенка? Если бы мне нужен был робот, я бы взял уже взрослого. Сереж, ты как вчера родился. Эту куклу придумали лет 20 назад в Америке, чтобы подростки в полном объеме могли на себе ощутить... Что такое иметь ребенка? Мам, знакомься, это моя девушка Кристина. И я ее очень люблю. Здравствуйте. Ах, ты же маленькая дрянь. Музыка. Привет, мама. Что, кто-то умер, что ли? А должен был? Ну, не знаю. Ты приехала в гимназию посреди рабочего дня. Сама. Все живы-здоровы. Просто ты едешь учиться в Мюнхен. А документы я из гимназии позже заберу. Стоп, стоп. Мюнхен? Сфига ли? Это твоя девочка Юля. Кристина. Да, она беременна. С чего ты взяла? Спасибо, Серега. Ну, беременна и что? Сынок, а ты слышал такие истории, когда вот такие вот Кристины специально ложатся под обеспеченных мальчиков? Она не такая, ясно? Конечно. Конечно. Ты же думаешь, что это может произойти с кем угодно, только не с тобой. Сынок, схема-то простая. Девочка залетает и начинает качать деньги с лоха. Ага, я теперь лох, да? Ну, спасибо. Да, мам, мы не планировали этого ребенка. Но Кристина любит меня, а я люблю Кристину. Любишь? Да. Мальчик мой, где любовь, а где твои 16 лет? Не смеши меня. Ежу понятно, что это афера Кристины или ее матери, неважно. То есть ты думаешь, что директор гимназии или ее дочь могут опуститься до такого уровня? Это Кристина, она дочь директрисы? Теперь зима нет. Никита, я лишила эту Ковалевич финансирования гимназии. Тебе самому никакой вывод не напрашивается? Да хватит судить всех по себе. Пока, Серег. Эх, мой слюнявый друг. Да я знаю, я сам не хочу уходить. Но лучше уйти самому, чем увольнение в трудовой. Привет. Янков раздала бы с удовольствием. Причем в любые руки. Доброе утро. Доброе утро. Так, и как это понимать? Ладно, фиг с тобой, живьи. Я всю ночь не спал, думал, какой я буду говнодруг, если не приму тебя. Так что это, welcome. Что, серьезно? Ну да, я с мамой поговорил, она не против. Только, черт, и больше никого не заводишь. Молодец, Антош. Вот это, я понимаю, настоящая дружба. А теперь, увозите свой зверинец и марш на работу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Я, если что, персональные родительские собрания не провожу. Ну, значит, сделайте исключение. Вы знаете, я не вчера родилась и понимаю, в какую игру вы играете. Вот прям очень хочу понять, что вы хотите сказать, но увы. Сколько вы хотите. Сколько чего? Сколько денег вам нужно, чтобы вы и ваша дочь наконец оставили моего Никиту в покое, и мы забыли об этой истории с беременностью? Вы... Что? Я предлагаю доллары. Валерия Михайловна, история с беременностью, как вы только что выразились, о ней вы можете забыть прямо с этого момента. Этот ребенок не ваша забота. Здесь 10 тысяч. Нам от вас ничего не надо. Нам от вас ничего не надо, говорят, когда сумма не устраивает. Хотя подложить свою дочь под мажора дорогого стоит. Это я... Это я подложила. Ты что, совсем уже охренела? Забрала свои деньги и пошла отсюда вон! Ваша жадность однажды вас погубит. Вон! Да, одна. Мам, что за допрос? Нет. Мам, нет. Это не в дверь звонят. Это у меня телефон пищит. Почему? Почему? Потому что разряжается. Репетитор по поцелуям прибыл. Ну какой Никита? Это паранойя пришла. Только не ко мне, а к тебе. Короче, мам, давай созвонимся, а потом целуем. Удачи в району. Ты больной что ли? Мы же договорились с тобой. Ты сначала пишешь, потом я открываю. А если б мама дома была? Ну извини, что я соскучился. Пройти можно? Можно. Ты мне прости, я не хотела ругаться. Да ничего, просто... Просто у меня ощущение какого-то... Дежавел. Да, именно. Опять эти прятки от твоей мамы. Ник. Никитушка, ну ты же понимаешь, что я сама от этого не в восторге. Ну ты-то так же знаешь, как мама злится на тебя за срыв Олимпиады. Да ладно, ничего же страшного не произошло. Просто романтический порыв. Для тебя ничего. А у нее из-за этого проблема в райной. И все идет к тому, что гимназию исключат из конкурса на грант. Да, фигу вышло. Ладно. Ты куда? За мной косяк. Значит, мне исправлять. Ой-ой-ой, Никита! Только не сделай, пожалуйста, хуже, чем уже сейчас есть. Да ладно. Все будет нормально. Ой, блин. Уважаемые люди, почему-то вынуждены немыслимо. О! Простите меня за опоздание. Наталья Владимировна, ну мы вроде бы в одном часовом поясе. У меня был очень важный разговор с одной из родительниц. Слава богу. А то уж, знаете ли, мы подумали, что опять пожарная тревога. Или потоп. Или саранча. Так, достаточно. Давайте начнем. Мы сегодня здесь собрались по важному поводу. Неприятный инцидент во время проведения районной олимпиады по английскому языку. В гимназии номер 4. Наталья Владимировна, вам слово. Маруся! Маруся, я подсчитал, что ты в год дракона родилась. Вот решил тебе дракона подарить. Пожалуйста, помогите его отшить. Марусь, дверь заклинила. Я сейчас подтолкну. Маруся! Здравствуйте. Ой, я вас отвлекаю. Я помешал. Да, помешали. Юля, этот молодой человек ваш знакомый? Вы, наверное, перепутали Марину с ее сестрой Юлей. Близнецом. Я узнавал. Вроде бы у Марины нет сестры. Так нас со школы еще путают? Поразительное сходство. Да, ну что, все, разобрались. Теперь, пожалуйста, покиньте кабинет. Да, да. Нам нужно оперировать черепаху. Я в коридоре подожду. Не ждите! Операция длительная. Мы будем черепахе сейчас панцирь пересаживать. Наталья Владимировна, в числе участников Олимпиады от вашей гимназии была также и ваша дочь. А какое это имеет отношение к делу? Самое непосредственное. Моделируем ситуацию. Ваша девочка понимает, что подготовилась так себе. Что делать? И тут на помощь приходит одноклассник, который легким движением руки срывает всю Олимпиаду. Это просто исключено. Если бы моя дочь не была готова к Олимпиаде, я бы сама ее не пустила. А почему ученик Кукса включил пожарную тревогу? Возможно, это банальное хулиганство. Такие номера он иногда выдавал. О-о-о! Секундочку, если я правильно вас понял, и этот инцидент уже с Куксой происходил неоднократно, тогда почему он до сих пор не отчислен? Решать вопросы таким образом, это не в моих правилах. Серьезно? Да. Знаете ли, а я полагаю, дело в другом. Конкурс от министерства. И победа в нем, это, простите, деньги. Да, они малые. А Наталья Владимировна прекрасно осознает, что отчисление ученика из выпускного класса скверно скажется на шансах школы. Давайте вернемся к нашей главной теме, к сорванной Олимпиаде. Я считаю, что она должна быть проведена повторно. Ну, конечно, должна. Это понятно. Нужно найти площадку для проведения. Конструктивное предложение будут? Я вот хочу предложить, чтобы мы провели тур сорванной Олимпиады именно в нашей гимназии. Тут более уместен вопрос, стоит ли вообще давать право вашей гимназии участвовать в этой Олимпиаде? Давайте проголошуем. Кто за отстранение гимназии номер 4 от участия в районной Олимпиаде по английскому языку? Ну что ж, решение принято. Гимназия номер 4 отстранена от участия в Олимпиаде. Но, но продолжит борьбу за получение гранта. Я считаю, это справедливо. Это полумер, Ефим Андреевич. Завтра я сообщу, где пройдет повторная Олимпиада. Всем спасибо. Собрание окончено. Хорошего дня всем. Здравствуйте. Извините. Простите, что я без стука. Кукса, лучше молчи. Кукса? Это же тот самый Кукса. Если вы не возражаете, давайте послушаем версию этого молодого человека по поводу пожара. Да, любопытно. Давайте послушаем. Любопытно. Значит, что, я шел по коридору и смотрю, там стоит этот автомат, который шоколадки выдает. Ну, а он, знаете, дымится как-то. Ну, я и отреагировал. Наталья Владимировна, а вот эти автоматы вы сами устанавливали? Нет, у нас есть договор с фирмой. А были проверки пожаробезопасности? Ну, конечно, у нас все задокументировано. Ну, что ж, тогда либо машина совершила акт самосожжения, либо, господин Кукса, вы нам нагло лжете. Лично я склоняюсь ко второму варианту. Да вы что, я вам отвечаю, что вот это акт самосожжения? Конечно, если Кукса отвечает, тогда так и было, да. Ну, что ж, друзья, я полагаю, нам следует Куксу наградить. То есть? Либо всем вместе написать коллективное письмо в министерство с требованием отстранить четвертую гимназию от участия в конкурсе. Вот это правильно. Да, нужно написать письмо. Да, друзья. Наталья Владимировна, Наталья Владимировна, ну, подождите. Ну, подождите, пожалуйста. Наталья Владимировна. Ну... Ты хоть понимаешь, в каком свете ты меня выставил? Я ведь хотел как лучше. Вообще, ты на что рассчитывал, а? Это же техника, с ней такое случается. Ну, она постоянно ломается. Кто это будет проверять? Кукса, или ты специально мне вредишь, или ты какой-то, какой-то неисправимый болван. Вот зря я тебя раньше не отчислила. Тогда не было бы проблем ни у Кристины, ни у меня, ни у гимназии. А вы еще не ушли, да? Я просто хотел с вами поговорить о сестре. Она не отвечает мне в соцсетях, а ее нового номера телефона у меня нет. Вы могли бы дать его? Вы знаете, в это сложно поверить, но мы с сестрой не общаемся. Уже пять лет. Марина просто перестала отвечать на сообщения, и... Типичная Марина. У нас с ней сейчас похожая ситуация. А вы... Вы домой? Я могу провести? Юля, я закончил. Если что, можем идти домой. О, а вы еще не ушли? Уже ухожу. Да. Спасибо, что снова меня выручили. Да это было... Не сложно. Ну, сейчас да, но мы же не знаем, как будет в следующий раз. А ты думаешь, он вернется? Он за полдня узнал, где я живу и работаю. Я не удивлюсь, если он уже разговаривал с моей первой учительницей. Ну, если он... опять появится, то я сделаю так, что он окончательно от тебя отстанет. Не переживай. Спасибо. Подождите, а вам же к Антону в другую сторону. Я знаю. Я отведу тебя на безопасное расстояние, а то вдруг он еще раз вернется. Блин. Ну, вот чего я такой дебил, а? Я теперь Крису вижу только через ее труп. Это она тебе сама сказала? Да нет, она в глазах как-то читалась. Слушай, а что, если к тебе очередная тупая мысль? Да говори уже. Ну, что, если этот автомат, он возьмет и загорится, а? Сам. Ну, я ведь могу и не врать. Ну, что, это техника с ней постоянно такое происходит? Даже телефоны в самолете взрываются. М? Слушай, а не такая тупая это уже идея? Маленькое, крохотное, короткое замыкание. Давай. Шокер. Автомат загорится сам при свидетелях. И тогда никто уже не скажет, что ты это выдумал. Алло, Татьяна Федоровна, что случилось? Короткое замыкание. Классика. Классика. Это Шопен. А это без пяти минут катастрофа. Я всегда была против установки этих автоматов. Нужно, чтобы это увидел Ефим Андреевич и другие наши обвинители. Татьяна Федоровна. Привет. Здрасте. Рада тебя видеть, Кристина. Странно как-то. Я просто думала, что вы были не очень рады со мной познакомиться. Ну, если бы мне сказали, что у вас с моим сыном не рядовой школьный романчик, а, ну, более зрелые отношения, конечно, я бы реагировала по-другому. О, а вам кто рассказал? Никита. Никита сказал. Никита. Да. Я зайду. Да. Пожарная сигнализация сработала в 2.03, ну, а в 2.25 мы прибыли на место. Ну-с, господа, вынужден признать, что мы зря сомневались в правдивости слов молодого человека. Ведь, если разобраться, Кукса ваш герой. Пожар мог случиться во время Олимпиады, когда в помещении было полно детишек. Да ладно, на моем месте так любой бы поступил. Знаете, таких совпадений не бывает. И Куксу вашего нужно не награждать, а обвинить в поджоге. Но вы же слышали, что сказал пожарный? А совпадений не бывает, извините, это не аргумент. Ах, вот так, да? Простите. Да. Что? Не может быть. Что, все три? Как это произошло? Ну, так разбирайтесь. А что случилось? У меня в лицее загорелось три точно таких же автомата, простите. я действительно желаю тебе добра. И поэтому мое желание помочь, оно вполне естественно. Ну, конечно. Вы же тоже бабушка. детка, я решила поддержать тебя. А наша медицина бесплатная, она же самая дорогая в мире. вот, и я решила поддержать тебя. Это что, деньги? Не надо. Это не тебе, это твоему будущему ребенку. Спасибо вам большое. Вообще не стоит. Это вообще мелочи, это, я не знаю, бумажки. А давай никому не будем говорить о нашей с тобой встрече и о деньгах. Ну, там, ни Никите, ни родителям. Хорошо? Ну, пока, пока. С твоей мамой как-то у нас, не знаю, до сих пор не можем найти общий язык. А Никита, ты же знаешь, какой он упертый. Он наверняка от них откажется хотя бы только потому, что, что это я помогаю. Я вас понимаю. Анечка, ну, может, может, ты спрячь эти деньги. Уйдем. Ну, чтобы они там на виду не были, да? А ну? Ну, смотри, хотя бы даже и сюда. И будешь потихонечку брать на свои нужды. Тоже варик. Ага. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Можно на ты? Ну, вы тут так часто бываете, что, наверное, можно. Супер. Вот. Дело в том, что после вчерашней нашей встречи с тобой я долго думал и понял одну вещь. Бог заплатил мне за все мои мучения с Мариной и в твоем лице я обрел лучшую ее версию. Ты к чему клонишь? Юль, Марина какой-то замкнутый и злой человек, а ты другая. Мне удивительно, что вы с ней в ссоре, потому что ты добрая, чуткая, при этом такая же красивая, как она. И мне кажется, что я в тебя... Слушай, дружище, оставь ее в покое, а? Почему это? Мне Юля нравится и я ей симпатичен. Мы два одиноких человека, нету никаких причин... Там вообще-то есть. Офигеть! Кричали гости! Дело в том, что мы с Юлей обручены. Мне очень жаль. В смысле, я рад за вас. Да. Совет вам? Да, да. Да, любовь. Да. Ты думаешь, я не понимаю, что это все твоих рук дело? Ну, сейчас-то это какое имеет значение? А, тебе кажется, что ты герой, что ты вытащил гимназию из безнадежного положения, но она там оказалась из-за тебя. Ну, да. Да, я ошибся. Но я же человек. А людям свойственно ошибаться. Да, свойственно. Но кому-то чаще обычного. Ты не можешь принимать взвешенные решения. Не можешь. Зато я могу решить буквально любую проблему. Да, особенно, если ты ее создал сам. Никита, пойми, я ни за кого так не переживаю, как за свою дочь. И я, как мама, я волнуюсь за нее, когда рядом с ней ты. То ты срываешь Олимпиаду, то ты поджог организовываешь. Я же это все сделал ради вас. Нет, ты ничего не понимаешь. Ты не меняешься, Кукса. Если ты действительно в состоянии осознавать свои поступки, ты поймешь, что я права. И Кристину оставишь в покое. Мам, какие деньги? Десять тысяч долларов, сынок. Даже не торгуясь. А в замену попросила бросить тебя. Что попросила? Ты, конечно, извини, что пришлось действовать таким методом, но результат налицо. Она не любит тебя. Ты проверь ее шкатулку с совами на комоде. Минька, у тебя все в порядке? Да, просто... Обними меня тогда. Я белье развешу и сразу к тебе. Я белью. Давай. Минька, Ника, это правда то, что там с автоматами случилось? Кристина? Кристина, доченька, что с тобой? Зачем он так со мной? Мама! Походу, я нифига не разбираюсь в людях. Не звони и не ищи меня. Это конец. Ты поймешь, что я права. И Кристину оставишь в покое. Кристина, доченька. Доброе утро. Доброе, счастливое утро. Доброе утро. Это случайно не крепостной, Лера Михайловна? Он самый. Заехал забрать документы. Боже, какое облегчение. Я как будто бросила курить, хотя никогда и не курила. Секундочку. Какие документы? Куксы. Мучителя нашего. Так что поздравляю вас. Все самое худшее позади. Что касается учебников по физике, то ими обеспечены уже все ученики. И еще мы нашли хорошего компьютерщика. Компьютерщика? В смысле учитель информатики? Ну да, я и говорю, компьютерщика. Я очень рада, что к встрече с Юрием Андреевичем мы подходим во все оружие. Это еще не все. Я подготовила видеокассету с записями нашего театрального кружка. На войне все методы хороши. Вот, 28-я гимназия. На каждом шагу трубит о своем Антоне из кулинарного шоу. А мальчик не мог даже салат Оливье нарезать. Здравствуй, Кристиночка. Рада твоему возвращению. Здравствуйте, Татьяна Федоровна. И извините меня, пожалуйста, за нафиг. Я вас обидеть не хотела. Спать постоянно хочется. Ну, такое бывает. Оно скоро пройдет. Это нормально. А так у тебя ничего не болит? Никита в школу не пришел. Ладно, ты все равно рано или поздно узнаешь. Кристиош, Никита перевелся в другую школу. Что? Куда? В Мюнхен. Ну, у нас же все было хорошо. Он же не мог меня просто так бросить. Зайка моя, солнышко, ты только не нервничай. Тебе нельзя. Понимаешь, просто Никита доказал в очередной раз свою безответственность. А тебе есть, тебе есть о ком думать. Тебе есть о ком переживать. Понимаешь, кроме него. Папа тоже так поступал? Ну, папа. Папа, конечно, не сбегал, как он, но он делал свои безответственные поступки. Например? Он обещал мне никогда не ставить на первое место свою работу. И вроде бы он старался, я ему верила. Но когда он куда-то мчится за город, в какое-то село, чтобы почистить пищевод корове, забывая о моем дне рождения, это ужасно было. Это так было больно. В какой-то момент ты перестаешь верить словам. Потому что главное не то, что человек говорит, а что он делает. Ну, в общем, это наши с ним, как вы говорите, терки. Вот теперь я всегда в походах ученикам говорю, что, ребята, пять метров между палаткой и огнем – это очень мало. Это катастрофически мало. Ой, я давно уже так не смеялась. Слушай, мне в министерство пора. На совещание. Подожди, но мы же не успели с тобой обсудить важные вопросы. Ну, ничего. Будет повод увидеться снова. Только давай, Юр, давай мы вот в следующий раз без карамельного суфле и фраппе, хорошо? Хорошо. Тирамису, так тирамису. Нет, давай лучше в директорском кабинете. Ну, для этого у меня есть 28-я гимназия. Юр, я серьезно. Я тоже. Все. Мне пора. Я наберу. Понимаешь, это не выглядело как деловая встреча. Мы как будто были на свидании. Давно я не чувствовала боль в пояснице. Ну, и чего в этом плохого? Что, боль в пояснице? Наташа, я о Юре говорю. Он интересный мужчина. В статусе. Насколько я поняла по твоим рассказам, внимательный, без явных недостатков. Или у тебя перезабыток мужского внимания? Нет, конечно. Беременные разведенки с тянущей болью пользуются огромной популярностью. Так, не надо так сразу ставить на себе крест. Кстати, я очень переживаю, как отреагирует на это Кристина. Кристина. Вот здесь стоп. Тебя куда несет? Мужчина просто пригласил тебя на деловую встречу. Провел ее в неформальной, допустим, обстановке. А ты уже всю жизнь придумала. Так, а ну-ка, рассказывай. Как будут звать ваших внуков? Вот, Светка, ты хихикаешь? А вот правда, мне кажется, что он смотрит на меня не как на директора гимназии. Ключевое слово здесь кажется. Давай сделаем так. Ты с ним еще раз встретишься? И если он посередине этой встречи начнет раздеваться и гладить себя... Света. Вот тогда приходи, и мы с тобой все обсудим. Не его голый торс, а его недостойное поведение. Я так объелась, что чувствую себя огромным сырником. Мам, пожалуйста, не надо пытаться меня развеселить. Все нормально. Крестюш, я была после проблем в району на взводе. И как бы так сказать... В общем, я Никите дала понять, что он плохо на тебя влияет. Что он вообще очень сильно безответственен. И, возможно, из-за этого он улетел в Мюнхен. Что именно ты ему сказала? Он плохо на тебя влияет. Я хотела как... Ты хотела как лучше было. Я знаю, мам. Можно, пожалуйста, я побуду одна? Наташа, как у тебя с Юрой амурные дела как? Нет никаких амурных дел. Так, все понятно. Начались перемены настроения. Да, не в этом дело. Я вчера вечером Кристину сказала, что из-за меня Никита уехал. А сегодня все утро она не проронила, она восполняла. Ну, понятно, почему ее в школе нет. В смысле нет. Мы с ней вместе приехали. Девочки, привет. А где Кристина? Мы не знаем. Точно? А так, может, она к алгебре не подготовилась? И поэтому на французский не перешла? Ну, мы вообще-то правда не знаем, где она. Мы, между прочим, звонили, а она трубку не берет. Да. Что-то на Кристину не похоже. Нам на физику пора. Ну, что? Точно отключу. Что-то не темнят. Да, Наташ. Скажи, что Кристина у тебя. Нет. В школе ее тоже нет. Никто не знает, где она. И телефон выключен. Я понял. Я... Давай тогда встретимся дома. У тебя. Да, хорошо. Нет, я не хочу. Скажи, если меня будут спрашивать, что я уехала в району. А если из району будут спрашивать? Скажи, что в облано. А если из облано? Я поняла, что я не придумала. Я понимаю, что детская больница, но, может, по скорой поступала? Нет? Спасибо большое. Я больнице обзвонил. Нету ее. Что с лицом? Я зашла на ее страницу. Смотри, какой у нее статус. Когда любишь, жизнь наполнена смыслом. Без любви смысл жизни теряется. Да. Она девочка, она беременная. У нее неразделенная любовь. Может случиться все, что угодно. Еще она такой статус написала. Да, но по статистике такие пропажи находятся сами по себе вечером. Вы обязаны принять заявление? Да. Вот принимайте и ищите человека. Мы-то искать будем. Но, поверьте, она сама найдется. Юр, прости. У меня сейчас не до учебных планов. У меня Кристина пропала. На сегодня. В школе ее не было. Никто не знает, где она. Телефон не отвечает. Да. А вдруг получится. Спасибо тебе большое. Это из министерства знакомый один. Он сказал, что прозвонит там свои связи. Хорошо. Сейчас любая помощь важна. Любая помощь. Чем обязана такому визиту? Кристина пропала. Вы когда в здание заходили, что на табличке было написано? В смысле? Ну, бизнес-центр Примитей. Ну, то есть, ни полиция, ни детективное агентство. Мы в полиции были, они взяли у нас заявление и на этом все закончилось. Это понятно. А от меня вы чего хотите? Валерия Михайловна, если вы захотите кого-нибудь найти, это произойдет гораздо быстрее, чем в полиции. Если захочу. Вы же тоже мать. Зачем нам вспоминать наши с вами ссоры? Речь идет о ребенке. А вдруг с ней что-нибудь случилось? Так, ничего с ней не случилось. А если случилось? А если она где-то сейчас едет в какой-нибудь электричке, куда-нибудь, в каком-то направлении, или идет лесом, или какой-то дорогой, и там я себя никогда не прощу. Успокойтесь, пожалуйста. Я подумаю, что можно сделать. Спасибо. Кристина! Да. Да, я понимаю, что прошло всего лишь несколько часов, но я подумал, может, есть какие-то новости? Ну, да, мы тоже искали везде, где только можно, спрашивали. Ясно. Спасибо. У полиции никаких новостей. Это я во всем виновата. Так, ты перестань. Никто ни в чем не виноват. Никита, Никита уехал в Мюнхен после того, как я сказала ему, чтобы он отстал от Кристины. А вчера я ей призналась в этом. И зачем я полезла вообще? Ладно, Наташ, ты не волнуйся. Ты ни в чем не виновата. Ну, разве только в том, что у нее твой характер. Ты знаешь, что она вчера ничего не ела? Она так переживала, что он ей не звонит. А куда ты сказала, Никита улетел? Доверенность от родителей есть? Цель поездки? Как и указано, курсы учебные. Здесь написано, курсы Польши. А в Мюнхене я хочу просто пиво попить. Извините. В Польшу еду через Германию, потому что билетов других не было. Хорошей поездки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы что здесь делаете? Твои папа и мама попросили помочь найти тебя. Так что пойдем. Вы зря приехали. Я все равно никуда не поеду. Вы передайте им, что со мной все в порядке. Обязательно. Я поговорю с Никитой и сразу вернусь. При всем уважении. Но я на стороне сына. И если Никита улетел, не поставив тебя в известность, значит так ему будет лучше. Пойдем. Нет! Нет, не лучше, не лучше. Он так поступил, потому что ему мама сказала. А если мы с ним поговорим, он может передумать. Это вряд ли. Пойдем. Нет! У вас все нормально? Да, конечно. Пойдем, родная. Эта женщина, она заставляет мне привезти наркотики. Вы же понимаете, что это бред. Естественно. Естественно, она не признается вам, что у нее в каблуке пакетик с кокаином. Вам придется пройти со мной. И нафиг. Так. Так. Терминал. Мюнхен. Мюнхен. Терминал А. Нет, подожди. Вон еще на Берлин есть. И что на Берлин? Ну что, а вдруг они не купили билеты на Мюнхен? Нужно разделиться. Ты куда? А я куда? Ты туда. А я? Наверное. Не волнуйся. Мы найдем ее. Хорошо. Все будет хорошо. Умоляю вас, пустите. Это моя дочь. Пустите, я говорю. Что здесь происходит? Я прошу вас, остановите самолет на Мюнхен. Женщина, вы не понимаете, это невозможно. Нет, ничего невозможно. Упустите меня, пожалуйста. Пожалуйста, засегните ваш ремень. А, да, сейчас. Самолет уже улетел. Как улетел? Как улетел? Как улетел? Не переживайте, мы свяжемся с Мюнхеном и в ближайшем рейсом отправим вашу дочь домой. Привет, дедушка. Да, да не волнуйся. Где встретимся? Э-э-э, да, хорошо знаю. Я так и знал, что ты изменяешь. Смотри, тебя еще не хватало. Провелся в любовницу на самолет, а теперь к Юле намылился. Я следил за тобой, все и делал. Я думаю, Юле понравится всплыть, что я тебе информацию. Если ты сейчас не уйдешь с дороги, я за себя не отвечаю. Думал, одной жопой на двух стульях усидеть. Я тебя предупредил. Папа! Папа! У вас есть дочь? Да, представь себе, у нас с Юлей есть дочь. Что, отстанешь теперь от меня? Ты не улетела. Нет. Мы чуть с ума не сошли. Да, Юр. Слушай, мы нашли выход на полковника полиции. Так что, я думаю, мы скоро найдем Кристину. Она улетела в Германию, к бывшему парню. Ого! Еще вижу, она у тебя самостоятельная. Ну что ж, придется поискать концы Германии. Нет, я ее вижу, она не полетела. Боже мой, Кристина, ты не... Ты не улетела, ты здесь. Господи, какое счастье, господи, как же ты нас напугала. Доченька, ты на меня не злишься? Я злюсь, я очень злюсь на тебя. Я тебя отлуплю. Я так злюсь на тебя. Доченька, раньше нужно было лупить. Доченька, ну чем ты думала так далеко лететь? Мама, успокойся. Я ведь никуда не улетела. И, кстати, благодаря тебе. Я вот злилась на тебя очень сильно сначала за то, что ты Никите сказала, чтобы он меня бросил. Хотела увидеться с ним, поговорить, объясниться. А потом я вспомнила, что ты рассказывала про ваши с папой отношения. И что ты говорила про то, что поступки важнее, чем слова и обещания. И в какой-то момент слова просто вообще теряют какой-либо смысл. Ну, я имею в виду, сколько раз Никита говорил, что любит меня. Сколько раз он говорил, что будет рядом. Но получается, что все его слова – это просто пыль. Ну, дамочки, поехали домой. А то мы еще куда-то улетим. Все теперь будет хорошо. Ладно, спасибо. Добрый ночи. Давай я тебе добавки дам. Не-не-не-не-не. Спасибо. Я… Я уже поел. Тут, а так поздно. Юра? Извини, просто Кристина спит. А, я рад, что она нашлась. Я тоже очень. А ты чего приехала? Я вот подумал, может, тебе нужна поддержка. Ну, я женщина сильная, справлюсь сама. Тем более, что все уже хорошо, слава богу. А я тут разного успокоительного принес. Вот тут белое сухое, успокоительное. Здорово, да. Спасибо, Юр. Ну, я пошел, да? Угу. Наташа, послушай. Ты мне нравишься. Ну, я думаю, ты и так это уже заметила. Позволь мне поддержать тебя. Я обещаю не приставать. Юра, я беременна. Ясно, не хочешь. Я, правда, в положении. От кого? Ты же только развелась. Нужно, видно, было чуть-чуть раньше разводиться. Я, правда, я не знала, что ты ко мне испытываешь такие чувства. Поэтому было бы нечестно промолчать. Ну, да. Да. Ну, спасибо, что сказала. Все нормально? А то я вторую пропажу за день не переживу. А ты же знаешь, какая разговорчивая Анна Степановна. Мы начали про внуков, а закончили пассивным календарем. Она пришла поздравить меня с Днем Учителя. С прошедшим. А ты что, уходишь? Ну, да. Да. Что-то засиделся. Пора домой. Ну, в смысле, к Антону. Ага, Игоревич, спасибо. Спасибо тебе огромное, что вот этот весь дурдомный день ты был со мной рядом. Я ужасно перенервничала. И даже не знаю, что сейчас буду делать. Может быть, уборкой займусь или стирку затею, или вообще-то нужно поспать. Так, может быть, я останусь. Я обещаю, я приставать не буду. Чаю хочешь? Угу. Ромашка. Да. Слушай, давай улетим в тепло, будем плавить тоску, будем плавать в соку, плакать. Слушай, давай где вода стекло, будем джазы играть, будем клавиши мять в мякоть. Знаешь, давай улетим от всех, чтобы плечи в хб, чтобы кадры в чб. Видимо, не судьба тебе сегодня доехать до школы. Крестюш, можно не сейчас? Я ничего не могу с тобой поделать, серьезно. Я очень хочу колбасу, я бы взяла сейчас палку докторской, съела бы. Хотя, наверное, это мне очень эстетично. О, Господи. Ну, ты же сама ругалась, что я ничего не ем. Думаю, не тучи, вот. Я ем. Давай я хоть окно открою. Не надо. У меня будет дух. О, Господи. Да, Игорь, за 40 минут ничего не изменилось. Ну, я просто хотел узнать, как вы там себя чувствуете? Кристина ест и меня тошнит только от одного слова «еда». Я правда не могу говорить. Все, я спешу в школу. С таксикозом? Слушай, ну, может, нужно было дома полежать? Ну, да, конечно. А съемку сюжета о 40-летии гимназии кто проконтролирует? Светлана или охранник дядя Паша? Ну, скажи им, что, мол, так и так. Послушай, на ранних сроках никто о беременности не рассказывает, чтобы не сглазить. Для всех я просто отравилась рыбой. Кристина тут тебе уже привет передает. Все, правда, я не могу говорить. Пока. Хорошего дня. Наташа. Кристиуш, а Юрий Евгеньевич не обидится, если ты принесешь ему реферат без файла? В смысле? Потому что мне очень тошнит. Файл. О, Господи. Дай мне файл. Так. Так. Да я-то не волновался. А вот моя мама всю ночь не спала, между прочим. О, добрая уточка. Добрый, Игорь Николаевич. Выглядишь просто бомба-ракета. Походу, я ей нравлюсь, а? Да ты скорее еноту понравишься. А Марина, она слишком умная для этого. Почему еноту? Умная. Так, ты в записи? Готовы? Драгоценные, дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашей гимназии. И пусть она по документам номер четыре, но в душе мы всегда номер один. Дядь Паша, прошу. Школа, ты моя родная школа. Мы с тобой, как будто бы семья. Школа – это в ней признается слова. Школа – это больше для меня. Школа нас научит и рассудит. Татьяна Федоровна, я же вас спросила обновить репертуар. Низкий наш поклон всем этим людям. Низкий наш поклон учителям. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Добрый день. Что будем снимать дальше? Ну, у нас по плану экскурсия непосредственно по гимназии. Так что проходите. Дети, вам огромное спасибо. Вы были на высоте, а теперь все в школу на уроки. Проходите. И ради этого мы с тобой свалили с уроков? Крис, от тебя начинает пахнуть тухлятиной. Вот смотри, сколько здесь вкуснях. Слушай, нельзя все время просто тупо смотреть фотки Никиты Внухи. Надо жить дальше. Что тебе еще положить? Ничего. Ее в туалет нельзя саму пускать. Она, наверное, была в мужском. Девочки, знакомьтесь. Это Богдан, Ваня и Эльдар. Лиза. Авдотья Никифоровна. Авдотья Никифоровна. А ну понятно, почему вы Авдотья так вкусно топчете? У вас в 18 веке такой еды нет. Ее зовут Кристина. Мальчики из девятнадцатой школы. Слушай, а твоя Ира, она с Ваха не подрабатывает? Угу. На полставки. Никак уволить не могу. А, смешно. А, как выставка? Никак пока не поняла. Пока оценила только вкусовые инсталляции. И, извините, мне надо идти. Ребят, ну че это за фигня такая, а? Да кому интересно, что у губернатора кошка родила? Нет, если б любовница, это я понимаю, конечно. Ладно, все. У вас курить можно? Нет, конечно нет. А пить? Ладно, я шучу. Работа у меня такая, ничего не поделаешь. А где вы работаете? Хочу знать, чтобы случайно вам резюмение отправить. Я работаю главным шеф-редактором на ТВ Горд. Знаете, все те важные новости, типа, в зоопарке панда родила, там грядет подорожание картофеля. Вот это вот все через меня проходит. Ну, телевидение, это круто. Ну, да. По шкале крутости это где-то между запором и геморроем. Ну, можно я закурю? Бо, мы сочувствуем, но нет. Уже в первом классе мы начинаем углубленное изучение иностранных языков. Ведь база, которая заложена в детстве, это очень важно. Кстати, и не только английского. Прошу. Три, четыре. Април, април, дер бассис вастер вин. Маль реген, унг маль сонен шай. Дальшнайд, а спиндер, свишен драй. Вот. Дастиш фантастиш. Могу смело заявить, что наши детки с большим удовольствием кушают у нас в столовой. Сегодня на обед у нас каша и макароны. И что-нибудь там мясное, в данном случае у нас сосиски высшего качества. Что мы стоим? Лучше один раз попробовать или не один? Захотите добавки, говорите. Прошу, прошу. Отличная идея. Спасибо. Спасибо, спасибо. Мы с удовольствием. Что вы себя мучаете? Я же все вижу. Что вы видите? Что вы не отошли после отравления. Действительно, я еще не отошла. Послушайте, нам осталось отснять столовую и актовый зал. Может, отдохнете, а я доведу наше общее дело. Татьяна Федоровна, я же... Боже, как вкусно. Наталья Владимировна, присаживайтесь, пожалуйста. Я не голодна. Приятного. Я прошу прощения. Наталья Владимировна пошла... Прошу. Пошла посмотреть, готов ли к съемке актовый зал. Так, что тут у нас? Кисель. Кисель. Лет десять не пил кисель. Спасибо. Игорь, мне плохо. Пока. Сам ты как навязчивая бабушка. Она сказала, что ей плохо. Я должен о ней позаботиться. А я ж тебе не говорю не заботиться о ней. Просто дело это... Ну, как-то менее заметней, что ли. Понимаешь? Женщина должна чувствовать заботу без всяких там... Приездов, звонков. У нее проблема. Бах. Ее мужичар уже все порешал. Походу, Наташа плохо от твоей настырности. Простите, конечно, что я так врываюсь, но там Палыч злого начальника включил. Ругается, что в процедурной нет никого. Марин, я опять буду твоим должником. Прикроешь меня, а? Без проблем. Кстати, если что, я молочный шоколад люблю. С орешками. А, понятно. Что? Да так, ничего. Нет. Мне, конечно, приятно, что ты так стараешься для меня. Ну, в принципе, сегодня вечером я свободен. Так что мы можем... А я тоже хавать люблю. Ты такой необычный. Да ладно тебе, я просто хочу пообщаться. Тем более у нас очень мало времени, сейчас ты снова начнешь хомячить. Ес! Если ты меня распишешь, это не значит, что мы сейчас с тобой будем общаться в захлеб, ладно? Да-да-да-да, понимаю. Ты не в духе. Так, может, давай зафоловишь меня? Ну, и пообщаемся в другой раз, когда у тебя будет хорошее настроение. Послушай, мне это не имеет... Я не отстану. Как там? А в дочь я не Гифровна. Поиск? Мне надо идти, извини. Как? Куда? Ребят! Всем пока! Крис, а ты куда? Мне надо идти, мама позвонила. Мы же только недавно пришли. Когда была беременной Кристиной, как-то полегче было. Ну, ты же носишься по школе со скоростью японской электрички. Спасибо. Пожалуйста. Ну, поесть, наверное, нужно было. Ну, я не знаю, ну, яблоко хотя бы домашних. Прилетел как смог. Привет. Привет. Как назло, на рынке яблоки какие-то одни пластмассовые. Вот благо я возле метро у бабульки купил. Некрасивые, но некрасивые, значит, хорошие. Большое тебе спасибо. Ну, и яблок не очень сильно хочется. А чего, хочется? Да ничего не хочется. Хочется лечь и лежать. Так давай я отвезу тебя и уложу. Ну, в смысле, просто отвезу. Так, все, я пойду, не буду вам мешать. Спрошу у Филинша, как там съемка. Ну, что бы я без тебя делала? Да, пока. Была рада видеть. Ну, ну что, поехали. Только я тебя за руль не посажу. А по пути заедем в аптеку, купим каких-то лекарств, ну, каких тебе можно, там, на травах. Игорь, 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 погоди. Беременность, это, это не болезнь. Это состояние. И не надо себя вести со мной так, как будто я какая-то калека. Ну, ладно. Давай я тебе помогу встать. Ладно, понял. Спасибо тебе большое. Опа. Богдан, скажи, ты маньяк, то будешь меня преследовать? Только с твоего позволения. Смотри, я тебе конопошил в дорогу взял. Вот, я заметил, ты их любишь. И еще водичку, чтобы, ну, что ты в сухомятку ешь-даешь. Спасибо большое, но не надо было. Мне пора. А что ты делаешь после уроков? Может, встретимся? Я не знаю, я думаю, не полу. Мне реферат писать надо. Так мне тоже реферат писать надо. Давай вместе напишем. Я мешать не буду, только помогать. Крис, ну что? Ты готова? Ну, давай, заканчивай. Поехали к Максу на хату. Ник, я не могу. Мне еще семь примеров делать. Крис, ну ты чего? Да забей ты на эту фигню. Поехали. Ну, ты же знаешь. Ну, да. Ты миндалистка, маме доложат. Ну что, я тогда поехал сам. А ты, как закончишь, звони. Вызовем тебе такси. Да? Давай. Люблю. Ну, ты согласна. Я подумаю. А сколько у тебя уроков? Пять? Пять? Не переживайте, Игорь Николаевич никогда не опаздывает. О, я надеюсь, что очень быстро справлюсь с этой кошарой, и мы сможем попить чайку. Ну, это же клиент Игоря Николаевича. А у Игоря Николаевича дела. Но он обещал еще одно шоколадку. Ты знаешь, что там хозяйка уже сильно нервничает, пора кошку, я вообще молчу. Поэтому тебе лучше поторопиться. Не волнуйся, малыш. Я быстро. Смотри, си-си-си. Смотри, си-си. Смотри, си-си. Смотри, си-си. Да мама тут курицу приготовила в таком, знаешь, вкусно-сливочном соусе. Нет, Антоха, я сегодня не приеду. Да, до завтра. Да, кстати, можешь съесть мою порцию? Давай. Ты, может, иди сразу прилет. А тебе, что я какое-нибудь приготовлю? Какое ты хочешь? Игорь, спасибо тебе, что подвез. Спасибо тебе за некрасивые яблоки. Но я тебя на ночь не приглашаю. Ну, ты ведь сказала спасибо за заботу, и я подумал, что... Что я хочу, чтобы ты остался, и что у нас все хорошо, и что мы не в разводе. Ну, ты ведь носишь нашего ребенка, и я подумал, что я не имею права. Пожалуйста, не прикрывайся моей беременностью. Мы испытали стресс, когда пропала Кристина, и, конечно, я хотела, чтобы ты был рядом, поэтому попросила тебя остаться. А ты решил, что я даю тебе шанс все наладить. Ты в жизни мне так часто не звонил, как за эти две недели. Да, я, наверное, тебе надоел своими звонками. Ты можешь не отвечать. Тебе правда так легче? Правда легче? Ну, хорошо. Ладно, если что, мы звоним. Нашей съемочной группе оказали теплый... Доброе утро. Доброе утро. Вы не видели Светлану Анатольевну? Нет, нет, не видела. Нет. Но то, что мы узнали позже, поверегло у нас в полный... Это же голос того журналиста. А, да. Хотите посмотреть? Такой ужас. Вы знаете, что в одной из лучших гимнастик города процветают азартные игры среди школьников? А именно, покер на деньги. Это они мне с канала сбросили черновой вариант. Самое ужасное то, что руководство школы крышует этот беспредел, называя это новаторским методом изучения теории вероятности. Это же неправда. Хорошо, что ты на этого Богдана вчера не повелась. Потому что мы с Иркой кое-что о нем узнали. И, в общем, лучше бы он марки коллекционировал. Вообще-то я с ним иду реферат сейчас писать. Чего он классный. Крис, тебе лучше от него отморозиться. Чего это? Ну, просто... Танька, та, которая рыжая из моей секции... В общем, она с ним мутила и сказала, что он странный. Ой, вот это аргумент. Да слушай ты! Когда она его бросила, он весь город описал о том, какая она шлендер. Помнишь, мост перекрашивали? Подождите, девочки, ну вы скажете такое. Вообще не факт, что это он сделал. А вообще об этой ленте такие слухи ходят. Крис, так ты что, хочешь, чтобы от тебя такие ходили? Ну ты даже не собираешься с ним дальше мутить. Оно тебе надо. Послушайте, девчули, я с ним пообщалась. И он хороший парень. Он предложил мне реферат пописать вместе. Главное, что мне, правда, легче. Я о Никите почти не думаю. Ну смотри, Крис сама. Дважды в год никто мост перекрашивать не будет. Если я тебя попрошу, перекрасишь. Да, Крис, ну подожди, ну что ты обиделась? Крис! Тебе же вчера доступно объяснили. Спокойно, я со Светкой переписываюсь. Блин, капец. Что, даже Светку достал? Света пишет, что у Наташи проблемы с сюжетом о гимназии. Ну и что ей не до меня. Подожди, ты же не собираешься ехать к Наташе? Ну, думал, собирался. Во, молодец. У Наташи таксикоз, проблемы с сюжетом, подружка-истеричка бегает туда-сюда, туда-сюда. Все в панике, что же делать? И тут приезжает другая истеричка, ничего не решающая, но очень заботливая и переживающая. О, вперед. А почему у меня такое странное ощущение, что в твоих словах есть смысл? Мой тебе совет, вообще никуда не рыпайся. Пусть женщина сама поймет, что ей плохо без тебя. Я лично сам так делаю. Да, поспешила с выводами насчет тебя. Я должен ей помочь. Надо позвонить Свете и поподробнее разузнать. Пссс. Улыбнись. Да, писать рефераты от руки в 21 веке, это прям мега олдскул. У нас в школе место книг в библиотеке, давно компы стоят. Круто вам. Ты, кстати, иногда проверяй, может, ты писать разучился? А ты прикольная. Спасибо. Ну, правда, не такая, как все эти фитоняши. С утра сельдерей, набер яблочко, вечером водички попью. Ты прям... Знаешь, почему я на тебя запал? Ого! Ты запал на меня? Просто, когда я увидел в галерее, как ты ешь, я прям подумал, эта кудрявая точно шарит в искусстве. Ну, и аппетит хороший. Ну, ты голодных любишь. Да, мне всякие сердца разбивали. Одна замутилась ботаником, чтобы списывать и сдать. Экзамены получить, хороший аттестат. А Танька, ну, в смысле, вторая, поцеловалась со старшеклассником на весеннем балу. Ну, ты не расстраивайся. Не все же девушки такие. А ты... А ты... с кем-то... встречалась? Эээ... 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 Нет... Ну, так, чтобы серьезно... Чего-то мы отвлеклись. Значит, вы по поводу этой гимназии номер четыре. Я понял. А как вообще нас нашли? Чувак, вы на ТВ-город работаете. Вас было легче найти, чем кнопку вашего канала на пульте. Эээ... В общем, это... Что вы хотите, чтобы неправдивый сюжет о школе не выходил. Точнее, сколько? Вы же не просто так черновую версию сбросили, да? Хитрецы... Хорошо. Это будет стоить... Чувак! Не забывай, вы всего лишь на ТВ-город работаете. Пять тысяч. Три. Пятьсот. Мне нужно деньги с карточкой снять. По рукам. А теперь, если не хотите, чтобы сюжет про гимназию дополнился информацией о взятке, валите отсюда. По-добру, по-здорову. Чух-чух-чух-чух-чух! Это капец. Все нормально. Я думаю, он глифует. Ага. Может, нужно было на пяти соглашаться? Готовлюсь к уроку, сижу. Сосредоточилась. И вдруг одно за одним пошли сообщили, одно за одним. Думаю, ну я думала, мне. Потом смотрю, Игорь. Ну, думаю, знаешь, обо мне же, наверное... Ой, он вот это беспокоится. Я стала смотреть. Главное, интересуется тобой. Твоими проблемами. Не, ну Игорь активизировался. Ты знаешь, я просто трубку не беру, и он решил пойти в обход. По-моему, это здесь же. Смотри, давай так, ты направо, я налево. Я люблю ходить налево. Бонжур. Добрый, добрый день. Здравствуйте. Я с вами должна очень серьезно поговорить. О взятке? Ах, вот как у вас на канале все устроено. Так, знайте, это не в моих правилах опускаться до такого. Да вам и не нужно. За вас уже пытались. Кто? Ну, вам виднее. Простите, у меня дела, мне еще нужно музычку под сюжет подобрать соответствующую. Вы же, вы же знаете, что это не правда. Если было на телеке, значит правда. Как это будет здорово, если будет не только о финансовых проблемах учителей. Ну и отлично. Наташа, Наташа, вызовите скорую. Тихо, тихо, тихо. Наташа, стоп, стоп. Да. Да, тетя Свет, я поняла. Все хорошо, но я все равно приеду. Да, я поняла. До свидания. А ты как узнал, где я живу? Подружки сказали. Понятно. Слушай, я… у тебя срочное что-то, а то мне очень надо бежать, маме плохо. Кристина, ответь, пожалуйста, это правда, что ты вот это все со мной общалась только чтобы забыть своего бывшего? Тебе кто такое сказал? Девочки? Не слушай их. Просто ответь. Смотри, давай сначала… Кристина. Да или нет? Ну я… Мы с тобой на выставке, когда там познакомились, я… Понятно. Ну было же весело. И мы хорошо с тобой время проводили. И никто же не говорил об отношениях в будущем. И поэтому ты соврала, что в прошлом у тебя не было серьезных отношений, да? Прости. И не надо ничего писать на меня, только, пожалуйста, намасте… Намасту… Ну ты понял. Да не переживай. Ты этого не стоишь. Игорь, ты меня пугаешь. Поговори со мной. Я бы на ее месте тоже со мной развелся. Да ладно, не сопли ты. Ты же не виноват, что кто-то решил обгадить школу Наташи, а? Рядом поддержать не могу. На расстоянии только хуже делаю. Лучше, блин, просто отойти в сторону. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, Наташ. Света? Наташа нехорошо. Мы в больнице на Тургеневской. А что случилось? Ну, в принципе, ничего страшного. Мы были на ТВ-город. Там Наташа стало плохо. Вы были на ТВ-город? Ну, такая история. Мы поехали по году сюжета. А там сказали, что с Наташей кто-то взятку заносил. Но она не выдержала. Свет, ты с кем так там долго? Все, я просто хотела, чтобы ты была в курсе. Пока. Капец. Я Наташу этой взяткой в больницу привел. Игорь, да не нервничай ты так. Лучше зацени. Это я вчера снимал. Скажи, милаха, да? Ладно, я шучу. Работа у меня такая, ничего не поделаешь. А где вы работаете? Хочу знать, чтобы случайно вам резюмение отправить. Я работаю главным шеф-редактором на ТВ-город. Знаете, все те важные новости, типа, в зоопарке панда родила, там грядет подорожание картофеля. Вот это вот все через меня проходит. Так мы что, в больницу? Нет. Хозяйки енота. Ага. Понятно. Ну, хоть немножко побыла я директором. Ну, Натали, ну не нужно себя хоронить. Еще все, может быть, хорошо закончится. Да и кто сейчас верит этому телевидению? Все знают, что это сплошное вранье. Да, ты не переживай, Светик. Я все переживу. Нейтрально. Я переживаю, но я переживаю. Слушай, а давай я тебе для подъема духа расскажу, как мне аппендицит вырезали. Я сразу настроение поднимется. Сейчас. Ну, короче. И что? Так, Рома, ты мне напомни, пожалуйста, кто такой оператор? Так, значит, взял свою камеру и быстро пошел снимать. Понял? Так, кто такие? Новенькие? А, нет. Мы это, вашего енота лечили. А, чем могу быть полезна? Тут такое дело, у меня есть жена, бывшая. У нее проблемы на работе, она директор школы, ну, гимназии. Господи, а вы до завтра сформулируете? Короче... Да вы что, охренели, блин? Вообще без головы! Вы бессмертные, что ли? Вы мне объясните. Вы знаете, что бывает за заказной сюжет? Нам Контилев рассказывал. Кто такой Контилев? Ну, которого вы в прошлом году уволили. Хромой такой. Но он все равно о вас хорошо отзывался. Так, ясен красен, что сюжет про гимназию в эфир не пойдет. Так что, взяли теперь листочки А4 и красивым почерком написали заявление об уходе. Ирина Леонардовна, ну... Так, свободны оба! Засранцы. Запороли мне эфир. Вы их наказали? Вы запороли мне эфир. Фига себе заявочки. Да? Потому что, если я убираю какой-то сюжет из новостей, то мне его чем-то нужно заменить. А мне нечем. Разве что ты или ты. Родишь меня его сейчас на моих глазах. Так что, сюжет в эфир пойдет. Нет, 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 подождите, пожалуйста. Я на все пойду, чтобы этот сюжет не вышел в эфир. Ну и, короче, потом этот интерн каждый раз искал повод, чтобы посмотреть на мой шрам от аппендицита. И... Мамочка! Мамочка! Солнышко, у меня все хорошо, все хорошо, не переживай. Здравствуйте, Свет. Точно все хорошо? Все хорошо. А то, как обычно, вот это, скажешь, что все хорошо, а потом полная ж... Ну, мне ты можешь поверить, мамочку прокапали, а она теперь у нас огурчик. Вот такой вот бледный зеленый огурчик. Так, а который там час у нас? Чего-то часы стоят. Почти восемь. О, так это время похорон моей должности. Светуль, включай телек. Давай. Мама, а ты уверена? Да, все нормально. Я смирилась с тем, что мне нужно будет искать новую работу. Это чистый интерес. Точно. Светулечка, включай телевизор. Ты же не хочешь, чтобы я вставала? Точно. Да ладно, дружище. Ну, не переживайте так, ну. А теперь новости культуры. Специализированная гимназия номер 4 отметила свой сорокалетний юбилей. И мне подсказывает, что это был праздник по хлеще дня города. И завершает выпуск новостей случай, произошедший буквально час назад возле одного из городских банков. Неизвестный, с требованиями не повышать кредитную ставку, устроил одиночный пикет возле отделения банка, так как внутри его отпустили. Хватит раздеваться! Сама акция протеста длилась около двух минут. Это все новости на сегодня. Далее у нас прогноз погоды, где Василий Стук расскажет, ждет ли нас солнышко этой хмурой осенью. А тебе только то и кажется, что... Что мужчина в банке? Нет, нет, мама. Папа бы на такое никогда не пошел. Девочки, главное, сюжета про гимназию не было. Мне звук четыре, и я голым бегал около банка. Главное, у тебя все получилось. Сюжет не вышел. Я не понимаю, за что я Вам заплатила деньги, если сюжет-то не вышел. Да не наплевать, что Вас уволили. Я настоятельно требую, слышите, требую, чтобы Вы вернули мне деньги. Осадка небольшая, всего тридцать-сорок процентов. Мерзавит. Ах ты негодяй. Это я должна быть директором. Я заслужила это. От плюс пяти до плюс семи градусов со знаком плюс. И вот я открываю дверь. А там он. Опять стоит. Смотрит на меня. Ну, я не удержалась. Схватила. И съела его. Прям там, возле холодильника. Кого? Кого-кого, пирожное? Блин, мы же про Мишку из Десятва говорили. Ну так да, это он мне его подарил. А я как раз на диету села. Ты вообще меня слушала? Да, конечно, слушала. Гир, ну ты чего? О, Крис, Крис, привет. Привет. А Вы нафига рассказали Богдану о том, что я встречалась не только ради того, чтобы Никиту забыть? Ты серьезно? Мне ничего такого не говорили. Он просто спрашивал, где ты живешь. Ха-ха-ха. Мой отличный отыгрыш, девчонки. А это он так просто сам мои мысли прочитал, да? Про Богдана знали только вы и я. Ты что гонишь? Зачем нам это делать? Я спрашиваю, зачем? Я спрашиваю, зачем? Зачем? Объясните мне, это что, это зависть или я не понимаю? Неужели правду говорят, что женской дружбы не бывает? Слушай, что она сегодня съела? Может тоже пирожное? Музыка 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 У тебя была возможность объяснить мне все несколько недель назад. Но ты решил уехать в Германию. А сейчас ты хочешь поговорить? Ну, послушай, что я тогда мог объяснять, скажи мне. Я просто офигел, когда узнал, что ты взяла бабки у мамы. Так я взяла деньги у будущей бабушки, на ее будущего внука. Давай казним меня за это. Подожди, на что ты взяла деньги? Соня, вставай. Вставай. Кристина. Кристина. Кристина, а ну марш домой. Блин. Мам, сейчас иду. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Как поживаете? Кристина, иди домой, я сказала. Кристина, ну реально. Иди домой. Дай людям поспать. Крис, ну подожди, ну подожди. Подожди, я же не виноват. А я тем более не виновата. Я тем более не виновата, что твоя мама меня подставила. Ну поставь себя на мое место. Ну как, я прихожу и нахожу у тебя в шкатулке денег. А нельзя просто поговорить было. Просто напрямую сказать. Слышь, ты что, коза офигела? Ты ради денег готова расстаться со мной? Ну да, я не подумал, психанул. Прости, эмоции, сама понимаешь. Ты бросил меня беременную нашим малышом. Ник, а если твоя мама еще что-нибудь выдумает, ты просто свалишь опять. Не свалю, Крис. Я очень скучал, когда был там. И пока ты тут с каким-то пацаном зажималась. А ты знаешь, как мне было тяжело? Я что должна была сделать, Никита? Паранжу одеть? Ждать тебя до конца жизни? И вообще, судя по фотографиям, тебе там скучно не было. Крис, я ему роженую чищу. Скажи, что у тебя с ним не серьезно. Кристина! Да иду, блин! Несерьезно. Доволен? Откуда это у тебя? Я не помню у тебя такую. Спасибо большое. Это я у Лизы брала. Я ей отдам. А, ну, тогда пошли. Ну, ты такая смелая. Ну, продолжай, продолжай. А я же, значит, по глазам вижу, что это он мои чипсы спер. Ну, а что ему скажешь, он же енот. Только лапки сложил и смотрит на меня. СМЕХ СМЕХ Ой. Здрасте. Ой, сыночек, здравствуй. Сынок, Игорь оказался такой хозяйственный. Чего ты раньше к нам его не приводил? Посуду все перемыл. Я вообще не знаю, как его жена-то отпустила. Была бы я чуточку моложе. Да перестаньте. Сыночка, ты хочешь кушать? Да нет. Чего-то не хочется. Если что, я у себя. Ковалевич. Прикиньте, Никита вернулся. Серьезно? Слышите, у Дорофеевой прикид новый. Прикольный. Я видела. А что Никита? О, Монатик новый клик выпустил. Миллион просмотров. Между прочим, я с Богданом рассталась. Ну, у тебя и утро насыщенное. Слушай, по-моему, кто-то говорил, что женской дружбы не бывает. Ты сначала нас обвиняешь в том, чего мы не делали, а потом в подвале вышка, это ни к чему не бывало. Да ладно тебе. Ну, проехали. Вы просто одни знали, поэтому я на вас и подумала. Извинения? Нет, что-то не похоже. Да ну, правда, проехали. Давайте не будем ссориться. Да нет уж, не проехали. У тебя из таких соплей вытаскивали, а ты удаляешь нас из друзей и даже извиниться нормально не можешь. Пока. Лиза! Молодец, попала! Ковалевич Маляков, прошу барьеру. Мам, а почему нельзя купить новый? Почему вы все время ремонтируете этот допотопный орехокол? Блин, ну я тоже считаю, что с ним все просто и понятно. Вот мне абсолютно понятно, что его нужно выбросить, а купить новый. Мам, ну это сервисный наход... Ладно. Ну ладно, я понял все, давай. Ну вот, пожалуйста. Теперь мне нужно ехать к единственному мастеру в городе, чтобы починить этот пейджер с функцией телефона. Хочешь, я съезжу? Что, серьезно, что ли? Ну, конечно. Ты только адрес дай. Угу. Молодец, молодец. Все, 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 все. Просто, знаешь, как-то неудобно. Все-таки это не твои заботы. Да ладно. Вы и так с мамой мне много чего сделали. Понятно. Ну а что? Сначала ты человеку делаешь добро, а потом он тебе. Ты почему не в Мюнхене? Не твое дело. Нет, это как раз мое дело, я за это бабки заплатила. Так не плати больше, мне пофигу, я отсюда сваливаю. Что за цирк, Никита? Мне надоело с тобой жить. А мне надоело работать по выходным, представляешь? Но я работаю, потому что всем нужны деньги. А у тебя все в бабки упирается, да? Ты зачем Кристину подставил? Идем на кухню, поедим и спокойно побеседуем. Да мне не о чем с тобой беседовать. Порвешь же. А, что он, дорогой? Дорогой, да, дороже, чем я, а? Никита. Плохо стало, да? Никит. Я прям как... Прям как в кинотеатре. Отличная актерская игра. Ты все правильно сделала. Нельзя так легко пускать Никиту в свою жизнь. А то он опять расслабится и начнет вести себя как придурок. Все мужики такие. Да, да, я знаю. Все правильно. Никита, он... Я его просто очень сильно люблю. И очень сильно злюсь. И не знаю, что сильнее. А ты знала, что беременные женщины вдвойне сильнее обычных? То есть небеременных. Так вот и злись на него вдвойне, как беременная. Да. Да, я должна думать о будущем малыше. Очень хочется думать о нем вместе с Никитой. Так, Крис. Перестань. Никите надо повзрослее. Ты же сама сказала. Да, да. Все правильно. Когда это ты успела? Где заказать? Так я его и не заказывала. Вон на соседнем столике его не успели доесть. Так я и для фоточки взяла. А, я с ним из родом на руках вот выхожу, малыш мой. А с тестами у него такие щечки, красненькие реки от мороза. Это, жалко, фотографии черно-белые не видно. А это он с куклой. Ой, Боже, как он любит эту куклу. Это его любимая кукла. Пуговички, глазки такие. Хлоп, хлоп на меня глазками. Где папа? Я говорю, папа к тете Маше ушел. Он хлоп, хлоп глазками. Ну, не понимает. Ну, как я ему скажу? Что наш папа тетя Маше нужнее оказался. Ну, в принципе, я ему так и сказала. Замечательно. Мальчик, уморил я тебя, да? Нет. Нет. Да что ты мне это? Ладно. И мне тоже пора уже на боковую. Ладно. Вот что, ты, пожалуйста, пока я не забыла, забей свой телефон в мою записную книжку. У вас, кажется, все номера стерлись. А нет, сынок, Жек и Горсвет. Да, и, кажется, все. Ну, а кому мне еще звонить-то? Вот тебе буду звонить. Ир, я вообще-то домой собиралась, а не полчаса в магазине торчать. Ничего, сразу полчаса. Я сейчас быстренько наушнички заберу и пойдем домой. А ты пока можешь, там, колясочку или кроватку посмотреть. Нет уж, спасибо. Я лучше здесь подожду. Ну, смотри за мной. Ладно, уговорила. Вот сюда заливаете кипяток, и тепло сохраняется. Но детки же долго кашку ковыряют, а кашка теплая остается. Круто. Круто. У вас вообще тут столько всего разного. Да, хотите, я вам еще божью коровку покажу? Там шестьсот колыбельных песен на семи языках мира. Ну что, я наушнички забрала, пошли домой. В другой раз обязательно зайдем. А сейчас нам надо идти. А у нас, кстати, сегодня проходит акция. Вон, видите, кроватка. Покупаете ее и в подарок получаете вот эту термопосудку. До свидания. Скажите, а у вас есть доставка на дом? Да. Кроватку уже покупают. Разбирает как горячая пирожка. Ну, ладно. А как же вернуть деньги мамы Никиты? Потом верну. Так у вас есть доставка на дом? Конечно. Вонечка. Ой, ты умничка. Лапкой помогай мне. Я это, что подумал? Девочка хорошая. Может, тебе помочь чем-то надо? Ну, ты так занят, что мне не хочется досаждать своими просьбами. Мам, да ты не досаждаешь. Да, я иногда бываю занят, но это не значит, что я не хочу тебе помочь. Правда? Ну, конечно, мам. А ты не мог бы заклеить окна в моей спальне? А то что-то дует. Окна? Да. Мама, там металлопластиковые окна. Ну, какие еще дуют? А что ж там тогда сквозит? Мама, да мы там стену утепляли дважды. Зачем? Ну, ладно, сыночек, ты не переживай. Я Игоря попрошу, если что. Да? Да задолбали вы уже со своим Игорем. Игорь, Игорь. Спасибо! Ты молодец, Крис. Я бы постеснялась просить нас доставить. Ну, а чего? Им же не сложно. А вот занести кроватку домой я почему-то не подумала попросить. А, вот и папаша нарисовался. Может, он поможет нам? Помни, ты вдвойне сильная. Гутен морген. Гутен. Так, вообще-то. Кристин, я ушел из дома, и теперь мы можем быть вместе. Никто не будет лезть в наши отношения. Ты думаешь, теперь она сядет на моцик, и вы уедете в закат? Ага, сейчас. Ир, пожалуйста, пойди, проверь, мама дома или нет. Мы можем снять квартиру или поехать в Европу. Да что хотим. Ты так и не понял, да? Ник, я не могу в любой момент взять и сорваться. Я не много не в том положении. Я должна думать и думаю не только о себе, но и о ребенке, в отличие от некоторых. Ты меня разлюбила? Нет. Я не знаю. Да нет, ну мне мужчина нужен рядом, понимаешь? Я мамой скоро стану. А я отцом. Ты отцом станешь тогда, когда повзрослеешь. Кристина, мне тоже было непросто. Сначала эта история с мамой, потом этот пацик. Ты не представляешь, как я сдерживался, чтобы написать лишнее. Стоп. Чтобы лишнего не написать? Когда увидел вашу совместную фотку, я написал ему, мол, кто он такой и что он зубы сушит возле моей девушки. Ты написал, блин. А я из-за тебя девочек обвиняла. Так, Ника, мне пора. И не ходи за мной. Кристин, а кроватка? Давай я помогу. Не надо! О господи, ты меня напугала. Я не слышала, как ты вошла. О, мамочка, ого, генеральная уборка. А что так рано? Потому что выходной. Почему бы не сделать генеральной уборки? А то ходи туда и спотыкайся. Угу. Мамочка, я такую кроватку видела классную. Она младенца сама укачивает, прикинь? Ничего себе. Что только не придумают. И там еще термопосудку в подарок дают. Доча, давай мы сначала родим, а потом будем смотреть и посудку, и все остальное. Хорошо? Ну, я очень хочу ее купить. Ну, прям очень. Пусть это будет подарок на мой день рождения. И тем более ты говоришь, заботиться о малыше, а мне не помогаешь. Ну, хорошо. Хорошо, солнышко. Ура. Хорошо. Я тут кое-что купил для нашего малого. Кто там? Это Виталий Юрьевич. Он говорит, что газеты опять из ящиков воруют. Иди отсюда. Мы с тобой уже все выяснили. Скажи ему. Я хочу ему кое-что сказать. До свидания. Ну, он сказал, что ему еще три этажа пройти надо. Виталий! Я понимаю, что вы мне не рады, но я пришел сюда как отец будущего ребенка. Я тоже о нем думаю. И я тут купил разного. Здесь многоразовые памперсы, и тут супля-цос, и еще куча всего, что будет очень хорошо смотреться с кроваткой, которую ты купила. Купила? Кристина, ты ничего не хочешь мне сказать? Блин, что ты пришел? Крис, я... Купила. А ты-то чего? Ты что, подсобку тоже приватизировал? Что, только твоя, да? Что такое, а? Да ничего. Просто до недавнего времени я был единственным ребенком в семье. И вдруг мне на голову сваливается супер положительный старший брат. Слушай, а что тебе такого сделал? Да проще сказать, чего ты не сделал. Весь себя такой хороший, надежный, помогу там, подстрахуясь. Антоша? Да что Антоша? Просто непутевый сынок, да? Ладно уж, пусть хоть приходит домой поспать. Дурень ты, твоя мама не просто так дергает тебя по мелочам. У нее сын всего один. Самый близкий человек. Ей хочется просто чувствовать внимание и заботу. Да? Тогда почему она мне об этом ни слова, ни полслова не сказала? А с тобой прям разоткровенничалась? Прям подружка тебе? Туха, не глупее. Да пошел. Да ты ведешь себя как ребенок. Да сам ты ребенок. Ты взяла у Валерии Михайловны такую крупную сумму денег и мне ничего не сказала. Ну, но она сказала, что это на будущего малыша и попросила никому ничего не говорить. А, ну это аргумент, да. Ну, извини. Ну, извини? Это так ты извиняешься? Ты обманула меня, Кристина, дважды. Ты взяла такую крупную сумму и ничего мне не сказала про это чудо техники. Нам от этой женщины ничего не надо. Слышишь? Ничего. И поэтому ты сегодня же вернешь ей деньги. И придется сдать эту кроватку. Всему свое время. Играет музыка. Сереж, ты кому звонишь? Ну, думал, может, игры какой заказать? Не звони, Никитя. Я бы на его месте тоже не приехала. В конце концов, я же не умираю. Обычная мигрень. Мам, тебе очень идет. Прямо это, оперная дива, вот. Спасибо, Антоша. Мы с Антоном идем в театр. Пойдем с нами. Спасибо, конечно, но я что-то подустал. Я лучше дома останусь, подремаю. А вас и так будет сопровождать отличный кавалер. Спасибо огромное. Привет. Здрасте. Что-то случилось? Все нормально. Если ты к Никите, его нет. Я знаю. Вообще-то я к Валерии Михайловне еду. Валерии Михайловне сейчас не очень хорошо. Но я узнаю, готовлю будет, она тебя принять. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. На весик-навесик-навесик. Хороший. Давай-давай-давай-давай. Ну, уже чай? Давай-давай-давай-давай. Отбор, отбор хорош. И-и-ну и... Выбей. Извини, чаем не угощу. Ничего страшного. Я все равно ненадолго. Как вы себя чувствуете, я скоро увидела. У меня все прекрасно, спасибо. Ты зачем пришла? Там не хватает части суммы. Я билет в Мюнхен покупала. Его сдать сложнее, но я все равно все отдам. И поправляйтесь. До свидания. Ты прости меня, деточка. Конкретно против тебя я ничего не имею. Но Никите рано становится отцу. Рано, не рано, он все равно им скоро станет. Но ты когда сам останешься мамой, ты поймешь меня. Не думаю. Пойдем. Ну подожди, я же еще не доела. Э-э-э, все? Лиз, ну подожди. Ира, если ты хочешь еще одну добавку, то это без меня. Тут просто один человечек хочет с тобой поговорить. Кто? Понятно. Лиза! Лиза, извини меня, пожалуйста. Когда я начинаю вариться в своих проблемах, я не замечаю людей, которые действительно за меня переживают. Извини. Ну ладно, проехали. Ты идешь? Сейчас, сейчас, я просто не слышу, что вы там говорите. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тебе не обязательно было приезжать. Угу. Чай будешь? Угу. Никита, прости меня. Я же, я же все ради тебя делаю. Больше мне нет для кого, ты знаешь. И если я потрачу, как папа Карло, то только для того, чтобы твое будущее было лучше, чем мое прошлое. Понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего так рано встала? Меня разбудила мохнатая женщина. Угу. Я ее с просонью поцеловал, а она меня лапой по лицу. А-а-а. Кто она? Где она? Как? А, вот это. Угу. Поцарапала? Угу. А где поцарапала? Вот тут. Вот тут. А-а. Там кофе-кофе. А, кофе. А, кофе-кофе. Игорь, кофе. Нет, кофе есть. У меня все есть. Спасибо, не надо. Прости, мне нужно Машку кормить. Пока. Извини. Доктор Айбали, можно? Да, конечно. Проходи. Я вам кофе принесла. Спасибо. Беспощадный к жиру, нежный к рукам. Ну, я сначала соль упробовал, не помогло. Говорят, что многие пятна отсирываются моющим средством. Это кто говорит? Антон? Это если пятно свежее, и то не факт. Давайте, возьму домой, постираю. Да нет, как-то неудобно. С чего неудобно? Я же не носки вас беру. Тем более, я как раз сегодня собиралась белое стирать. Ну, ладно, спасибо. И, кстати, если что, я люблю молочный шоколад. Ну, с орехами. Что? Ну, понятно, откуда я тогда пятно. Привет. Хочешь? Я в жизни своей ничего вкуснее не ел. Я вообще-то могу рассказать твоей маме, и она обидится. Слушай, у тебя есть запасной халат для меня? А с твоим чего? Ну, как сказать. Кто-то поставил пятно мне от кетчупа. Вот, Маришка взяла постирать. А второй, вот, видишь, как из задницы. Ну, короче. А Марина тебе еще носки не стирает, а? У тебя мысли все только к одному сводятся. Так ты мне дашь халат или нет? Марина просто хочет произвести впечатление, окутав тебя сетями заботы. Ты когда-нибудь занимался сексом на стойке ресепшена? Иди нафиг, Антон. Да дай мне тебе халат. Дам. Уже пошутить нельзя, ну. Привет. Ну что, как дела? О, вижу, что плохо. Я просто решила компьютер почистить. Ага, ага. Да нет, все, все хорошо, Игорь, правда. Так. Я отсюда не уйду, пока ты не расскажешь мне все подробности. Даже самое грязное. Блин. Блин. Ну, блин. Что? Да вот, дырочка. О, боже, Антон. Я надеюсь, ты справишься. Держись. А ты мне не поможешь? Слушай, у тебя месяц уже карман оторван. Ты из-за дырочки паришься. Заняться нечем. У меня, вон, разукрошка и карандашики есть. Конечно. Как Игорю Николаевичу халатик стирать, так да. Знаешь что? Игоря Николаевича я уважаю как коллегу. А если я уважаю человека, то я готова ему помочь. Жалко, конечно. Марина реально относится к тебе, как к коллеге. Бинго. И что же помогло тебе это понять? Ничего. Просто подошел и спросил у нее. Ты что, дурак? Успокойся. Теперь ты точно знаешь, что она к тебе никак не относится. Хотя Марина могла бы стать той, с кем бы ты мог начать новую жизнь. Ну или хоть разочек попытаться начать, а? Антон, она моя коллега. Я не смотрю на нее, как на женщину. Ну и дурак. Лично мне уже надоело смотреть на то, как ты берешься головой о стену, которую построила Наташа. Ты что сказал? Ты пытаешься вернуть ее по инерции. Пора начать новую жизнь. А Марина могла бы подойти для этого? Ну ты ведь сам сказал, что я ей не нравлюсь. А, значит, если бы ты нравился… Отстань. Будешь? Нет. Хат-догов обожрался. Просто мне приснился сон. И в этом сне был Игорь. Пока не впечатляет. Мы там вместе с ним были… Ну мы были голые. Ну ты поняла. Нет. Понимаешь, господи, боже мой, мы там занимались сексом с кем? С Игорем. Я понимаю. Мне просто интересно наблюдать, как ты не можешь слово «секс» и слово «Игорь» произнести в одном предложении. Свет, я понимаю, что что-то гормоны играют. И нормально на таком сроке беременности хотеть секса. Я понимаю, но я и не понимаю, ну как это все так вот ужасно все. Слушай, Нат, а тебе нужен только секс или что-то больше? Нет. Он в последнее время такой вежливый, такой заботливый. Он, когда надо, всегда приезжает. Не знаю, я… Я запуталась. Тебе просто нужно побыть с ним наедине и разобраться. Ну просто разобраться, что тебе конкретно нужно. Слушай, и Машка когда просит? Это я для того, что есть повод, ну, прийти к Игорю. Мария, выбежь по квитанции касторку и одноразовые перчатки. У Джаконды снова запор? Нужно придумать для нее советную диету. Ты прости Антона за его дурацкое поведение. Для него языком мало все равно, что в троллейбусе проехать. Ничего страшного. Тем более я же не обязана говорить ему правду. Игорь Николаевич, я тут подумала, просто вы мне очень интересный, ну, как человек. В общем, вы не согласились бы попить со мной кофе? Сейчас? Я сейчас не могу. У меня сова, у нее запор. Давайте завтра. Вы только ничего такого не подумайте. Ну, я понимаю, что вы после развода, и вам сейчас вряд ли нужны отношения. Ну, просто мне тоже, поверьте, вот, ну, мне просто было бы очень приятно с вами пообщаться за чашечкой кофе. Я... Извините, касторку и одноразовые перчатки, да? Да. Я с удовольствием попью с тобой кофе. Ой, здрасте. Ничего не изменилось. У себя? Угу. Тук-тук-тук. Ого, какие люди? Люди и кошки. Я тебе Машку принесла. Ты знаешь, мне кажется, что она с ума сошла на старости лет. Глухая, слепая, а кота просит. Ага. О, у тебя сушка. Ну, что, посмотрим, что тут у нас за похотливая старушка. Мне жарко, я... Можно сниму пальто? Ну, как у тебя дела? Ну, как у тебя дела? Ну, вот кондиционер поставили, закупили новое оборудование, так что теперь можно увидеть от кариеса до воспаления желудка. Ну, а как твоё самочувствие? Ты утром была какая-то возбуждённая? Да не была я возбуждённая. Я просто проспала на работу, я опаздывала. Ну, так что мы с Машкой делать будем? Ну, я думаю, что нужно сделать УЗИ. Ясно. А потом мы с тобой на этом стали. Наташа, ты где пропадаешь? Я говорю, что нужно капли от хотелки капать. А, понятно. Поэтому, возможно, нужно проколоть курс антибиотиков. С тобой всё в порядке? Да, в порядке. Я просто вспомнила, у меня там на работе пробная пожарная тревога, а я не на месте. Пока. А Машка? А я за Машкой потом заедусь. Света, я поняла, я хочу только секса. Здрасте, Наталья Владимировна. Славичек, здравствуй. Так, Славик, ну всё, можешь идти домой и передай, пожалуйста, маме, что ты сегодня умничка. Не видела. Я поняла. Да. Слушай, прям остановиться не могу. Чего они сюда добавляют, а? Как думаешь? Что с красавой? Обычная хачучка. Понимаешь, если бы я не знал Наташу… А, ладно. Что? Говори. Да нет ничего. Что ничего? Мне кажется, что к ней опять возвращается чувство. А с чего ты взял? Ну, ты понимаешь, она… она приехала, ну, как-то странно себя вела, вопросы задавала, смотрела на меня. Задавала вопросы? А что, вообще, что ли, из цепи сорвалась? Ты что… Игорь Иванович, твоя бывшая жена привезла тебе кошку, может, потому что ты ветеринар? А смотреть, спрашивать – это, в принципе, нормально. А может, она жалеет, что со мной развелась? Может, она ждет от меня первого шага? Я поняла. Я его хочу. Я хочу, чтобы он меня целовал, чтобы он меня обнял так сильно, чтобы у меня хребет посыпался. Остановись. В чем проблема? Игорь тебя любит, тебе стоит только пальчиком поманять. Я… я даже не знаю. Я, правда, я не знаю, но это как-то ненормально. В смысле? Что у вас за проблемы, юная леди? Да в том, что, ну как, ну мало чего мне хочется. Хочется. Хочется – перехочется. Пойди, Наталья Владимировна, разгреби, что у тебя на балконе там валяется куча всякого мусора, и все пройдет. Да, солушка, уборка – это, конечно, хорошо. Но гормоны не обманешь. Там хозяйка совы пришла? А где Игорь Николаевич? Отлучился по семейным обстоятельствам. По семейным обстоятельствам? Это в туалет, что ли? Это в смысле с женой мириться? Ага. А ты что, ревнуешь, что ли? Очень смешно. Я просто искала нормального сотрудника, а они, оказывается, все домой ушли. Я смотрел кошечку, теперь хотелось бы и тебя обследовать. Раздевайся. Раздевайся. А, а… Может, я зайду? Или будем через порог общаться? Ну, конечно, кошку нельзя через порог передавать. Заходи. Иди на волю, бедненькая. А водичка есть? На кухне, ты же знаешь. Проходи. Спасибо. А вообще-то у Машки почки слабенькие. Нужно будет ее понаблюдать. А как почки? Ну, я же сказал, что почки слабенькие. Но в ее возрасте это нормально. А как молочные железы? У нее их много ведь? Наташа. Я вижу, ты немножко нервничаешь. Я что-то знаю, от чего ты переезжала в клинику. Правда? Угу. Ты просто хотела увидеть меня. А Машка – это так, это… Привок. Ну, Боже мой, сколько… Сколько здесь пугает людей? Ну, Боже мой, Боже мой. Ты не представляешь, как я… Как я рад. Я чувствовал, что мы будем снова вместе. Что-то не так? Что-то… Машка замолчала. Все хорошо. Видишь, опять мяукает. Игорь… Игорь… Я не могу, извини. Как… Хочешь… Можем просто полежать рядышком. Ну, если хочешь. Я хочу. Я очень хочу. Но я… Но я, наверное, не могу. И… Игорешечка, я… Это гормоны. Я очень нуждаюсь в нежности, в ласке, в тепле, в твоих объятиях. В… Я вижу, что ты можешь мне это дать, но… Завтра я проснусь и начну строить свою жизнь в одиночку. А ты будешь строить какие-то воздушные замки. Ну, чего ты так? Может, не буду? Не обманывай себя, пожалуйста. Я знаю, как ты ко мне относишься. Я не хочу этим пользоваться. Значит, это гормоны, да? Да. Извини. Ничего. Как я тебя понимаю… Вроде бы солнце светит, зеленью пышет сад. Пренебрегая этим, с болью стучит сердце в такт. Ты не грусти, время лечит, все как один твердят. Холодно, но эти плечи тепла твоих рук не хотят. Забудь моих и откровений свет. Найди того, кто даст другой ответ. Прости, что я мог лишь надеждой жить и верой. Прости, что я мог лишь надеждой жить и верой. Снова судьба повернулась, да так, что не хочется жить. Но пальцев струна коснулась, и вновь продолжаю я плыть. Пусть хоть снесет течение, выкинет пусть водопад. Значит, предназначенье я не сверну назад. Доброе утро. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Извините, но пятно не отстиралось. Да ничего страшного. Наш поход на кофе сегодня в силе? Нет, извините, работы очень много. Продолжение следует... Продолжение следует... Тотя, ты уже готова? Да, мам, почти. Алло, привет. Я звоню для того, чтобы напомнить, что сегодня первое УЗИ. Юра? Прием у доктора Червонец. Ждем вас в клинике питомец. Ну как? Ну, вроде забавно. И песенка ведается в мозг, к сожалению. Я вот такой же, а может, даже лучше. Для нашей клиники сделать хочу. Так. А это Артур, гуру в мире рекламы. Это он вам сказал. Девушка, а вы Каннского льва за рекламу получали? Кажется, нет. Ну так и не... Ну у вас, друзья мои, будет такой шанс. Ма, ты же видишь, как Никита старается. Зачем ты его драконишь? Драконишь? Да. Просто твой Никита считает, что в жизни все легко дается. И должен быть хоть какой-то человек, который бы ему уже сказал, что это не так. Это у тебя что-то гормоны играют? Просто в лососе и в тунце очень много ртути. И нельзя этим травить ребенка. Откуда ты взяла эти сказки? Поверь мне, я знаю, что говорю. Я знаю? Я считаю, я решила, ты вообще все собираешься контролить? И специальные списки запрещенных продуктов. И не я их придумала. Серьезно? Как они без тебя обошлись? Еще раз повторяю, я в этом участвовать не буду. Виктор Павлович, ну это же мюзикл. Ну если вы хотите снять хорошую рекламу, ну пригласите профессиональных актеров. Да я же не против. Но это дорого. А вы у меня и так талантовы. Мариш, неделя оплачиваемого отпуска. А мне освобождение от субботних дежурств. Не вопрос. Юр, привет. Это снова я. Я уже в курсе, что я сегодня в УЗИ. Юр, я звоню по поводу критериев оценивания в конкурсе. Ведь мы с тобой этот важный вопрос не обсудили. Могу заехать в обед. Ты будешь у себя? Конечно буду. А куда я денусь? Давай, встречу. Извините, а здесь проходят курсы для будущих мам? Проходи, дорогая. Мы только начали. Спасибо. Извините, я может сейчас задам глупый вопрос, но говорят, что беременных постоянно тошнит. Меня вот еще ни разу не тошнило. Со мной что-то не так, да? Во-первых, глупых вопросов тут не бывает. Вы все здесь столкнулись с неизведанным. А тошнота это очень индивидуально. Кого-то преследуют постоянно, а кого-то обходят стороной. Везунчики. Ну, мне вот бабушка твердит, что меня должно прям вот выворачивать. Никто не вправе вам твердить и вас учить, как и что делать в вашей беременности. Ни бабушке, ни маме. Я могу только порекомендовать. И то решать только вам. Понятно. Не али опустили. Просто для меня это, знаете... Вот, пожалуйста, а вот и наш доктор-хаус. Вот так, без палки. Я не понимаю, а почему вы до сих пор не переоделись? Я только пришел. Только у нас съемка начинается через час. Может, вы как-то поторопитесь? Горяныч, ну, в самом деле, время не резиновое. И это я тебе как ассистент режиссера говорю. Алло, Игорь, это ты? Ну да, а кто еще? Как, кто еще? А вдруг это Антон? Он всегда прикалывается и берет твою трубку. Короче, я тебе звоню, чтобы напомнить, что сегодня вечером в 7 часов УЗИ. И если ты хочешь, можешь прийти. Третий этаж, 103 кабинет. Ну, конечно, буду. Я помню. Ну, хорошо, тогда давай пока. Давай. Ты же не виноват в том, что сейчас нет у тебя работы, за которую платят мешками денег или мультиварками. Да просто твоя мама... Да моя мама уже давным-давно обо всем забыла. У нее своих проблем. Ну что, одумался? Правильно сделал. Молодец. Сейчас тебе нужно думать только об учебе. А на работу пойдешь через лет пять. Так, ладно, я не голен. Ник! Мам, ну зачем ты так? А что вам? Я же не со зла, я же по-хорошему хочу направить. Кстати, о направить. Лосось мне можно. 350 грамм в неделю. Никаких доказательств о том, что лосось вредный, нет. И вообще морепродукты – это неотъемлемая часть рациона беременных. Я даже не хочу спрашивать, на каком сайте или форуме ты это выкопил. А я записалась на курсы будущих мам. Задала конкретный вопрос, получила конкретный ответ. Кристина, я не понимаю, почему ты так странно реагируешь на то, что я хочу тебе помочь? Подсказать? Я многое прошла, я многое знаю, я лучше знаю. Ну вот опять. На курсах мне хотя бы никто не указывает, что, когда, где и как я должна делать. А может быть, им просто все равно? Кристина, я еще не договорила. Приятного всем аппетита! Спасибо! Важную роль играет средний балл. Особое внимание ему уделяют в старших классах – в девятом, в десятом и одиннадцатом. Может быть, чаю? Спасибо, ну давай чай отложим на потом. Также приветствуется возможность выбора направления образования. Гуманитарное направление… Юр, подожди. Объяснить, что такое гуманитарное направление? Нет. Юр, послушай. Я понимаю, что я ошарашила тебя своим положением. Но я правда, я не думала, что твоя симпатия, она выходит за рамки дружеской. Я не хотела задеть тебя. Послушай, мои обманутые ожидания – это мои проблемы. Хорошо. Все. Итак, гуманитарное… Да, но… Прости, но мне как-то не очень приятно, что ты стал ко мне относиться так холодно. Наташа, я начал строить наши взаимоотношения, опираясь на наше общее студенческое прошлое. Я признался тебе в симпатии. Я думал, ты тоже ко мне что-то испытываешь. Но я ошибался. В общем, я сам себя поставил в неудобное положение. Поэтому я считаю, что впредь лучше соблюдать определенную дистанцию и не мешать личной отношению с рабочими. Хорошо, я поняла. На чем мы остановились? Итак, гуманитарное направление. Как ты понял, по названию кукляндия мы занимаемся куклами. А твоя задача – доставка. Привозишь товар заказчику, передаешь лично ему в руки, забираешь наличные и едешь на следующий адрес. Ну, а какой мой процент? Сто процентов. В смысле? Стоимость самих кукол заказчики оплачивают сразу по безналу. А твоя задача – доставка. Именно за это тебе платят. Ну и сколько я могу так за день заработать? Сколько адресов ты посетишь? Столько и заработаешь. Фикс – полтысячи, один адрес. Офига себе. А курьеры сейчас в почете. Нынче в почете товар, а не курьеры. Супер, я готов приступать. Температура у кота вдруг стала высокой. Тридцать девять вам не шутки, не пустяк. Стоп! 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 Пять минут перекур. Черт, капец. Как я устал. Рука прямо мертвая. Послушайте, может, все-таки поменяем эту строчку? Ну, тридцать девять – это нормальная температура для кота. Для зрителей нормальная температура – тридцать шесть и шесть. А из песни слов не выкинешь. Все. Курим. Хорошо поешь, между прочим. Спасибо, стараюсь. Мне, может быть, кажется, но между нами сегодня какое-то напряжение. Я не пойму причину. Все потому, что, Игорь, ты свободный мужчина, Но держит тебя жена твоя сильно. И секс с бывшей женой ты мне, увы, предпочел. Но я не дура, Игорь, ты не учел. Я просто устаю на работе. Так. Так, а что это, что это расслабились? Еще немного осталось. Давайте, давайте. Тебе же понравилось пробное бесплатное занятие? Понимаете, дело не в вас. Тогда в чем? Я даже скидку тебе сделала на весь курс, а я их не всем делаю. Я понимаю. Просто… А, снова мама. Просто… А она у меня тоже беременная. Так, приводи ее сюда. Да так вот, она сюда под дулом пистолета не придет. А деньги на курс могу я взять только у нее, поэтому получается, что так, что так я на курс пройти не могу. Я же не была. Удачи. Ну что, заполнили? Просто, понимаете, я на курс найти пришла. Вот тут, пожалуйста, вот даты, понятно. Что случилось? Ничего, просто голова закружилась, сейчас пройдет. Ну, давай вызову врача. Да мне и так в больницу надо. У меня через час УЗИ назначено. Я тебя подвезу. Да не надо, я сейчас себе такси вызову. Вот уже отпустила. Юр, ну, ты ведь не должен все время меня выручать. Не должен, но не подвезти беременную женщину в больницу, это как-то не по-мужски. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты знаешь, я уже почти всю сумму собрал, прикинь? Ты понимаешь, что я хочу, чтобы мы увидели нашего малыша впервые вместе, чтобы ты рядом был. Я скоро буду, хорошо? Ты, главное, без меня не начинай. Я скоро буду. Давай. Привет, маленький нахлебник. Ну, как там заработки? Не привезешь деньги, буду вспоминать это при каждой встрече. Помни об этом. Кто там? Вы чего молчите? А, это... Это я, курьер. Куклу привез из Куклянди. А, ну тогда проходите. Привет, Кристина. Ну что, папа звонил? Не Никита, не папой. И Никитам он даже уже трубку не берет. Так, сейчас попробуем папу набрать. Где он? Ну, Сарделька, она не цирковая собака. Она не может ходить на задних лапах. Это невозможно. О, так вы возьмите ее за передние лапы, а она на задних будет вытанцовывать. Ну, а мы раздельно снимем верх-низ. Не-не, так не будет. Это колоссальная нагрузка на позвоночник. Дружи мой, ну так ничего страшного, она потерпит. Слушайте, может мы вас за задние лапы возьмем, а на передних вы потанцуете? Ну что так, дама, вы за рекламу Каннского льва получали? А вы получали? Да, но я там, по крайней мере, был. Знаете, мне не очень интересно, где вы там были. Но тут никто над животными издеваться не будет. Ну вот. А в ответ тишина. Ладно. Ну что, идем? Может, немножко еще подождем? Дотя, понимаешь, что если бы они хотели, они бы давно уже были. В конце концов, нам с тобой рожать, а не им. И я больше не могу терпеть. Я больше литра воды выпила. Пошли. Мама! В наше время перед УЗИ уже не обязательно пить много воды. А, это тебе на курсах сказали. Пошли. Кстати, а ты воду выпила? Да. Так. Я утром выпила. Мама! Ясно, взяла и пей. Когда-то твое сердечко так же стучалось. Вроде бы все в порядке. Воротниковые зоны не расширены. Генетических патологий не наблюдается. Лариса Ивановна, а долго еще? А то я воды напилась. Господи, зачем? Ну как это зачем? 21 век на дворе, Наталья Владимировна. Техника, так сказать, дошла. Больше себя мучить не надо. Тысячу раз просила не беспокоить, когда у меня пациенты. Извините, извините. Я на минуточку. Юра? Мужчина. Вы далеко собрались? Одну минутку. Смотри. Ты в машине обронила. А? Вы? Здесь вообще-то стерильное помещение? Вы хотя бы бахилы надели? Мужчина. Мам? Это старый знакомый. По работе пересеклись, и он меня подвозил на машине. Ну что, давай меняемся. Все, да? Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Такая малютка. Или такая. Позже узнаем. Капец. Мама, я мама. Я знаю, моя хорошая. Жаль, Ника этого не видит. Они мужчины. Они мужчины, зайка. Они редко, когда понимают всю важность такого события. Ты лучше запоминай эти моменты. Это самое ценное. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты это делаешь, потому что ты любишь меня. Потому что переживаешь и потому что тебе не все равно. И потому что я забываю, что ты у меня уже такая взрослая. И можешь меня многому чему научить. Прости свою мамку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прощаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я так хочу в туалет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пошли. Побежали. Скоро станем голливудскими актерами. Угу. Ладно, я пойду. Марин, я хотел сказать. Я восхищен, как ты заступилась за сардельку. Это был очень сильный поступок. Спасибо. Марин, я знаю, что что-то не так. Давай, может, нормально сядем, поговорим за чашечкой чая. Если я тебя чем-то обидел, я готов извиняться. Ладно, я вам скажу. Однажды я пригласила вас на кофе. Сейчас, секунду. Блин, Наташа, УЗИ. Извини, мне нужно бежать. Крис, прости, я торопился как мог, но на работе просто задержался. Кстати, Наталья Владимировна, вы мне не верили, а вот, пожалуйста. Где-то я видела уже эти бумажки. Так что давай, Кукса, прячь мамины кровные в карман и попытайся объяснить Кристине, почему тебя не было на первом УЗИ. Да нет, я правда на работу устроился курьером, куклы развозил. Крис, ну ты там не веришь. Ника, по правде говоря, мне все равно. У меня было сегодня первое УЗИ. И ты должен был быть со мной, а не вот это вот там, с куклами. Ты даже про ребенка не спросил. Прости, как он? Офигенно. Спасибо за беспокойство. Крис... И не забудь забрать свою мультиварку. Ну да, ну да. Угу. Ну да. Субтитры сделал DimaTorzok Температура у кота вдруг стала высокой. Тридцать девять, вам не шутки, не пустяк. Песик немного взгрустнул, он лапку себе потянул. Хвостом виляет, как-то он не так. Лечим бронхит, мигрень, инсульт и невроз. Все быстрее в уши, лапы, хвост. Ведеринарная клиника, уши, лапы, хвост. Мы ждем вас. Ну не зашибись, а. Да что тут сказать? Все поработали на славу. Так, вот это крыло чуть шире. Да. Похоже? Шикарно, да. А сейчас объектив поменяю, так и стойте. Туник! Какая красота! Ай, блин, сейчас начнется. Вы почему все без курток? Мам, мы на минутку. Мы сейчас быренько сфотаем поздравления Катюхе и сразу оденемся. Что такое быренько? Никакое не по быреньку. Что это за поздравления такие? Ну ты не понимаешь, мы сердце делаем. Это флешмоб такой. Одевайся. Одевайтесь все, одевайся ты. И бегом на уроки. Флешмоб закончен, все. Быстренько в школу на уроки. Мам, ты понимаешь, что тебе нельзя болеть? Ты же... Мама должна участвовать в трех олимпиадах. Кукса бы тоже сказал, что это большая глупость вот так рисковать. Наталья Владимировна, вы рано сердечко сворачиваете. Я же не успел еще заснять. Че у вас там с Мариной? Что за чушь? Я на Марину смотрю сугубо, как на коллегу по работе. А ты чего так нервничаешь? Нет ничего плохого в том, что тебе нравится, Марина. Вообще, вообще-то я люблю Наташу. Слушай, ты меня удивляешь, а? На тебя летят стрелы, горящая смола, кипяток. А ты все продолжаешь биться головой в крепостную стену по имени Наташа. Атоха, тебе не понять. Это семнадцать лет жизни. Ладно-ладно-ладно, обманывайся сам. Просто Марина, она, ну, в общем, неделю назад, когда мы снимали видео для клиники, я, ну, я посмотрел на нее другими глазами, она, она заступилась за сардельку, а я подумал, ну, фига себе. Короче, она тебе нравится. Нет, можешь не отвечать. Мне кажется, твое сердце уже готово отпустить твою снежную королеву, а вот мозги, мозги тебя тормозят. Да, выпей молока теперь, с медом и с маслом какао. Я знаю, что бе, но надо. Все, пока. Давай, целую тебя. Да-да. Привет. Привет. А ты почему-то без предупреждения. Гимназия номер четыре. Учительница французского языка уснула пьяной на уроке. Просим принять меры. Утром на почту мини-сёстр прислали. Да нет, это, это бред какой-то. Я знаю Свету, она никогда бы себе такого не позволила. Да и не любит она красное, она, это фотошоп. Послушай, мини-сёстр все разбираться не будут. Вас премьерками замучают. И о конкурсе за грант лучше забыть. Как же так, Светик? Послушай, Наташа, я понимаю, она часть коллектива. Но иногда, как директору, тебе приходится принимать волевые решения. Юр, ты серьезно? Уволить невиноватого человека? Да. И лучше задним числом. Аташ, ну послушай, я понимаю, она твоя подруга. Но таких крутых фотошоперов я еще не встречал. Я буду к одиннадцати. Я у Кристины. Да, опять это Кристина. Слушай, ну какая разница, если ты сама приедешь только к часу ночи, а? Ну, всё. Да, давай. Капец, я решила взяться за мое воспитание и контролировать каждый мой шаг. Ну чего они к нам пристали, а? Я не знаю, потому что они наши мамы, потому что они прожили жизнь и знают лучше, наверное. Точно? Давай съедем на квартиру. Мне кажется, это не самый лучший вариант в данный момент. Почему? Ну, назови мне хотя бы одну причину. Да потому что моя мама беременна. Ты представь, она останется одна. Грустная будет сидеть, грустные фильмы смотреть. Грустно смотреть в окно, и у нее родится грустный ребенок. Капец, в гимназии ж все офигенно. Никита! Ну, так что? Ну, я-то хочу. Ну, а где мы деньги возьмем? Аренда квартиры, еда, постельное белье, коврики в коридор. Спокойно. Моей зарплаты хватит не только на постельное белье и коврики в коридор, а еще и на огромный ковер на стену. Ой, мне-то хоть не ври. Курьеры столько не зарабатывают. Опа. Вызов принят. Собирайся. Собирайся, собирайся. Когда мы будем жить вместе, ты не будешь пить эту гадность. Ну, это же красная, Наташа. Я же красная не пью. Я только белая была сухая. Ты же знаешь. Нет. Один раз было, но белая тогда закончилась. Света, присмотрись, подумай. Когда это было? На каких уроках? Ну, вот я в этой кофточке была позавчера. У меня еще в МТТ комплимент сделала. Так, Свет. Смотри. Позавчера. На каком уроке это могло случиться? А почему ты на меня так смотришь? Ты что, считаешь, что позавчера я на своем уроке пила красное и закусывала стейком? Света, я ничего не думаю. Я просто прошу тебя вспомнить. Позавчера я была очень усталая. И? Я отпустила седьмой А на пятнадцать минут раньше. Все. Ох. И затремалась за столом. Очень профессионально. Но я вина не пила. Честное слово, я не пила. Это чья-то глупая шутка. Нужно выяснить. Нужно у седьмого А спросить. Так они тебе признались, конечно же. Ты мне веришь? Ну, конечно, верю. Но в министерстве вряд ли будут прислушиваться к моему мнению. И... И я тебя не брошу. Я так и знал, что вы об этом узнаете. Дядя Паша, давайте, рассказывайте. Ну, в общем, вчера на второй камере я вдруг заметил кипиш среди мальчуганов. Я говорила, что это мальчишки. Из седьмого, да? Ну, я точно не знаю, из седьмого или из одиннадцатого. Мальчишки не так же быстро развиваются, как девчонки. Дядя Паша, давайте ближе к делу. Ну, вижу, как один из пацанов достает из портфеля... Бутылку красного вина. Да. Вообще-то сосиску в тесте. И они ей начинают буцать по коридору. Владимир, ну, извини, что я не сказал. Так, пол с подогревом. Ну и кровать, с которой не захочется вставать. Если согласны брать, я звоню хозяину, он тут недалеко живет. По-моему, шикарная хата. Ага. Вообще-то здесь деревьев нет. Во дворе люди будут заглядывать в окна. На третий этаж? Здесь сторона не солнечная. Вообще-то солнечная, просто сегодня пасмурно. И батареи у вас не греют. Как ты, как ты хочешь? Чтоб я мерзла? Хочешь, давай, купим тебе обогреватель. И я за ним, с ним по всей квартире ходить буду, да? Ник, мы с тобой договаривались, я хочу жить там, где мне комфортно. У нас есть много вариантов. Можно прямо сейчас посмотреть еще пару квартир в соседнем доме. Вот. Прекрасная идея. Плитка, как у Иры, да? Не очень красивый крат. Слишком удобная кровать. Ну, из такой слишком удобной кровати будет лень вставать. Это уже пятая, пятая квартира и тебе постоянно что-то не нравится. Пятая уже. Ну, что за тупые отмазки? Если ты не хочешь съезжать от мамы, то так и скажи, я не хочу. Ник, тише, мама звонит. Да блин, ну как ты не понимаешь, что нам будет лучше жить отдельно? Без всего этого контроля мы сами сможем решать, когда нам домой возвращаться, что нам пить, что нам есть, под какой кинчик засыпать. Давай я отвечу, а потом мы с тобой поговорим. Неужели ты сама не хочешь от нее съехать? Неужели не надоело жить с мамой все эти звонки, упреки? Да, она иногда перегибает, но она моя мама. И, пожалуйста, дай мне ответить, а то она наругает меня. То есть я вернулся из Мюнхена, нашел работу, квартиру, а ты боишься, что тебя наругают? Меня не пугают, что меня наругают. Просто моя мама, просто моя мама, она уже беременна. Ну а что толку одалживать? Отдавать я тебе как буду? Ладно, Ксюш, давай. У тебя какие-то проблемы с деньгами? Я просто случайно услышал. Нет, все прекрасно. Может, я могу чем-то помочь? Я не хочу принимать помощь от мужика, который одной жопой на двух стульях сидит. Жене своей помогай. Марин, ты чего молчишь? А я вспомнить пытаюсь, когда домофон приедут ставить. У меня правда все хорошо, не переживайте. Ну, если хорошо, так хорошо. А я вот ходил на обед, а там акция. Два десерта по цене одного. Вот с творожным кремом. Спасибо. До здоровья. Юр, ну неужели нельзя ее как-то оправдать? Ладно, я поняла. Хорошо, я ускорюсь. Спасибо. Да-да. Наталья Владимировна, я узнала, что у Светочки ужасающая ситуация. Откуда? Я Завуч. У меня тоже много знакомых в Министерстве образования. Может быть, я займусь вопросом поиска работы для Светланы в других школах. Татьяна Федоровна, вы очень заботливая, но давайте не будем торопить события. Пьющий учитель. Это не шутки, Наталья Владимировна. Ситуация сложная, но я делаю все, чтобы решить эту проблему. У вас все? Это тебе Марина дала? Да. Сказала, что ненавидит эклеры, так я ее... А что? Все хорошо. Просто этот эклер для Марины. Ну, ладно. Ухаживание, видно, это уже не для меня. А куда ты желудочные зонты подевал? Понятно. Игоря на своем репертуаре. Да при чем тут? Я просто за Наташей ухаживал уже не помню когда. А так куда ты положил желудочные зонты? Да посмотри вон там в нижнем ящике. Алло, привет. Я быстро. А скажи мне, пожалуйста, как Игорян за тобой ухаживал, а? Вам что, там нечем заняться, Антон? Да мне для себя нужно. Скажи, как он тебя добивался, а? Игорь и добивался – это совершенно два разных слова. Это я все время ему попадалась на глаза, болтала для того, чтобы хоть как-то его растормошить. Поэтому, Антон, извини, но я тебе ничем помочь не смогу. Все. Говнюк ты, понял? Не говнюк, а настоящий друг. Если бы ты был мной, на тебя цыпочки так бы и увешались. А так? Учись. Все, урок окончен. Спасибо. Здравствуйте, Светочка. Здравствуйте. Вы только главное не переживайте. Я уже поговорила со своими знакомыми. Вашу кандидатуру рассматривают в Международном центре изучения французского языка. Спасибо большое. Но зачем? У меня, слава Богу, есть работа. Ой, как неудобно получается. Я подумала, Наталья Владимировна сообщила уже вам. Сообщила что? И давно ты решила меня уволить? Света, я ничего не решала. Ты же говорила, что ты мне доверяешь. Что ты на моей стороне. Света. Подожди, ты что, думаешь, что я вру? Я, правда, никогда не была в твоей ситуации. Но Юра все время толдычил, что на кону репутация гимназии и... и грант. Грант. Ну, грант важнее, я понимаю. Ну, не накручивай себя, пожалуйста. Я, я, правда, я искала выход. Ты помнишь, как ты опоздала на самое важное собрание в районо? Забыла часы перевести. Я поняла, что если ты начнешь рассказывать про это зимнее время, то все, капец. Прощай должность директора гимназии, я тебя так-то прикрыла. Я тебе очень благодарна. Я, правда, я пыталась тебя прикрыть, но в министерстве нагнетали. И, и, и Филинша бучу подняла. И по гороскопу тень плохой. Я тебя не предавала. Одна предательница сказала. Снежинка. Точно. Тебе делать больше нечего? Это не Антон, если что. Привет. Привет. Ты поделал? Да. Наташа, а я реально тебя никогда не добивался? Просто помнишь кафе Снежинка? Но ведь это я сам тебя тогда пригласил. После того, как я тебе всю неделю уши прожужжала. Игорь, я тебя очень прошу, не живи в прошлом. И я больше не твоя жена. Памочка, ну ничего, ты только хотя бы рядом посиди. Что за праздник? Праздник. В наше время пиццу заказать – это не праздник, это норма. Садись. Сейчас. Здрасти, да. Привет. Садись. Здравствуйте. Я думаю, мы вдвоем посидим. Интересно. Я сейчас все объясню. Сядь, пожалуйста. Мам, я тебя очень люблю. Тебя тоже люблю. Вас любить друг друга я не заставляю. Но хотя бы не ругаться вы можете? Я с ним нормально общаюсь. Он со мной не всегда. Но я понимаю, это в силу юности, в силу недостатка воспитания. Вот как раз об этом я и говорю. Я бы хотела, чтобы мы существовали нормально на одной территории. Ты же понимаешь, что это нереально? Конечно, конечно, нереально. Потому что нужно прислушиваться к старшему поколению. Да перестаньте же! Господи, ну неужели это так сложно? Неужели вы сами не устаете от такого общения? Вы помните, как в девятом классе мы все вместе поехали с ночевкой в лес? Ты тогда ругалась на Никиту, что он ушел очень надолго. А ты тогда нарубал столько дров, что мы до самого утра пели песни у костра. Точно было. Вот. А, например, открытый урок по биологии в десятом классе. Крис, слушай, может расскажем Наталье Владимировне, а? Давай потом. Мам, а ты помнишь, как на первое сентября Никита притащил огромный букет гвозди к тебе? Да, я их еще пересчитывала. Четное или нечетное количество. Что вы хотели мне рассказать? Ну, мы хотели рассказать о нашем переезде. Это что, опять дурацкая шутка? Мам, не начинай, так хорошо сидели. Мы реально уже смотрели квартиру. Крис, это правда? Да, это правда. Ты Кристина? Мам. Мам, я не хотела съезжать. Да ладно, ну чего вы расстраиваетесь? Мы будем приходить к вам в гости, и вы к нам тоже, естественно, иногда. Вам всего шестнадцать? Куда вы собираетесь? Ты яичницу не можешь приготовить, у тебя рис всегда подгорает. Я научилась. А за какие деньги вы будете снимать квартиру? За мамины? Так, ну... Ну, Никита работает. Мам, правда, я видела. Так, давайте доедим эту пиццу, она уже холодная, и забудем об этом разговоре. Мам, ты не пробиваемая. Мы все-таки съедем. А жить здесь у нас, вы не рассматривали такой вариант в принципе, да? Лучше сразу застрелиться. Кукса! Мам, так будет лучше! Доброе утро, ты уже проснулась, а я твою любимую тарелочку, видишь, с овушкой положу тебе сейчас. Так, смотри, тебе даю я большую кастрюлю, себе маленькую оставлю. Спасибо. А вот это, а вдруг ты захочешь оливьешечку сделать или чего-нибудь солененького? Скажи, вы далеко квартиру снимаете? Нет, нет, несколько кварталов. Я, честно говоря, думала, что ты будешь ругаться и приковывать меня к батарее. Ну, вообще-то, поначалу хотелось. Кристинушка, ты такая взрослая и такая маленькая. Смотри, ты не обижайся на меня, что я лезу к вам. Я просто дико волнуюсь за тебя. Ну, как я могу быть довольна, когда моя беременная доченька стоит на улице без куртки? Мамуль, ну я же не просто так стояла. Это был флешмоб для подруги. Все друзья собираются и делают что-то, объединенное общей идеей. Ну да, я понимаю, но ты должна не забывать, что скоро ты станешь мамой. А если ты забудешь, позвони мне, я тебе сразу напомню. Угу. Ну все, хорошо, иди собирайся. Флешмоб. Все, давай. Флешмоб. Ну вот, собственно говоря, мне кажется, в очень оригинальный ход нашли педагоги этой гимназии для того, чтобы объяснить подрастающим поколениям, что не стоит употреблять. Вы, конечно, большой молодец, Наталья Владимировна. Социальный флешмоб – отличная идея. Что не сделаешь для любимой подруги. Да, она всегда во всем так вас поддерживает. Как вам только это удалось, как в голову могло прийти. Дети не всегда трепют нервы Татьяны Федоровны. Иногда они подают очень интересные идеи. Кстати, а почему вы не сфотографировались? Как-то, наверное, не смогла придумать оригинальную позу, а повторяться не хотелось. Где же ты, Света, а? Продолжение следует... Светлана Анатольевна не появлялась? Она вчера заходила в школу, вас уже не было. В общем, просила вам передать. Можно зайти поговорить? О чем? Свет, ну не надо так, мне и так не по себе от нашего недоразумения. Ну и что ты будешь держать беременную подругу на холодной лестничной клетке? Значит так, если ты сейчас поднимаешь аренду, я сообщу в соответствующие органы о том, что ты не платишь налоги, это ясно? Так, Марина Александровна, теперь скажи это ему. Алло, Кирилл, здравствуйте. Да, это Марина, я тут подумала просто, а что если вы не сейчас поднимете оплату, а весной? Ага. Я поняла, спасибо. Съемная хата? Понимаю. Масюнник, какой-то вялый. Может это из-за корма? Как вас зовут? Альфонс. Вас, в смысле, вас. А, ой, извините, Карина. Михайлик. Телефон? 0-7-8, нет, сейчас. А, 6-7-8. Вот. Го-гоу-дэнс? Да. Ничего себе. Ноги длинные, деньги легкие. Пошла, подругалась на сцене и все. Зинаида Павловна, у нас уже сто лет не вносились изменения в программу изучения иностранных языков. Может быть, нам стоит стать пионерами в этом вопросе и, так сказать, стряхнуть вековую пыль? Я же не прошу вас о глобальном изменении. Я прошу вас о маленьком нововведении – методика эмоционального рисования. Ну, что вы так вцепились в эту методику? Ваша Светлана Анатольевна уже три года у меня пороги оббивает. Хочет вести эти мазюльки. И вы тоже. Это прогрессивная методика. Здесь в основе лежит эмоциональная память. Дети ненавидят зубрить. Дети обязаны, обязаны зубрить. Так, все, давайте поставим на этой теме жирную точку и больше не будем к ней возвращаться. Мне очень жаль. Очень жаль. А помнится, в пятой гимназии вы утвердили какую-то методику? Правда, не сразу. А после чего-то… А, кто-то написал докладную. А в этой вашей методике важно, чтобы дети красиво рисовали? Ну, вы просто не до конца объяснили. Совершенно не важно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тук-тук-тук! Можно? Тише-тише. Мариночка, у нас на лужайке нельзя кричать. Тут царство спокойствия и умиротворения. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо. Я пришла к вам на лужайку по личному вопросу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Говори. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет, я понимаю, что это очень неожиданно, но просто у меня аренду подняли, и счета еще эти за отопление пришли. Ну, мне кажется, что за три года работы тут я заслужила небольшое повышение. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я тебя понял. Будет тебе повышение. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пожалуйста. С апреля месяца. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Добрый. Я приглашу другого в семье. А я попросила администратора, чтобы меня обслужила именно ты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА К чему этот цирк, скажем, пожалуйста, Анташа? Мы с тобой прекрасно знаем, что в ближайшее время ты максимально безалкогольный человек. А может, я хочу выбрать вино в подарок, и мне необходима консультация? Да. Тогда какое предпочитаете? Красное? Белое? Светлана Анатольевна, я как директор гимназии номер 4 официально вас прошу вернуться в учительскую практику. Значит, красное. Ну, хорошо, есть. Замечательное сухое. Ты будешь первым учителем французского языка в городе, который применит методику эмоционального рисования. Пока же у Зинаида этого не произойдет никогда. А согласно приказу 312, уже завтра это можно воплотить в жизнь и при живой Зинаиде. Я прошу тебя, Свет, ты же так долго этого добивалась. Это будет такой прорыв, Свет, понимаешь? Извините, меня ждут клиенты. Свет! Последний шанс, ты последний шанс. Мариша. Ой, блин, вы меня напугали. А ты уже уходишь? Да, у вас через десять минут Месси на плановый осмотр и все. Марина, подожди. Я уже знаю, что ты не любишь эклеры. Но, может, ты скажешь, какие сладости ты любишь? Зачем это вам? Ну, просто, понимаешь, я на днях принес тебе эклеры, а оказывается, ты их не любишь. Антон съел. Получается, что я должен тебе пирожное или тортик. Ну да. Причина объективная. Ну, тогда записывайте. Значит, корж бисквитный с шафраном. Крем на основе мангостинового суфле и сельдерея. Потом, значит, карамель, дуриан, печенье Совой Ярди, крем, как в тирамису, шоколадная крошка. А, и сверху это все полито луковым конфитюром. Ну, всего доброго. А как называется этот пирожный торт? Я не помню. Вы извините, я очень спешу. Деловой. Афер. Повторяем за мной. Деловой. Афер. Сидите, сидите, сидите. Тиши, тиши, нет. Сидите, сидите. Мы вам не будем мешать. Продолжайте урок. Перейдем к артиклям. Определенный артикль имеет следующие формы. Л. Для мужского рода единственное число. Давайте зачем можно было это делать? Я бы через неделю пришла, просто собрала. Но учителю негде разложиться. Да. Давай. Давай. Кто готов отвечать? Ладно. Тогда я говорю слово, а вы перевод. Энюйон. Ну? Кто? Только что ж проходили. Никто не запомнил? Ладно. Энюйон скучный. Прямо как наш урок. А ну марш на переменку. Бегом, дети. Нам нужно со Светланой Анатольевной поговорить. Бегом. Бегите. Закрыли дверь. Ну, видишь, как новый учитель уже осваивается. Как говорится, святое место пусто не бывает. Нет, ну хватит распинаться. Я тебя раскусила еще, когда ты убеждала меня, что нужно во время урока прийти и вещи собирать. Чего бы ты меня сюда еще тащила? Совершенно очевидно, что парень не осваивается и вряд ли он здесь надолго задержится. И ты со спокойной душой отдашь наших школьников первому попавшемуся учителю? Знаешь, Наташа, ты бы вместо того, чтобы терять время набегать не за мной, поискала бы вам хорошего учителя. Но тогда дети точно не пропадут. А если я найду и привезу вам шафран? И мангостин найду? Ладно, спасибо. Здравствуйте. А вы делаете торты на заказ? Да? Хорошо. Скажите, а шафран у вас есть? А мангостин? И что, прям крем, как в тирамису, можно? Супер. А доставка? Ну, я заплачу, я подъеду, куда скажете? Ну, мне очень нужно, ну, пожалуйста. Спасибо огромное, спасибо. Хорошо. Светлана Анатольевна! На трамьемье! Я не хочу, чтобы вы уходили. Это вас Наталья Владимировна прислала, да? Нет! Нет! Ну, мы правда не хотим, чтобы вы уходили. С вами прикольно на уроках. Поржать можно. Мы бы только на ваши уроки ходили. Я бы с удовольствием, честно, но я не могу. Ох... Да ты, не ну, да. Отец-каке великий очаг. Отец великий очаг, Отец провели дело. Отец великий очаг, Отец велика мой очаг. Это был урок. Извести демок. Отец великий очаг. Простите. Простите! У меня дела! Ну, отлично у тебя все. Была бы у меня такая грудь, я бы вообще без лифчика ходила. Слушай, я... Танцевать как? Я же вообще не шарим. Я тебя умоляю. Тут что, венский бал, что ли? Сюда люди пришли не на танцы смотреть, поверь мне. Первые два года моей конвульсии на сцене вообще были мало похожи на танцы. Так что не парься. Ну что, погнали? Это плохая идея. Я, наверное, лучше пойду. Слушай, малая, мне некогда в эти игры с тобой играть. Хочу-не хочу, буду-не буду. Ты мне позвонила, я тебя подсобила. Костюм тебя нашла, накрасила тебя. Даже согласилась с тобой впаривать тебя. Хочешь тули, значит, не так сильно тебе деньги нужны. Слушай, задача простая. Главное народ заводить. Поняла? Человек потанцевал, на тебя посмотрел. Вспотел, протрезвел. Ну и на бар пошел. Ну все, погнали. А теперь встречайте горячие, сексуальные или повторимые дуэт Кэнди. А я вас, Саньша, нигде не видел? Знаете, вряд ли. Я вообще обычно не берусь за такие заказы. Но меня заинтересовал рецепт, поэтому вам повезло. Очень аппетитно выглядит. Я старался. Меня очень сложно удивить, но вкус у вашей девушки очень специфический. Ну, она не моя девушка. Ладно. Что, можно забирать? Поддержим, поддержим наших конфеток. Лёнь, ты на цены смотрел? Телятина стоит, как целый телёнок. Может, всё-таки давай? Я картошку в мундирах сделаю. Зина, ну ты можешь расслабиться? Мы можем хоть один раз отметить годовщину, как люди. Как буржуи. Добрый вечер. Ох, ничего себе. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Светлана, ваша сомелье. Буду помогать вам с выбралина. А если мне не понравится, будете меня шантажировать, как ваша подруга? Зачем? Какая подруга? А то вы не знаете. Наталья Владимировна. Или вы думаете, что я по собственной воле позволила ей внедрить эту, как её, вашу методику? Мне кажется, вы ошибаетесь. Наташа и шантаж – это несовместимая вещь. Как оказалось, очень даже совместимая. Лёня, пошли. Я картошку в мундирах сделаю. Лёня, пошли. Тортик не желаете? Доброе утро. Доброе. Спасибо, но мне не хочется сладкого. Но здесь в составе есть луковой конфитюр. Поэтому нельзя считать его полностью сладким. Что-то случилось? Ничего особенного. Как? А почему? А это и за денег? А, вот почему ты вчера танцевала в клубе? Хозяин квартиры аренду поднимает. И счета за коммуналку пришли. А я и так в долгах, как в шелках. В общем, я уборщицей на предприятие пойду. Там вроде бы как общежитие предоставляют. Мне было приятно с вами работать. Войдите. А давай я буду жить у тебя. Ну а что? Аренда сразу делится на два. Мне очень приятно, что вы пытаетесь мне помочь, но у меня же это квартира маленькая. Давай найдем большую. Вы цены видели? Я большую не потяну, даже если на двоих. Тогда я готов спать на диване. Войдите. Ну, я давно себе искал что-то бюджетное. Ну, чтобы не висеть на шею Антона. А эта сделка выгодна для нас двоих. Для нас двоих и кучи животных. Ну, если ты не против, я даже готов спать на коврике. Честно, я переставать не буду. Ну, так это само собой. Ты что, согласна? И еще. Ты вчера очень круто танцевал. Ну, я же сказал, войдите. Да-да. Здравствуйте. Вот мое резюме. Что подтолкнуло вас выбрать именно нашу гимназию? Я два года мечтаю практиковать методику эмоционального рисования. Я слышала, что вам это интересно. И еще я слышала, что вроде подруги пошли на шантаж. Вы нам подходите, но при одном условии. Каком? Учитель французского языка должен принять статус лучшей подруги директора гимназии. Это возможно. Я так соскучилась. Доброе утро. Я не знала, что вы уже встали. Доброе. Может, перейдем уже на ты? Что ты мне выкаешь? Мы же не на работе. Ну, давайте. То есть, давай. Кстати, я вот приготовил нам завтрак. Симпатичная. На моих одноклассниц бывших похожи. А если в духовке окажутся пирожки, то я подумаю, что ты моя бабушка. Ну, если ты считаешь, что я тебя своими завтраками укормлю, ну, давай сходим на кофе. А я решила попробовать жить без кофе. Ну, говорят, вредно и налет на зубах. А. Давай тогда в ресторан. А где Игорь Николаевич? Отлучился по семейным обстоятельствам. По семейным обстоятельствам? Это в туалет, что ли? Это в смысле с женой мириться? А у меня уже планы на вечер. Возможно, я тебя удивлю, но завтра тоже вечер. И послезавтра тоже вечер. Да и вообще каждый день вечера бывает. А у меня уже на каждый вечер планы. И вообще у меня молодой человек есть. Так получается, что я ему каждый вечер нужна. Блин, да не переживай ты так. Это всего лишь улитка. Может, она и не больна вовсе. А при чем тут улитка? Я Марину на кофе пригласил. Аллилуйя! А при чем тут Аллилуйя? У него парень есть. Блин, я не виноват, что у Марины хахались. Срывайся, он лучше на улитке. Ну, извини. Просто не думал, что после Наташи я на кого-то западу. У меня тянет к Марине. Ну, если тянет, значит, пора действовать. Ну, как действовать? Если она занята. Игорь Аныч, ну что ты, если вдруг сразу пошло что-то не так, ты сразу же прячешься в свой домик, а? Пойми, женщинам не нравятся слезняки. Конечно, кроме хозяйки этой улитки. И вообще-то я ни в какой домик не прячусь. Просто я не понимаю, откуда он нарисовался в родине. Никого не было. Значит, он появился недавно. И у тебя есть все шансы. Главное, будь расторопней. Правильно я говорю, да? Узнай, где свидание, там, что да как. Да ну, Марина умная, красивая. Если у нее кто-то есть, то значит, он хороший. Ну, и она счастлива. Ну, при чем тут я? Ладно, мать Тараза, как хочешь. Она что, сдохла, что ли? А не, шевелится. Какие планы после работы? Вообще-то это мое личное дело. А, понятно. Шуры-муры-амуры. Тебе нечем заняться? Вон, пойди и водички попей. Да нет, я просто хотел кофейком тебя угостить. Ты меня вчера перед Павловичем прикрыла, а Потехин всегда платит по своим долгам. Ну так что, после работы в девять? Я же сказала, я занята. Значит так, сегодня вечером, после работы, она едет на свою свиданку. Кто? Кто? Да. На кто хочет стать миллионером, я бы тебе точно не позвонил. Марина, кто? Откуда ты знаешь? Я аккуратненько все выведал и принес тебе на блюдечки. Зачем? Я тебя что, просил? Нет, но ты же как собака все понимаешь, но ничего сказать не можешь. Нет, конечно, можно так и дальше сидеть сложа руки, но ты так однажды свою жену удержал. Во-первых, не надо тыкать мне разводами Наташей. Это жизнь и так случается, что люди расходятся. А во-вторых, да, кому-то кто-то может понравиться, но этот кто-то может быть уже занят. Пойми, это принцип, я не лезу в отношения. У тебя с Игорем там как? Никак. Чего? Подвал на ужин сегодня. Куда идете? Никуда. Мне сказала, что у меня есть парень. Кстати, я сейчас с парнем. А, погоди, так а чего ты так? Он же тебе нравится. А ему, походу, все нравятся. И я, и его бывшая жена. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Здравствуйте. О, и ты здесь. Ничего себе. Меня зовут Игорь. Тот самый Игорь. Коллега Марина и сосед под квартирой. Марина очень много о вас рассказывала. Вы присаживайтесь, не стесняйтесь. А, да. А я не помешаю. Просто Марина на свидание собиралась. Так, а я на свидании. Ну, не прямо сейчас, в смысле. Просто Олег застрял в лифте. И я вот Оксанку вызвонила пока что. Да. А ты чего здесь? Я, ну, это, пришел ужин заказать. Здесь очень вкусные голубцы. И, фига себе, блин, сори, ребят, мне надо бежать. Не надо тебе никуда бежать. В смысле не надо? У меня кошка с окна выпала. Да? Я ветеринар, я могу помочь. Не-не-не, она живучая, все нормально. Это не первый раз, это в седьмой раз уже падает. Все, счастливо всем, поки-поки. Да, до свидания. До свидания. До свидания. Welcome. Привет. Кулачок, грязные руки. Значит, смотри, велик перебрал. Втулку поменял, амортизаторы тоже. Заползанные отдаю. Клац. Малой. А. Что случилось? Да ничего. Кристина, блин, в мамку начала превращаться. То убери, это сделай. Ну что, братишка. Поздравляю. Добро пожаловать в реальный мир совместной жизни. Как говорится, секс, наркотики и почему полотенце не там висит. У-ху. Класс, четенько. Да блин, Макс, меня на самом деле все устраивает. Просто, просто есть моменты. А вот как раз эти моменты являются самыми главными. Если ты их упустишь, все, капец, классический сценарий. Сначала все хорошо, секс, по квартире голенькие бегаете. О, это я люблю. О, конечно. Пиццу заказывайте, а потом там помой, там принеси, туда не сядь. И в итоге... И я сказала, сделай. Кристина у меня не такая. Я там поверь. Я неделю жил с Надюхой, а до этого с Дашей и ее подругой. И знаешь, что я понял? Ну? Ну, это не моя война. То есть отношения для тебя война, да? Ну, типа того. Потому что каждый день тебе нужно защищать свою территорию свободы. Если ты этого не делаешь, все, капец. Был пацан, пацана нет. Игорь, я думаю, тебе лучше уйти. Ну, просто Олег не будет рад увидеть меня здесь с другим мужчиной. Мам. У тебя с ним серьезно? Серьезно. И он сам очень серьезный. Серьезными делами занимается. Вот сейчас как раз на собрании задерживаются. А разве он не в лифте застрял? Да. Ну, он же с начальником застрял. И вот они там обсуждают поставки салфеток. Ты настолько не хочешь идти со мной на кофе, что выдумала этого Олега? Нет. Да. Ну, почему? Потому что... Что ты пристал ко мне вообще? У тебя жена есть. Почему ты так со мной разговариваешь? Потому что я тебя позвала на кофе. Я призналась в своей симпатии. А ты поехал к бывшей жене. И я не хочу, понимаешь? Я не хочу ходить на вот этот послесексовый кофе. Мы с ней просто общаемся, как бывшие супруги. Ты мне очень нравишься. Правда. Я тебе не верю. У меня нет никаких гарантий, что я вот соглашусь пойти с тобой на кофе. А через час ты не будешь стоять у входных дверей своей бывшей жены. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот она. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нет, не отвлекаешь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я вижу, у тебя куча. Все растет и растет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так, давай. Выключай свои игрульки и марш убирать вещи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я не буду раскладывать эти вещи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чему это? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Потому что отныне это угол мужика. Вот отсюда и досюда. И здесь я делаю, что хочу. Хочу убираю, хочу не убираю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Неправильно как-то получается. Убираю, драю. А здесь будет угол срача? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Угол мужика. И это не обсуждается. Потому что я, между прочим, единственный кормилец. Вот так, все. Вот здесь. Угол мужика. Вот отсюда и досюда. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так, кормилец ты! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты, ты вон. У тебя тарелка грязная на столе стоит. И вот ты хоть можешь помыть? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Потом помою. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушай, ну это же неправильно. Никита не должен себя вести так. А дальше что? Скажет, я мужчина. Мне надо. И начнет делать что угодно. Станови полет фантазий. Надо просто, чтобы Ник понял, что с тобой так поступать нельзя. Я на самом деле очень часто делаю Нику замечания. И иногда я бываю с ним очень строгой. Ну, не знаю. Но попробуй не убирать, не готовить. Ну, как он. И хочу, и все. Да. Пусть знает, что на каждый угол мужика в доме найдется угол тёлочки. Добрый вечер. Добрый. Мне, пожалуйста, акулу и чили-бургер. Ты вроде говорила, что есть на ночь вредно. Привет. Привет. А ты чего здесь? Я, да я что? Я вот захотел съесть вредную калорийную пищу. Игорь. Игорь, ты так и не научился врать. Нет, ну, если ты не хочешь, ты можешь не говорить, конечно. Нет, ну... Есть одна девушка. А? Она мне очень симпатична. Ты не обязан отчитываться? Но она меня ревнует к тебе. Она боится идти со мной на свидание. Я говорю, что я с тобой уже развелся и так далее. Вот... Она не верит. Ну, её можно понять. Ты... Ты дай ей время. Понимаешь, женщина должна почувствовать, что она может доверять мужчине. Не дави на неё. Я... Я рада, что ты начинаешь новую жизнь. Угу. Ну, а как ты... Сама поживаешь? Ну, она... Буде как. Угу. Это что у нас? Ураган Кристины прошёл? Что это всё значит? Угу. 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 Понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да это переходят уже все границы, слушай! Дальше что? Ты что, свиней приведешь? В грязи валяться будешь? Может и приведу. Хватит мной помыкать. Сделай это, сделай то. Не будет этого, понятно? Куда собираешься? К маме. Зачем? Жить. Если ты решила строить мусорный бунт, то пожалуйста. В грязи живи сам. Меня это не устраивает. Крис, ну ладно, ладно. Я все уберу. Ну конечно. Конечно сейчас уберешь. А завтра я передумал. Я устала тебя уговаривать. Я устала тебя просить. Я устала тебя заставлять, ты понимаешь? Я не хочу жить с тобой. Кристина? Крис? Привет. Привет. Почему ты не предупредила, что придешь в гости? А я не в гости, мам. Я насовсем. Тебя Никита обидел? Можно и так сказать. Я, блин, готовлю, убираю. А он делает вид, что только мне одно это нужно. А потом он мне еще и говорит, что, мол, что хочу, то и делаю. А что не хочу, то не делаю. Ну, а ты ему говорила, что тебе нужна помощь, что для тебя это очень важно? Ну, конечно, я говорила. Я просила его. Я даже ультиматумом уставила, что если он не уберет за собой, я его из квартиры не выпущу. А, вместо того, чтобы искать компромисс, вы решили рогом упереться. Крис, ну вот мы с папой тоже не искали компромиссы. И видишь, чем все это закончилось? Тебе нужно пойти к Никите и нормально с ним поговорить. Да не хочу ли я ни к кому идти? Ну, тогда вы никогда не сможете жить без родителей. Понимаешь, не получится. А ты что, хочешь, чтобы я научилась жить без тебя? Нет, не хочу. Но рано или поздно, придется это сделать. Да, Наташа. Ага. Ну, там, наверное, пили расшатались. Надо затянуть. Хорошо, я вызову тебя мастера. Нет, Наташа, я не могу. Ну, потому что мы в разводе. Я больше не могу убивать к тебе по любому поводу. Извини. Привет. Привет. Ты за вещами? Я. Я просто дура была. Да нет, это я дурак. Дай договорить. Я хотела, чтобы нам было комфортно. Но я делала это так, что тебе было некомфортно. Прости. И ты меня прости. Мы, кажется, еще сегодня обнимались. Открывай. Ты что, уборщицу нанял? Нет, я просто уничтожил угол мужика. Так что, если надо помочь что-то убрать, говори, я с радостью. Я тоже постараюсь тебя не задолбывать указаниями. Хорошо. Блин, дай сюда. Ну, чего ты? Ты уже ел? Доброе утро, страна. Доброе. А я вот решила ответный завтрак приготовить. А вечером можем на кофе пойти. Ой. Ой, извини, у меня сегодня планы. А. Что, повелась? Ах ты ж. Ладно, один-один. Ну, что ты там приготовила? А, это лучше у Саныча спросить. А может, мы зря Антона одного в клубе оставили? Ну, как одного с бутылкой вискаря? А, Антон уже взрослый мальчик. Теперь это проблема девушек клуба, таксиста и мамы. Абадина, а может, ты еще не готова? Может, надо подождать? Да, я давно уже готова. Только мне надо в дождь на пять секунд, а то я после танцев. А ты жди меня в комнате. Слушаюсь. Ну, все, я такая чистенькая, что с меня можно суши есть. Игорь. Игорь. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вкусно? Ты откуда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что, друзьяки? Друзьяки? Друзьяки теперь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди ко мне. Удивительная история. Я очень волнуюсь за ее состояние. Просто не знаю, ждать до завтра или... Да, да, моя хорошая. Давайте мы осмотрим сейчас вашу прекрасную мамашу. Да, вы проходите, не стесняйтесь. Пойдемте, пойдем, моя дорогая. Пойдем. Так, Наташа, возьми себя в руки. Ты взрослая, беременная женщина. Давай. Привет. Я вот только что хотела звонить тебе в дверь. Вот только что. Что-то случилось? Нет, я просто была, ну, в соседнем подъезде у своей знакомой, подруги. Вот думаю, дай к тебе зайду, спрошу, как дела. Как твои дела? Дела. Дела нормальные. О, вижу, была шумная вечеринка. Меньше всего это было похоже на вечеринку. Юр. Юр, что случилось? Нет. Просто не выспался. Юр. Из Польши пришел судебный запрет на моем встрече с сыном. Как? Так. Подожди, ну ты же отец. Ну, поговори с ней. Ой, послушай, я даже не помню, когда последний раз общался с Олей лично. Может быть, когда она жила еще в Кракове. Последние два года я общаюсь только с ее адвокатом. Я даже номер ее не знаю. Подожди, ну, можно договориться с адвокатом. Понимаешь? И, ну, как-то и попросить у него этот номер. Послушай, Наташа. Я столько всего сделал. Так боролся за Владика. И готов бороться еще. Ну, у меня просто иногда опускаются руки. Прости. Да, слушай, я хочу побыть один. Извини. Я все поняла. Какие люди. Здравствуйте. Ой, извините, что мы так с бухты-барахты. Ну, я пытался вам дозвониться. Мы были в клинике. А там врач молоденький такой, Антон. Сказал, что с ней все хорошо. Но, честно говоря, я не очень ему доверяю. А Мариночка на рецепт не дала ваш адрес. Ну, и... О, да мы скоро будем рожать. Ладно, проходите. Сейчас взглянем. Эй, ну, блин. У меня еще обед. Ты почему мне не позвонил? Ну, что, малыш по мне уже соскучился, да? Ты же знаешь, что Джессика это мой особый клиент. Я просто подумал, что кому-то после жаркой ночи с Мариной нужно немножечко отдохнуть. Слушай, ты перестань шутить свои эти дурацкие шуточки. Мозги включай, когда надо. Слушай, мне и так плоховастенько. А ты еще орешь на меня из-за какой-то там псины. Это не какая-то псина. Ты хоть пальпирование делал? Делал. Там все сложно. А она беременная. А у Зии тоже тяжело сделать? У нее опухоль на яичнике. Ну, блин. Сорян, бодуна не доглядел. В нашей работе таких ошибок допускать нельзя. Это может стоить жизни. Ты подумай, может, ветеринарка это не твое? Может, лучше устройся санитара в больничку? А что, работа не пыльная? Уточки больным носить? Шуточки шутить? Медсестрер кадрить? Ладно, ты сегодня не пей. Завтра будем стимулировать роды и оперировать. Давай, просыпайся, герой. О, мне на секунду аж пот прошиб. А вдруг я провтыкалась делать домашку по инглишу. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте, Катенька. Как вы, как Польша? Польша хорошо, не жалуются. Я пока тоже. Послушай, Катенька, я нуждаюсь в твоей помощи. Мне нужно найти одну женщину. Живет она в Кракове. Зовут ее Ольга. У нее есть сын, Владик. Муж, по-моему, поляк. Ну, вот и все. Ну, информация не густо. Но ты же будущий журналист. И я подумала, а вдруг? О, это же второе образование. Ну, хорошо, я попробую, но ничего не обещаю. Спасибо тебе огромное. Жанныч. Игорь, а помоги мне, пожалуйста. Тут ты кое-что потеряла? Да, что-то мне жарко стало по дороге. Вот я решила сбросить лишнее. А чайник ставить или уже не надо? Ну, вообще-то во рту пересохло. Ходят слухи, что кто-то вчера проштрафился? Да, я тоже слышал об этих слухах. Но ходят ответные слухи, что кому-то очень неловко. Извини. Это хозяин Джессики очень переживает. Нужно было ответить. Так, хватит. Ну, я только отвечу и все. Ну, вот завтра на работе и ответишь. А сейчас будь со мной. Ну, извини. Это просто, ну, вчерашний косяк Антона. Ну, и завтрашняя очень важная операция. Послушай, я знаю, что работа важна для тебя. Но неужели ты не можешь в нерабочее время перестать о ней думать на десять минуточек? Могу. Конечно, могу. Да, короче, мне уже самой перехотелось. Игорь, я не хочу сейчас говорить о том, что произошло вчера. Я не поэтому. Антон не появлялся? Нет. А я решил прислушаться к твоему совету. Может, и правда податься санитарам в больничку, а? Антон, по-моему, сейчас не время для шуток. Джессика скоро будет рождать. Давай, дуй на работу. Ну что, сорян, Игоряныч. Пусть тебе сегодня помогают хорошие специалисты. Они такой придурок, как я. Понятно? Антон, ты... Здравствуйте. Здравствуйте, моя хорошая. Проходите около проститой. Подождите меня. Пойдем, пойдем. Пойдем, я драгу. Сюда, сюда. Сидайте. Чисто. Марин, давай, пожалуйста, Надин, забудем про наши с тобой личные проблемы. Хорошо. Слушай, помнишь, ты говорила, что в селе роды у кошки принимала? Если увидишь у щенков жидкость в ротовой полости, убирай. Затем вытираем и складываем вот туда. Если будут проблемы с дыханием, делаем массаж. Так, понятно. В общем, слушай меня и делай то, что я буду говорить. Я говорю, ты делаешь. Понятно? Хорошо. Я бы тебя сейчас обнял, но у меня уже руки продезинфицированы. Ну что? Приступаем? Да, привет. Ну что, Катенька? Практически ничего. Действительно, на окраине Кракова живет некая Оля. С сыном Владиком. Супругу зовут Мишек. У них небольшая лошадиная ферма. А ты смогла раздобыть телефон? С телефоном пока глухо. Но я чуть позже еще попробую через знакомых. Спасибо, Катенька. Ну, мы попробовали хотя бы. Хорошо, я жду. Антош, нам нужно серьезно поговорить. Ты не прикоснулся к моей шарлотке. Что случилось? Ничего не случилось. Просто с Игорем повздорили, вот и все. Игорь сказал, что я фиговый специалист и придурок. А почему он так сказал? Мама, я не знаю. Тоша. Ну, короче, я прозевал опухоль у собаки. Он разозлился и наговорил мне всякого. Ну, опухоль у собаки, это же очень серьезно. И в вашей профессии такие ошибки не допустим. Да, я ошибся, но все иногда ошибаются. Если я такой хреновый, этот самый, специалист, пусть сам тогда с хорошими работает. Тоша, Тоша, он был на эмоциях. Но ведь это же не повод, чтобы не ходить на работу. Короче, мам, я сижу дома, смотрю телевизор, ем твою шарлотку. Все. Все щенки живы-здоровы. Ох, какие красавцы. Вот один, вот видите, упитанный кабанчик. Ух ты, кабанчик какой. Мы такого даже не встречали. Ой, какой. Ой, красавчик какой. А Джессика как? Я буду сейчас делать операцию через несколько минут. Она очень сильная, так что все будет хорошо. Я Марине рассказал, что нужно делать дальше с щенками. Вы проходите в подсобку, она все расскажет. Ну, спасибо вам. Ах, какие красавцы. Эх, Тоха, Тоха, и чтоб ты знал, как ты мне тут сейчас нужен. Ну и на что я рассчитывала? Да, да, Кристюш, привет. Как дела у тебя? Нет, я не сплю. Я досматривала... Досматривала фильм, который ты мне скачала. А у вас как дела? Так. Так. Когда наркоз сделал? Пять минут назад. Опухоль большая? Угу. Не переживай. Сейчас все сделаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СИГНАЛИЗА СИГНАЛИЗА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорь, куда мы проспались? Сегодня же выходной! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу! СМЕХ Точно! О, заработался! Ну ладно, раз встал, так хоть, может, кофе сделай нам. Доброе утро! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ну что ты таскаешь эту половую тряпку? Что футболок нормальных нет? Это не половая тряпка. О-хо-хо-хо! То есть утро еще не началось, а я уже отхватила ни за что, да? Это какая-то суперважная футболка? Это... она просто... Просто она очень удобная, приятная к телу футболка. А таких, кстати, уже нигде не встретишь. Ну тогда дай ее мне. Я посмотрю состав тканей. Куплю тебе новую такую же. Да не надо. Мне нравится эта футболка. Чего мы будем? Мы еще... Мы еще на футболке не тратились. Ладно, лучше я кофе сварю нам, да? А тебе крепкий. Угу. Угу. Ну конечно Марине не нравится. Вот тебе было бы приятно, если бы она ходила по квартире в лифчике с именем своего бывшего. Ну ты утрируешь. А ты дурак. Ну почему сразу дурак? Эта футболка, она мне дорога как память и не более. Слушай, на память от Наташи у тебя остались там эти свадебные фотки и дочь. Мне кажется, ты просто не хочешь отпускать Наташу. Я хочу, но не могу пока. Мне нравится Марина, но у меня приятно, что у меня есть что-то напоминающее Наташу. Слушай, если это все-таки футболка, то мой тебе совет. Да выброси ее от греха подальше. Она уже свое отжила. И так тебе не придется врать ни Марине, ни самому себе. О, привет. Сори, я задержался на руках. Почему я не удивлена? И пирожные, и бутерброды. Да я смотрю, ты гурман. Ха-ха. Смотри, я нашла несколько прикольных вариантов. Ты будешь и в школе успевать, и дом будешь не позже двадцати ноль-ноль. Вот здесь нужен человек в костюме Шрека и в кафе Шрек. А вот здесь нужен симпатичный бариста. Кафе бариста. Ну, Крис... Ну, я же вижу, что здесь по баблу не огонь. Да, Ник, по баблу не огонь. Но зато мы будем проводить время вместе, а не так, как обычно. Почему? Ну вот сейчас я же прилетел, и мы проводим время вместе. Ничего страшного, что это я примчалась к тебе в район, в котором у тебя заказ. Ник, неужели какие-то деньги дороже нашего времяпрепровождения? Крис, ну, конечно, не дороже. Мне плохо без тебя. Я скучаю. Смешно звучит, правда? Мы живем вместе, я скучаю. Что, опять работа, да? А давай сегодня вечером пойдем в кино, а? На эти, как, холодные игры. Ты же говорил, что это бабское кино. Да, это бабское кино. Но зато мы сможем провести время вместе. Так что какая разница? Ладно. Ну иди уже, иди, иди. Спасибо. У меня золото. У меня ничего страшного. Я не могу. У меня курица. У меня не помнили, иди. Сынок, может, тебе покушать вынесете? Я не голодный. Ну что, как позанималась спортсменка? Ну, прям-таки спортсменка. Раз в месяц на тренировку хожу. Но крепатурка завтра точно будет. Ну, раздевайся, я там салат готовлю. А ты, я смотрю, меня послушал? Выкинул все-таки старую футболку? Да, угу. Ну, вообще-то ее можно было оставить. Там Санычу с прогулки лапы вытирать, например. Да ладно, выкинул и выкинул. Фиг с ней. Так, а ты какой салат готовишь? Цезарь. Ну, а там что получится? Ну, тогда, в общем-то, хорошо, что я всеядная. Как это по очереди? А я не согласен. Я согласен, Гуляй Вальс. Крис, прости. Дикие пробки. Не расстраивайся, ну, зато хоть немного вместе Кенчикова смотрим. Крис, ну. Я правда торопился. Ну, попробуй, у меня на спине прям Ниагарский водопад. Мне это все надоело. Ну, да, есть минусы, но ты ведь сама хотела, чтобы я становился более ответственным. Я стараюсь, и в школу хожу, и на работу успеваю. Только меня это не успокаивает. Ник, мы живем с тобой вместе, и, может быть, для тебя это нормально. Ты привык жить в семье, в которой мама постоянно на работе, но для меня нет. Что мне сделать? Не бросить работу и начать опять брать деньги у мамы? Я предлагала тебе найти работу с нормированным графиком, но ты почему-то не хочешь. Ты вцепился в эту работу так, как будто бы она важнее времени, проведенного со мной. Ты же знаешь, что это не так. Или ты увольняешься, или я переезжаю к маме. Тебя что-то конкретно не устраивает? Да нет, меня как раз таки все устраивает. Просто моя девушка хочет проводить со мной больше времени, поэтому... Ты не думаешь, что твоя девушка? Скоро скажет, милый, мне не хватает на маленькюр. Милый, мне не хватает на туфли. Иди-ка опять работай. Не думаю, я это точно знаю. Но не хочу ее расстраивать, поэтому лучше уволюсь. Жаль. Ты был самый быстрый курьер. Да ладно, но я думаю, что большие дяди и тети смогут подождать куклу лишних минут 20. Ну да. Бумаг мы с тобой никаких не подписывали. Так что по рукам и разойдемся. Спасибо. С вами было очень приятно иметь дело. Марина, прошу, успокойся. Опусти ножницы. Опущу. Если ты прекратишь мне врать, иначе я порежу ее на мелкие кусочки. Успокойся, ну не нервничай. Не нервничать? Ты меня обманул. Ты сказал, что ты эту футболку выбросил. И вообще ты говорил, что она просто приятная к телу. Знаешь что? Я не хочу даже думать, что в этой квартире есть какие-то вещи, которые ассоциируются у тебя с бывшей. Да меня трясет от одной этой мысли. Ты, скажи честно, эту футболку тебе подарила Наташа? Ну ладно, я расскажу правду. Ну в общем такая история. Я шел по улице и увидел дворняжку с раненой лапкой. Она лежала на этой футболке за гаражами в одном дворе. Ну я пока сбегал за водичкой для нее. Я прибежал, ее нету, лежит футболка с пятном крови. Ну в общем я не знаю, где собака. Ну и до сих пор я чувствую вину. Ну я же ветеринар. Значит все-таки Наташа подарила? Так зачем ты врешь и выдумываешь душещипательную историю про собаку? Я не знаю. Извини. Ну Мариша, ну не переживай. Ну действительно, эта футболка, она для меня дорога как память. Да у тебя памяти 17 лет брака. А ты не хочешь строить новые отношения из-за какой-то старой футболки. Ну так и ходи в ней. За то, что ты такая бусинка, и за то, что ты прислушиваешься к желаниям своей девушки, мы пойдем на максимальный удар два. Да ладно. Блин, офигеть, как круто. Слушай, ну ты же не любишь боевики, когда там кишки наружу, конечности оторваны. Ну да, не очень по приколу, но главное, что мы вместе, не важно где, не важно как. Ну да, спасибо. А можно колу, пожалуйста? Кто тебе там звонит? А это провайдер задолбал со своими опросами. Хм, и попкорн. Получайте, уроды! Вы меня живым не возьмете! Что? Пойдите, добавьте! На, получайте! И это все, что вы можете! На, не ловите! Крис, слушай, а... Давай тебе таксишку вызовем, а я быстро домой смотаю, заберу свой свитшот с пингвинами. У тебя же куча свитшотов. Чего тебе так резко понадобилось именно этот? Ну, он теплый, на флисе. Сейчас же он как похолодал. А почки у меня одни. Короче, хочу забрать, чтобы потом не ездить. Хорошо. Поедем за твоим супермаршным свитшотом. Нет-нет, ты не можешь со мной поехать. Чего? Ты боишься, что твоя мама начнет показывать фотографии, где ты голенький? Вместе съездим туда-назад? Поехали. Нет-нет, ты прости меня, я не повезу свою любимую беременную девушку в такой холодной мотоцикле. Извини, ты можешь обижаться на меня, злиться, бить ногами по полу, но я сказал нет и точка. Перестань быть таким милым. Ну, все, езжай давай. А я быстро заберу и к тебе. Хорошо. Давай. Ой, чтобы у них так топило, а. О, господи, я такое носила. Давай тебе таксишку вызовем, а я быстро домой смотаюсь, заберу свой свитшот с пингинами. Алло, здравствуйте, а Никита Кукс у вас сегодня работает? Нет-нет, мне, да, мне надо, чтобы именно он. Как раз на заказе, да. Нет, нет, мне не нужен другой курьер. Все, спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok